Карл Май. Книга вторая. Белый брат Винету. Глава первая. В роли Сычи. После долгой изнурительной скачки мы добрались наконец до устья Рео-Боске-Деначи-Точес, где, как надеялись, должен был ожидать нас Винету. Увы, наши надежды на встречу не сбылись и на этот раз. Мы, правда, обнаружили следы недавно побывавших здесь людей. Но какие следы? То были бездыханные тела тех самых торговцев, от которых мы несколькими днями раньше получили важные сведения о селении вождя Каева-Тангуа. Как я потом узнал от Винету, убил торговцев все тот же Сантер. Негодяй проплыл вниз по течению так быстро, что прибыл к устью Рео-Боске одновременно с торговцами, хотя те и покинули селение Каева значительно раньше. Так и не добравшись до золотых самородков Винету, Сантер, оказавшийся без гроша в кармане, просто не мог пройти мимо каравана с богатым грузом. Подстрелив, судя по всему, торговцев из засады, он завладел их товарами и двинулся в дальнейший путь уже с мулами и поклажей. Так рассказал мне потом Винету. А уж точнее его никто не восстановил бы события по следам, оставленным преступником на месте так и не состоявшейся встречи. Убийца предпринял трудное и рискованное дело. В одиночку провести по прерии целый караван тяжело навьюченных животных, а это не всякому по плечу, к тому же он не мог не помнить о том, что апачи идут за ним по пятам и не оставят его в покое, пока не отомстят за смерть старого вождя и его дочери. К несчастью, вскоре пошли непрестанные дожди, смывшие все следы. И Винету пришлось действовать, не столько полагаясь на собственные глаза, сколько исходя из предположений и догадок. Прикинув, что первым делом Сантер захочет побыстрее сбыть с рук добычу, вождь апачи решил проверить по очереди все близлежащие поселки Белых. Через несколько дней он действительно обнаружил утерянный след в фактории Гайтера. Сантер побывал там, распродал весь караван и, приобретя хорошую лошадь, налегке двинулся на восток, по тракту вдоль Ред Ривер. Узнав об этом, Винету отослал своих воинов в стойбище. Сам же он, не в силах отказаться от немедленной мести, продолжил погоню. У него было достаточно золота, чтобы не нуждаться во время длительного путешествия. Не зная, где искать Винету, он не оставил нам на начиточес ни послания, ни хотя бы знака, указывающего, куда он подался. Мы поехали в направлении Арканзаса, чтобы кратчайшим путем добраться до Сент-Луиса. Я очень сожалел, что в ближайшее время не смогу повидаться со своим другом и братом, но изменить, увы, ничего не мог. Прошло еще несколько дней и одним прекрасным вечером мы въехали в Сент-Луис. И, конечно, первым делом я решил навестить моего доброго мистера Генри. Когда я вошел в его мастерскую, он, как обычно, сидел у станка и был настолько поглощен работой, что не обратил внимания даже на скрип открытой двери. «Добрый вечер, мистер Генри», — поздоровался я, словно только что покинул его дом. «Скоро ли будет готов ваш новый чудо-штуцер?» С этими словами я уселся на свое прежнее место на краю скамьи. Оружейник вскочил на ноги, несколько мгновений смотрел на меня ничего не понимающим взором, а потом радостно запричитал. «Вы! Неужели это вы? Здесь, у меня! Вы, домашний учитель, геодезист, легендарный Олд Шеттерхенд!» Старик сжал меня в объятиях и расцеловал в обе щеки. «Олд Шеттерхенд? Откуда вам известно мое прозвище?» — спросил я, когда он наконец соизволил освободить меня из своих объятий. «Вы еще спрашиваете, откуда?» «Все только о вас и говорят. Вы теперь знаменитый Вестмен. Мистер Уайт, инженер соседнего с вами участка, первым передал нам эту новость и, должен признаться, не жалел лесных слов в ваш адрес, а самые последние известия о вас мне передал один краснокожий вождь». «Неужели Винету?» «Да, я узнал обо всем именно от него». «Как? Разве Винету был здесь? Когда?» «Три дня тому назад. Вы так много рассказывали ему обо мне и старом Флинте в медвежьи боя, что он не мог пройти мимо моей мастерской. От вождя я и узнал, что вы всех за пояс заткнули, бизона подстрелили, с ножом на гризли ходили, ну и многое другое. Я даже знаю, что вы стали вождем апачей». Он еще долго с восхищением перечислял мои подвиги и достоинства, и никакие возражения не могли остановить поток его похвал. От полноты чувств старик снова крепко обнял меня, невероятно довольный тем, что именно он в свое время резко изменил мою судьбу, направив меня на Дикий Запад. Как я понял, Винету, преследуя Сантера, не стал задерживаться в Сент-Луисе. След его вел в Новый Орлеан. Вождь апачей торопился нагнать убийцу, и я прибыл в Сент-Луис лишь на третий день после его отъезда. Винету оставил для меня у мистера Генри записку. В ней он просил, чтобы я, если позволят обстоятельства, приехал к нему в Новый Орлеан. Конечно же, я решил немедленно отправиться в путь. Но сначала необходимо было заняться нашим геодезическим контрактом, что мы всей компании и сделали, не откладывая дело в долгий ящик. Утром следующего дня Сэм Хокинс, Дик Стоун, Билл Паркер и я уже сидели в конторе за стеклянной дверью, где в свое время мне без всякого предупреждения устроили экзамен. Старик Генри не мог сдержаться и пошел с нами. Рассказам и объяснениям, казалось, не будет конца. Только теперь мы узнали, что наш участок считался самым опасным и не напрасно. Как читателю уже известно, из пятерых геодезистов в живых остался один я. Сэм изо всех сил старался выхлопотать для меня особое вознаграждение, но тщетно. Нам без спору и незамедлительно выплатили полагающуюся по договору сумму и не доллара больше. Честно признаюсь, что с таким трудом составленные и с таким риском для жизни сохраненные чертежи я отдавал с чувством гнева и досады. На работу приняли пятерых геодезистов, но расплачивались только с одним. Доля остальных перекочевала в карманы господ из конторы, хотя они получили плоды нашего совместного труда, а если уж быть откровенным до конца, плоды моих неимоверных усилий. Сэм вспылил, наговорил дерзости, но это ни к чему не привело. Вернее, привело лишь к тому, что его вместе с Биллом и Диком попросили выйти вон. Я, конечно, последовал за ними, не оглядываясь. Впрочем, заплатили мне хорошо, и я стал обладателем вполне приличной суммы. Я хотел сразу же ехать к Винету в Новый Орлеан и даже поинтересовался у Сэма и его друзей, не составят ли они мне компанию. Но вестмены решили отдохнуть и развлечься в Сент-Луисе, и вряд ли кто-нибудь мог упрекнуть их за это. В магазине готового платья я приобрел несколько комплектов белья и новую одежду взамен индейской, и, одетый с иголочки, пароходом отправился на юг. Чтобы не обременять себя багажом, многие вещи, прежде всего тяжелый Флинт, пришлось отдать на хранение мистеру Генри. Пегово жеребца я тоже оставил у него, поскольку на этот раз конь мне был не нужен. Все мы дружно решили, что мое отсутствие будет недолгим. Однако судьба распорядилась иначе. До сих пор я старался не обращать внимания читателя на то, что не имело непосредственного отношения, к описываемым мною событиям. Но сейчас не имею права не сообщить о том, в описываемое время в Соединенных Штатах Америки была в самом разгаре гражданская война. Миссисипи еще была открыта для навигации, так как известный адмирал Фарагул одержал очередную победу над южанами и присоединил земли вдоль реки к северным штатам. Несмотря на это, пароход, на борту которого я находился, сильно опаздывал, поскольку требовалось соблюдать все возможные, впрочем, жизненно важные формальности и предписания. Поэтому, когда я наконец-то добрался до Нового Орлеана и в указанной мне гостинице справился о Винету, мне ответили, что вождь уехал накануне. Однако портье передал мне письмо, где Винету сообщал, что следует за Сантером в Виксбер и просил меня, учитывая непредсказуемую обстановку, отказаться от попыток нагнать его, а также обещал, что на обратном пути навестит в Сент-Луисе мистера Генри и оставит ему сведения о своем местопребывании. Что было делать? Мне хотелось встретиться с Винету и не менее горячо я помышлял о том, чтобы теперь, когда у меня завелись деньги, воспользоваться случаем и съездить на родину, навестить родных, которые, быть может, нуждались в моей помощи и поддержке. Поразмыслив, я пришел к выводу, что в Винету удастся не скоро вновь попасть в Сент-Луис, а потому поспешил навести справки об отплывающих в Европу судах. Выяснилось, что, пользуясь некоторым затишьем в военных действиях, в ближайшие дни из порта курсом на Кубу отправляется североамериканский пароход, а оттуда, с Кубы, я смогу добраться, если не до Европы, то хотя бы до Нью-Йорка. Без лишних колебаний я сел на этот пароход. Спокойнее было бы обменять имеющуюся у меня наличность на банковский чек, но в условиях гражданской войны следовало семь раз подумать, прежде чем доверяться какому-либо банку южных штатов. К тому же времени у меня было в обрез. Словом, когда я взошел на борт парохода, все мои деньги лежали у меня в кармане, в бумажнике. По дороге со мной приключилось несчастье. Чтобы не утомлять читателя ненужными подробностями, скажу лишь, что виной всему стал ураган, внезапно обрушившийся на наш пароход ночью. Утро предыдущего дня было пасмурным, но корабль шел ходко и уверенно, и ничто не предвещало опасности и приближения шторма. Вечером я, как и остальные пассажиры, с легким сердцем лег спать. И вдруг посреди ночи меня разбудило дикое завывание ветра. Я вскочил с постели, и в это мгновение страшной силы удар потряс корпус судна, словно оно на полном ходу налетело на скалы. Я потерял равновесие и упал на палубу, а сверху на меня и на троих попутчиков, с которыми я делил каюту, с треском рухнула деревянная переборка. Кто в такую минуту способен думать о деньгах? Мне угрожала смертельная опасность, медлить было нельзя, а искать в этой кромешной тьме и жуткой суматохе сюртук и бумажник мог разве что самоубийца. Я поскорее выбрался из-под обломков и, провожаемый новыми ударами, не выскочил, а скорее выкатился на палубу. Все судно устрашающе трещало и скрипело. Не было видно низги. Ураганной силой ветер сбил меня, и тут же огромная волна окатила с ног до головы. Мне казалось, что я слышу призывы о помощи. Впрочем, рев стихии заглушал все иные звуки. В свете вспышек молний, раскалывавших небо одна за другой, я увидел кипящее море и темную полоску суши вдали. Нос корабля застрял между скал, а бушующие волны били в корму, поднимая ее выше и выше. Я понимал, что спасение судна невозможно. Еще минута, и оно превратится в груду обломков. Шлюпки смыло за борт. Очередная вспышка молнии осветила палубу. На ней лежали обезумевшие от страха люди, судорожно цепляясь за что попало. Однако я решил действовать иначе и довериться воде. Огромный, как дом, вал, видный даже в темноте из-за фосфорицирующего блеска, приблизился к нам и обрушился с такой силой, что судно затрещало, словно рассыпаясь на мелкие щепки. Я инстинктивно ухватился за железный поручень, но тут же отпустил его, уступая напору воды. Вода подхватила меня, закружила как перышко, потянула ко дну, а затем снова вынесла на поверхность. Я не сопротивлялся, зная, что любые усилия будут напрасны. А сосредоточился на одной мысли — не упустить момент, когда волна меня выкинет за рифы, напрячь все силы и не позволить ей увлечь себя обратно. Всего полминуты находился я во власти яростно бушующего моря, но они показались мне вечностью. Внезапно волна подхватила меня на гребень и резко, словно выплюнув, швырнула между скал на спокойную воду. Что было сил, я заработал руками и ногами, стараясь отплыть от скал как можно дальше. Читатель, конечно, понимает, что я говорю «покойная вода», имея в виду ее относительное спокойствие. Волна выбросила меня за пределы безумствующей стихии, огромные валы остались позади, однако ветер играл мной как пробкой. К счастью, я наконец снова увидел сушу. Мне грозила бы верная смерть, не заметья вовремя берег и не определи, куда необходимо плыть. И хотя я продвигался вперед очень медленно, до берега все-таки добрался. Но не все складывалось так, как хотелось бы. И море, и берег тонули в кромешной тьме. Я не различал границы воды и суши и потому не мог обнаружить удобное место, где можно было бы выбраться на берег без риска для жизни. В конце концов, я сильно ударился головой о скалу и уже, теряя сознание, усилием воли заставил себя вскарабкаться по камням. Тут силы покинули меня и я лишился чувств. Когда я пришел в себя, ураган все еще бушевал. Голова раскалывалась от боли, но на такие пустяки не стоило обращать внимания. Больше всего меня беспокоило то, что я не знал, где нахожусь. На суше или на торчащей из моря скале. Вцепившись мертвой хваткой в мокрые, скользкие от водорослей камни, я боялся пошевелиться, опасаясь, что буря сметет меня, как пушинку. Однако спустя некоторое время я заметил, что ветер ослабевает. А потом все вдруг стихло. Дождь прекратился, на небе замерцали звезды. В их неверном свете я осмотрелся. Скала, на которой я лежал, находилась на берегу. Позади меня бушевали волны, а впереди темнели какие-то заросли. Я сполз с камней и подошел к ним. Одни деревья выдержали натиск урагана, другие ветер вырвал с корнем, а некоторые даже унес на значительное расстояние. Вдали мерцали огни. И, поняв, что там находятся люди, я пошел на свет. Это были рыбаки. Ураган загнал наше судно на один из островов Драйт-Артугас. Острова Драйт-Артугас расположены на шельфе Мексиканского залива, примерно в 180 километров юго-западнее Флориды и в 150 километрах севернее Гаваны, где в то время находился форт Джефферсон. Несчастные жители стояли около своих разрушенных ураганом домов и несказанно удивились, увидев меня. Они пялились на меня, как на призрак. Море все еще ревело, и мы вынуждены были кричать, чтобы услышать друг друга. Рыбаки отнеслись ко мне доброжелательно, снабдили чистым бельем и необходимой одеждой, поскольку все то, в чем я ложился спать на пароходе, превратилось в лохмотье. Потом ударили в колокол тревоги и разбрелись по берегу в поисках других потерпевших. К утру было найдено 16 человек, но только троих удалось спасти, остальные умерли. Взошло солнце и осветило берег, усеянный обломками разбитого судна. Его нос все еще торчал между скал, куда наш пароход забросил ураган. Итак, я оказался жертвой кораблекрушения в полном смысле этого слова. Наг, босс и бессредств к существованию. Я потерял все. Деньги, предназначавшиеся на благородную цель, покоились на дне моря. Конечно, я сожалел об утрате, но нет худа без добра, и в том, что со мной случилось, были и свои счастливые обстоятельства. Я все-таки остался жив. Комендант форта позаботился обо мне и трех других спавшихся пассажирах, обеспечил нас всем крайне необходимым, да еще помог мне отплыть в Нью-Йорк. Я был беден, как церковная крыса, и значительно беднее, чем в тот день, когда я впервые прибыл в этот город. Мне не осталось ничего, кроме жажды жизни. Почему я отправился в Нью-Йорк, а не в Сент-Луис, где жили мои знакомые друзья, и где я в любом случае мог рассчитывать на бескорыстную помощь мистера Генри? Да потому, что я уже стольким был ему обязан, что не хотел злоупотреблять его добротой. Будь я уверен, что непременно встречу там Винету, я, конечно, поступил бы иначе. Однако такой уверенности у меня не было. Ведь вождь Апачи шел по следу Сантера, погоня могла затянуться на месяцы, и я уже не знал, где его искать. Так или иначе, я все равно собирался повидаться с Винету, но для этого следовало ехать на запад, по Эбло на Пекас. Только сначала было необходимо снова встать на ноги, и мне казалось, что именно в Нью-Йорке я быстрее сумею поправить свои финансовые дела. Я оказался прав. Удача сопутствовала мне, и в Нью-Йорке я познакомился с неким мистером Джесси Тейлором, весьма уважаемым человеком и владельцем частного сыскного бюро. Я предложил ему свои услуги. Досконально расспросив меня и узнав, кто я и чем занимался в последнее время, он согласился взять меня стажером с испытательным сроком. Однако вскоре, благодаря, как мне кажется, случайности, а не своей собственной расторопности, я завоевал его полное доверие, которое со временем возросло до такой степени, что мистер Тейлор поручал мне самую ответственную и хорошо оплачиваемую работу. Как-то он пригласил меня в свой кабинет. Там уже сидел незнакомый мне пожилой мужчина с усталым, озабоченным лицом. Это был банкир Олерт, искавший у нас помощи в сугубо личном деле, которое, однако, могло нанести ему значительный ущерб и существенно расстроить все его дела. У мистера Олерта был единственный, еще холостой сын, 25 лет, наделенный столь широкими полномочиями, что все принятые им решения по финансовым вопросам имели ту же силу, что и решения отца. Уильям, так звали его сына, обладал характером мечтателя и предпочитал банковскому делу занятия искусством и метафизикой, читая себя ученым и в некоторой степени поэтом. Его убежденность подкреплял тот факт, что нью-йоркские газеты приняли и напечатали несколько сочиненных им стихотворений. Странным образом молодому Олерту пришла в голову навязчивая идея написать драму, главным героем которой должен был стать сумасшедший поэт. Чувствуя, что ему не хватает знания предмета, он приобрел массу книг, посвященных психическим расстройствам. Результат был ужасающий. Молодой человек все больше и больше отождествлял себя с героем своей драмы, пока не поверил окончательно в собственное безумие. Отец его в то время свел знакомство с одним врачом, якобы намеревавшимся открыть лечебницу для душевнобольных. Врач рассказывал, что прошел практику в клиниках известных психиатров, сыпал именами светил, вошел в доверие к Олерту-старшему и добился у него такого расположения, что тот попросил его заняться лечением у Ильяма, в надежде на то, что общение с доктором пойдет больному на пользу. С того дня началась сердечная дружба врача и молодого Олерта, завершившаяся неожиданным исчезновением обоих. Банкир бросился наводить подробные справки о психиатре и с удивлением узнал, что тот был обыкновенным мошенником из числа тех, что тысячами приезжают в Соединенные Штаты. Тейлор спросил банкира, как звали мнимого доктора, а когда Олерт назвал фамилию Гибсон, выяснилось, что речь идет об уже известном нам человеке. У меня даже была его фотография, и когда я показал ее банкиру, тот сразу же узнал друга и врача своего сына. Гибсон был крупным авантюристом, в течение длительного времени действовавшим на территории Соединенных Штатов и Мексики. Вечером предыдущего дня Олерт навестил владельца квартиры Гибсона и узнал, что мошенник рассчитался за жилье сполна и отбыл в неизвестном направлении. У сына банкира была с собой крупная сумма наличными, а несколько позже пришла телеграмма из Цинценати с известием, что Уильям снял там со счета 5000 долларов и направился в Луисвилл, к своей невесте. Последнее было явной ложью, никакой невесты в действительности не существовало. Можно было предположить, что мнимый врач увез своего пациента, чтобы обманом завладеть значительной частью состояния Олертов, ведь Уильям Олерт был знаком со многими крупными финансистами и мог получить от них практически любую сумму. Предстояло как можно скорее изловить мошенника и вернуть больного домой. Дело поручили мне. Я получил необходимые полномочия, фотографию Уильяма Олерта и отправился в Цинценати. Так как Гибсон знал меня в лицо, пришлось прихватить с собой гримерные принадлежности, на тот случай, если придется менять внешность. В Цинценати из беседы с банкиром, известившим старика Олерта о сыне, я выяснил, что Уильяма действительно сопровождал Гибсон. Я тут же выехал в Луисвилль, где узнал, что они приобрели билеты до Сент-Луиса и, конечно, устремился в погоню. Но, наверное, след напал только после долгих и трудных поисков. Большую помощь в розысках мне оказал мистер Генри, которого я, естественно, навестил сразу же по прибытии в город. Он очень удивился, услышав, что я стал сыщиком. Сожалел об утрате моих денег во время кораблекрушения, а прощаясь, потребовал в самой решительной форме, чтобы я после завершения дела немедленно бросил мое нынешнее занятие и переехал на Дикий Запад. Ему очень хотелось, чтобы я испытал его многозарядный штуцер. Мой старый добрый Флинт он обещал хранить до моего возвращения. Поняв, что Олерт и Гибсон поплыли вниз по Миссисипи и до Нового Орлеана, я последовал за ними. Старик-банкир снабдил меня списком фирм, с которыми он вел дела. В Луисвилле и Сент-Луисе я побывал по указанным адресам и выяснил, что Уильям появлялся здесь и снял со счетов значительные суммы. Так же поступил он и в Новом Орлеане. Я предостерег тех компаньонов отца, к кому Олерт-младший еще не обращался, и просил их немедленно известить меня, если молодой джентльмен придет к ним с требованием денег. Это было все, что мне удалось сделать. Я беспомощно кружил в человеческой толпе по улицам Нового Орлеана в ожидании результатов расследования полиции, куда я обратился в первый же день. Но мне не хотелось сидеть сложа руки, и я бродил по городу, надеясь на счастливый случай. Новый Орлеан — типичный южный город, чей своеобразный характер в особенности подчеркивают старые кварталы, где вдоль грязных узких улочек стоят, тесняясь друг к другу, домики с крылечками и верандами. Там, скрытая от чужих глаз, протекает жизнь, чурающаяся дневного света. Там можно встретить людей всех цветов и оттенков кожи, от белых и желтых, да и сине-черных у негров. Мужчины громко окликают друг друга, женщины визгливо бронятся, шарманщики и странствующие певцы пытаются привлечь публику своими душераздирающими шедеврами. Более приятное впечатление производят предместия, застроенные многочисленными красивыми особняками, окруженные розовыми кустами, пальмами, олеандрами, грушами, инжиром, персиковыми, апельсиновыми и лимонными деревьями. Там житель города находит необходимое спокойствие, когда выбирается, наконец, из городской суеты. Разумеется, самой оживленной частью города является порт. Туда приходят и оттуда уходят всевозможные суда. Там на причалах высятся горы из тюков хлопка и бочек, среди которых снуют портовые грузчики. Случайному прохожему может показаться, что он попал на хлопковую биржу в Индии. Я бродил по городу, тщетно озираясь по сторонам. К полудню стало невыносимо жарко. Проходя по широкой красивой улице Камон, я увидел вывеску пивной. Решив, что глоток Пльзенского не помешает в такой зной, я перешагнул порог. То, что уже тогда этот сорт пива пользовался успехом, подтверждала большая толпа жаждущих посетителей. После длительных поисков я наконец обнаружил свободный стул. В самом углу стоял небольшой стол на двоих, за которым одно место уже занимал человек с устрашающей внешностью. Его вид не смутил меня, я подошел к нему и спросил, не позволит ли он выпить кружку пива в его компании. Он снисходительно улыбнулся, окинул меня изучающим взглядом и спросил. «У вас есть деньги, сэр?» «Конечно», удивился такому вопросу. «Значит, вы можете заплатить за пиво и за место, которое собираетесь занять?» «Разумеется». «Значит, у вас все в порядке?» «Тогда мне непонятно, какого дьявола вы спрашиваете моего разрешения. Сразу видно, что вы Гринхорн. Да я бы послал ко всем чертям любого, кто осмелился бы запретить мне сесть, куда вздумается. Садитесь, не смущайтесь, кладите ноги, куда вам будет удобнее. Хоть на стол. А каждому, кто сделает вам замечание, дайте в ухо». Признаюсь честно, поведение этого человека вызвало мое неподдельное восхищение. С другой стороны, я почувствовал, что краснею, ведь я понимал, что не могу отреагировать на его покровительство на грубый тон. Следовало дать отповедь, поэтому я сказал, усаживаясь. «И бывалому человеку не помешает вежливость». «Да», — ответил он спокойно. «Про вас не скажешь, что вы прошли огонь и воду. Не пытайтесь разжечь в себе гнев, это ни к чему. Я не думал оскорбить вас». «Поэтому не понимаю, почему вы пристаете ко мне. Олд Дед не поддается на угрозы». «Олд Дед? Значит, это был Олд Дед? Мне уже доводилось слышать об этом знаменитом Вестмане. Его слава гремела по ту сторону Миссисипи, о нем ходили легенды на всех стоянках и у всех костров в прерии, его имя было известно даже в городах на востоке. И если в том, что о нем рассказывали, содержалась хотя бы десятая, ну, двадцатая доля правды, то он был непревзойденным стрелком и отчаянным искателем приключений, достойным того, чтобы снять перед ним шляпу. Срок жизни целого поколения провел он на Диком Западе, и, несмотря на угрожающую со всех сторон опасность, даже не был ранен, почему многие суеверные люди поговаривали, что его не берут пули. Никто не знал его настоящего имени. «Олд Дед» — «Старая смерть» — стало его боевым прозвищем, и наградили его этим прозвищем за неимоверную худобу. Невероятно высокий и сутулый он действительно выглядел так, словно состоял исключительно из кожи и костей. Кожаные штаны болтались вокруг жилистых ног, старая кожаная куртка за годы явно уменьшилась в размерах, и теперь из ее рукавов, едва-едва прикрывавших локти, торчали тощие руки, с просвечивающими, казалось, сквозь кожу костями. Из ворота куртки высовывалась длинная шея, украшенная огромным адамовым яблоком и увенчанная головой, на которой, казалось, не наберется и трех унций мяса. Глаза провалились в глубокие глазницы. Совершенно лысый череп, невероятно ввалившиеся щеки, квадратные челюсти, выдающиеся скулы и вздернутый нос без переносицы завершали картину. Известный Вестман действительно производил кошмарное впечатление. Его длинные ноги помещались в нелепых, сшитых из одного куска лошадиной кожи футлярах, снабженных шпорами с колесиками из серебряных мексиканских песо. Рядом с ним, прислоненное к стене, стояло знаменитое длинноствольное ружье, сработанное в кентукки, одно из тех, что сегодня встречаются крайне редко, потому что их вытеснили винтовки, заряжающиеся с казенной части. На полу лежало седло и прочее конское сбруя. Из-за пояса Олдета торчал охотничий нож и два больших револьвера. Трактирщик принес заказанное пиво. Я было поднес кружку к губам, когда старый Вестман произнес. «Не спешите, молодой человек, чокнетесь со мной». «Я слышал, в вашей стране есть такой обычай». «Да, но там чокаются только добрые знакомые», — ответил я, не собираясь принимать предложение. «К чему такие церемонии? Мы сидим вдвоем. У нас и в мыслях нет вредить друг другу. Давайте чокнемся. Я не шпион и не мошенник, и вы можете спокойно провести полчаса в моем обществе». Это прозвучало более дружелюбно, чем прежние слова. Я слегка тронул его кружку своей и сказал. «Я знаю, что вы за человек, сэр. Если вы на самом деле Олд Дэд, то я не боюсь, что попал в дурную компанию». «Значит, вы обо мне слышали? Ну тогда нет нужды расписывать, кто я такой и чего стою. Лучше поговорим о вас. Скажите на чистоту, какого черта вас занесло в Штаты?» «Какого черта?» «Да так же, как и всех остальных. В погоне за счастьем». «Что правда, то правда. Там, в Европе люди думают, что стоит здесь пошире открыть карман, и блестящие звонкие доллары сами в него посыплются. Если кому-нибудь повезет, то газеты кричат об этом на каждом углу. А о тех тысячах, что тонут, гибнут и пропадают без следа?» «Молчок». «Так вы уже нашли свое счастье? Или хотя бы напали на его след?» «Пожалуй, напал». «Тогда не зевайте и не теряйте его. Я и сам хорошо знаю, как легко сбиться со следа. Вы наверняка слышали, что я стрелянный воробей, далеко не трус и могу потягаться с любым вестманом. А ведь я уже который год гоняюсь за счастьем. Сколько раз казалось, что до него рукой подать, но всегда оно непонятным образом ускользало от меня и исчезало, как мираж, существующий только в человеческом воображении». Он умолк, мрачно глядя в пространство. Я ничего не ответил, Олд Дэд покосился на меня и объяснил. «Вам не понять, куда я клоню. Все дело в том, что встреча с европейцем всегда будоражит меня, в особенности, если это молодой человек. Пусть я знаю, что и он пропадет не за грош. Моя мать души во мне не чаяла, и благодаря ее стараниям и хлопотам, я достиг такого высокого положения, откуда явно проглядывало счастье. Затем она умерла, а я считал себя значительно умнее других и поплатился за это. Мой вам совет, сэр, будьте благоразумнее меня. Судя по вашему виду, с вами может приключиться то же, что и со мной». «Неужели? Ну почему?» «Вы слишком благовоспитаны. На вашей одежде нет ни единого пятнышка, ни единой пылинки. От вас за милю несет одеколоном. А прическа? Да любого индейца хватит удар от вашего вида. Нет, люди с такой внешностью не ищут счастья на Западе». «Я и не собираюсь искать его здесь». «В самом деле? Окажите любезность, сообщите мне, кто вы по профессии». Я получил университетское образование. В моих словах невольно прозвучали горделивые нотки. Олд Дэд посмотрел на меня с легкой улыбкой, выглядевшей на его уродливом лице издевательской гримасой, и тряхнул головой. «Университетское образование. Вы конченый человек. Не обольщайте себя надеждами. Счастье не дается в руки таким, как вы. Я сам испытал это на собственной шкуре. Вы служите?» «Да». «И какую должность вы занимаете?» Олд Дэд задавал вопросы таким властным тоном, что не ответить на них было просто невозможно. А так как говорить правду я не имел права, пришлось уклончиво сказать. «Я нахожусь на службе у одного нью-йоркского банкира и прибыл сюда по его поручению». «На службе у банкира? Да еще нью-йоркского? Да вы прекрасно устроились, и жить вам будет гораздо легче, чем мне. Ни в коем случае не бросайте это место, сэр. Не всякому человеку, даже после университета, удается пристроиться к американским финансистам. Вы же наверняка, несмотря на молодость, пользуетесь доверием вашего патрона. Из Нью-Йорка на юг посылают исключительно доверенных лиц. Я очень рад, что не ошибся на ваш счет. Итак, вам доверили провести дело, связанное с деньгами». «Что-то в этом роде». Он бросил на меня быстрый изучающий взгляд, вскорчил гримасу улыбку и произнес. «Мне кажется, я догадываюсь об истинной причине вашего появления здесь». «Сомневаюсь». «Вы самоуверены, это даже неплохо. Но мне хотелось бы дать вам добрый совет. Ведите себя сдержанней и не оглядывайтесь поминутно. Вы как только вошли, внимательно осмотрели всех посетителей, а сейчас то и дело поглядываете в окно и пялитесь на прохожих. Ведь вы кого-то ищите, я угадал». «Да, сэр, я действительно хочу встретиться с одним человеком, но не знаю его адреса». «Навидите справки в гостинице?» «Бесполезно. Даже старания полиции не принесли успеха». Его лицо снова исказила гримаса, которая должна была изобразить дружелюбную улыбку. Он тихо фыркнул, щелкнул пальцами и произнес. «Сэр, вы чистейшей воды Гринхорн, наивный и порядочный. Не обижайтесь на старика, но это истинная правда». «Только тут я понял, что невольно проговорился». «Олд Дэд» не замедлил воспользоваться моей ошибкой и принялся рассуждать. «Как вы сами изволили подтвердить, вас послали сюда по делу, связанному с деньгами. По вашей просьбе в поисках вам помогает полиция, а вы сами рыскаете по улицам и пивным. И я буду не я, если не знаю, с кем сижу за одним столом». «С кем же, сэр?» «С частным детективом, расследующим дело, скорее семейного, чем уголовного характера». «Действительно, Олд Дэд оказался в высшей степени сообразительным человеком, и с ним следовало держать ухо востро. С другой стороны, я не мог, не имел права признать, что он угадал, поэтому я возразил. Я преклоняюсь перед вашей проницательностью, сэр, но на этот раз вы ошиблись». «Не думаю». «Однако же, это так». «Ну что ж, воля ваша. Я не могу, да не имею ни малейшего желания заставлять вас силой признать мою правоту. Но если вы не хотите, чтобы и другие вас раскусили, ведите себя поосмотрительнее. Дело связано с деньгами. Его доверили Гринхорну. Следовательно, пострадавшие не собираются слишком сурово наказывать преступника, который, скорее всего, является их добрым знакомым, а может быть даже членом семьи. С другой стороны, дело попахивает криминалом, в другом случае полиция не стала бы помогать вам. Разыскиваемое вами лицо попало в руки негодяя, который использует его в своих целях». «Да-да, и не смотрите на меня так удивленно, сэр. Вы не можете понять, как я догадался». «Опытный вестмен редко ошибается, и по паре следов может восстановить путь человека, каким бы долгим он ни был, хоть отсюда до Канады». «Что да-туда, воображение у вас богатейшее». «Ну так что, вы и дальше будете запираться и играть со мной в прятки? Меня многие здесь знают, и я мог бы вам пригодиться. Однако, если вы столь самонадеянный и считаете, что самостоятельно скорее достигнете цели, то Бог вам в помощь. Я буду только рад. Хотя я сомневаюсь, что вам повезет». «Олд Дэд» встал из-за стола и достал из кармана потёртый кожаный кошелёк. Мне показалось, что своим недоверием я его обидел. Пытаясь как-то сгладить неловкость, я сказал. «Есть дела, в которые нельзя посвящать посторонних. Я ни в коем случае не хотел вас обидеть, и думаю...» «Бросьте». Прервал он меня, затем выводил из кошелька монету, положил её на стол, расплачиваясь за пиво. «О какой обиде может идти речь?» «У вас есть что-то такое, что вызывает доброжелательность, и мне захотелось вам помочь. Мир тесен, и может быть, когда-нибудь мы снова встретимся». «Сомневаюсь. Сегодня я отправляюсь в Техас, а оттуда в Мексику. Вряд ли вам доведётся побывать в тех краях. Удачи вам, сэр. И вспоминайте иногда, что сам Олд Дэд назвал вас Гринхорном. И не дуйтесь на меня, я не хотел нанести вам оскорбление. А новичку не помешает быть скромнее». Он надел сомбреро с широченными полями, до тех пор висевшее на стене, скинул на плечо седло, взял ружьё и направился к выходу. Но, сделав всего три шага, он обернулся, ещё раз подошёл ко мне и шёпотом извинился. «Не сердитесь на старика, сэр. Я тоже когда-то учился в университете, и даже теперь с удовольствием вспоминаю, каким нахальным и самонадеянным мальчишкой я тогда был. Прощайте». Не оглядываясь больше, он покинул пивную. Я смотрел ему вслед, пока диковинная и вызывающая улыбку прохожих фигура не исчезла в толпе. Мне хотелось рассердиться на него. Я пытался вызвать в себе злость, но не мог. Почему-то старый Вестман внушал мне жалость. Он наговорил массу неприятных вещей, но при этом его голос звучал мягко, дружелюбно и убедительно. Всё его поведение свидетельствовало о том, что он относится ко мне благосклонно и по-приятельски. Несмотря на своё внешнее уродство, Пол Дэд произвёл на меня вприятное впечатление. Хотелось открыться и спросить его совета. Но я не имел права вводить постороннего в курс дела, порученного мне и только мне. Хотя и сознавал, что такой опытный человек мог бы оказать неоценимую помощь в моих поисках. Старик назвал меня Гринхорном. Я молча проглотил это прозвище. Сэм Хокинс так часто употреблял его, что я к нему привык и перестал обижаться. К тому же по натуре я не хвастун и умолчал, что уже побывал в переделках на Диком Западе. Я положил локти на стол, подпёр ладонями голову и в раздумье смотрел перед собой. Вдруг открылась дверь и в пивную вошёл Гибсон собственной персоной. Он остановился у входа и окинул взглядом посетителей. Я тотчас же повернулся к двери спиной, чтобы он меня не узнал. В моей голове мгновенно созрел план. Такую жару в пивных яблоку негде упасть. Здесь тоже не было ни одного свободного места, кроме того, которое только что покинул Олд Дэд. И Гибсон, если он действительно зашёл и свяжится кружкой пива, неизбежно должен подойти к моему столу. Я уже предвкушал, какое потрясающее впечатление я произведу на негодяя. Но мгновения шли, а он почему-то не появлялся. Снова хлопнула дверь. Я взглянул через плечо, Гибсона уже не было. Видимо, он узнал меня. Только успел заметить, что он быстрым шагом удаляется по улице. Я схватил шляпу, пошвырнул на стойку деньги за пиво и стремглав выскочил вон. Гибсон ушёл направо, где толпа была гуще, явно рассчитывая затеряться в глюдском потоке. Он оглянулся и, завидев меня, прибавил шагу. Толкаясь и извиняясь, я продрался через человеческий муравейник и увидел его спину в узенькой боковой улочке. Метнувшись за ним, я увидел, что Гибсон заворачивает за угол. Он ещё раз оглянулся, снял шляпу и приветственно помахал мне, что, признаюсь, ужасно меня задело. Я помчался за ним под градом насмешек, которыми меня осыпали зеваки. Полицейского нигде не было видно, а обращаться за помощью к кому-то из прохожих было бессмысленной затеей. Никто не встал бы на мою сторону. Добежав до угла улочки, я оказался на небольшой площади. Слева и справа в тесном ряду стояли маленькие домики, а напротив них утопали в садах великолепные виллы. Здесь тоже было довольно многолюдно, но Гибсон и след простыл. Он как сквозь землю провалился. На углу рядом с входом в парикмахерскую стоял негр, как мне показалось, из тех, что готовы весь день пялиться на прохожих. Наверняка он стоял там с утра и, безусловно, должен был обратить внимание на Гибсона. Я подошёл к нему, вежливо приподнял шляпу и спросил, не заметил ли он джентльмена, выбегающего из улочки. В ответ негр оскалил в улыбке жёлтые зубы и сказал, тыча пальцем в сторону одну из вилл. «О да, сэр, я видел его. Он бежал быстро-быстро, прямиком вон туда». Поблагодарив его, я поспешил к указанному дому. Сад окружала чугунная ограда. Массивные ворота были наглухо закрыты. Минут пять я дёргал ручку звонка, пока, наконец, негр-слуга не вышел ко мне. Я сказал, что у меня дело к его хозяину и попытался войти, но он захлопнул дверь у меня перед носом. «Я должен сначала спросить у господина, если господин разрешит, я открывать дверь». Он ушёл. Десять битых минут я, как на углях, простоял под дверью. И вот чернокожий вернулся с ответом. «Нельзя впускать, господин не разрешает. Сегодня двери на замке, и никто не входить. Вам лучше уйти по-добру, потому что если вы прыгать через ограду, мой господин стрелять в вас из револьвера, чтобы охранять свою собственность». Обескураженный таким приёмом, я не нашёл, что ответить. Попытка ворваться в дом могла кончиться для меня плачевно. Когда дело касается собственности, с американцами шутки плохи. Мне оставалось только обратиться в полицию. Когда я весь кипя от негодования, шагал через площадь, ко мне подбежал мальчишка с листком бумаги в руке. «Сэр», — обратился он ко мне, «подождите, вы дадите мне десять центов за эту записку». «От кого она?» «От джентльмена, который вышел в ООН из того дома», — ответил он, указывая не на виллу, которую я безуспешно пытался взять с наскоку, а в противоположном направлении. Джентльмен написал записку и велел передать её вам, «Но вы сначала дайте мне десять центов». Я вручил требуемую монету и получил записку. Мальчишка сразу же убежал, а я на странице, вырванной из записной книжки, прочитал следующее. «Уважаемый, не знаю, правда, кем мистер, неужели вы из-за меня приперлись из Нью-Йорка в Новый Орлеан? Неужели вы решили преследовать меня? Вам вздумалось потягаться со мной в ловкости? И не надейтесь, вы меня никогда не поймаете. Тот, кто начисто лишён серого вещества, не должен браться за подобные дела. Возвращайтесь в Нью-Йорк и передайте от меня привет мистеру Оллерту. Уж я постараюсь, чтобы он помнил обо мне. Полагаю, и вы будете время от времени вспоминать нашу сегодняшнюю встречу, которая, однако, чести вам не прибавила ни на грош. Неуважающий вас Гибсон». Нетрудно представить чувства, обуревавшие меня во время чтения такого послания. Я смял письмо, сунул его в карман и пошёл в освоясь и с бесстрастным видом. Вполне возможно, Гибсон следит за мной из укрытия. И мне не хотелось доставлять ему удовольствие видеть меня в крайнем замешательстве. Тем не менее, я внимательно осмотрел площадь. Гибсона не было видно. Негр, торчавший парикмахерской, тоже куда-то исчез. Равно, как и сорванец, вручивший мне записку. Наверное, ему приказали убраться поскорее. Пока я разговаривал с чернокожим слугой и пытался проникнуть в виллу, Гибсон успел сочинить письмо из нескольких фраз. Негр обвёл меня вокруг пальца, а Гибсон к тому же выставил на посмешище. Потому что у мальчишки было такое выражение лица, словно он знал, что меня водят за нос. И излишне говорить, что я был вне себя от злости. Я остался в дураках. Поэтому я решил во время следующего визита в полицию умолчать о том, что видел Гибсона. На всякий случай я побродил по близлежащим улицам, но безуспешно, ибо Гибсон, как легко было догадаться, уже покинул опасный для него квартал. Можно было не сомневаться, что он при первой же возможности уедет из Нового Орлеана. Такая мысль родилась в моей начисто лишённой серого вещества голове. И я поспешил в порт, где у причала стояли пароходы, отправляющиеся в плавание. Мне помогали двое полицейских, переодетых в гражданское платье. Но поиски были напрасны. Я всё ещё злился, и досада на то, что меня одурачили как мальчишку, не оставляла меня. До позднего вечера я бродил по улицам, заглядывая во все кабачки и рестораны. Наконец, падая с ног от усталости, я вернулся в пансион, где накануне снял комнату, и завалился спать. Во сне я увидел дом для умалишённых. Сотни сумасшедших, возомнивших себя поэтами, протягивали мне пухлые рукописи, разумеется, исключительно драмы с безумными поэтами в главной роли. Я вынужден был читать и читать, так как Гибсон стоял рядом с револьвером в руке и, целясь мне в голову, угрожал неминуемой смертью, если я прерву чтение хоть на минуту. Пот струился у меня по лбу, я достал из кармана носовой платок и на секунду оторвался от шедевров. В тот же миг Гибсон нажал курок. Звук выстрела разбудил меня. Я метался на постели, борясь с Гибсоном, пытаясь вырвать у него револьвер и с маленькой тумбочки, стоящей в изголовье, сбросил на пол ночник. Грохот был настоящий, а на утро мне пришлось заплатить хозяину 8 долларов за нанесенный ущерб. Одевшись, я отправился на живописное озеро Понт Чартрейн. Искупался, а затем опять принялся за поиски. Заглянул также и в пивную, где днем раньше познакомился с Олдетом. Я зашел туда без всякой надежды напасть хоть на какой-нибудь след. Жара спала и посетителей было значительно меньше, чем накануне. Тогда невозможно было получить без боя газету, а сейчас несколько номеров лежало на свободных столиках. Взяв в руки одну из газет и не собираясь читать ее внимательно, от корки до корки, раскрыл наугад на первой попавшейся странице. Там было напечатано стихотворение. Обычно, просматривая газеты, я оставлял стихи на потом, или же вообще не обращал на них внимания. Название попавшегося мне на глаза произведения напоминало заглавие «Криминальные истории. Жуткая ночь». Я уже собирался было перевернуть страницу, когда заметил инициалы автора. У. О. Неужели это Уильям Олерт? Мысли о нем не оставляли меня ни на минуту, и поэтому знакомое сочетание букв заставило меня задуматься. Олерт-младший считал себя поэтом, и вполне мог воспользоваться пребыванием в Новом Орлеане, чтобы напечатать свои вирши. А раз стихотворение появилось в газете, значит, автор неплохо заплатил за это. Если мои догадки подтвердятся, у меня в руках появится пусть тоненькая, но все же ниточка. Я с внутренней дрожью прочел. «Жуткая ночь». Знакомо ли тебе, как среди ночи льет черный дождь и свищет ветер? Зловещий в небе гром хохочет, и ни одна звезда не светит. Напрасно страхами себя не мучай. Настанет утро и разгонит тучи. Знакомо ли тебе, как среди ночи повеет вдруг могильной стужей? Тревожные видения смерть пророчат, и цепкий страх навеки стиснет душу. Знакомо ли тебе, как среди ночи душа кипит от жажды воли? Но яд обмана сердце точит, и сердце корчится от боли. Ужасна эта ночь, она забвением манит, и солнце для тебя уже не встанет. Вынужден признать, что содержание стихотворения глубоко взволновало меня. Я не знаток поэзии, и не мне судить, представляло ли оно какую-нибудь литературную ценность, но в нем, безусловно, звучал крик ужаса талантливого человека, ставшего жертвой безумия, с которым он явно безнадежно пытался бороться. Необходимо было спешить. Ни секунды не сомневаясь, что автором стихотворения был именно Уильям Олерт, я бросился листать справочник. Нашел в нем адрес издателя и отправился к нему с визитом. Как выяснилось, я был прав. Никий Уильям Олерт накануне лично принес в редакцию стихотворение и попросил поскорее напечатать его. Так как редактор не проявил должного восторга от столь блестящей перспективы, поэт вручил ему 10 долларов с условием, что стихотворение выйдет в следующем номере газеты. Поэт вел себя вполне пристойно, и только взгляд его странно блуждал, да к тому же он несколько раз подчеркнул, что его стихи написаны кровью. Но такие высокопарные слова и к месту, и не к месту употребляют как талантливые, так и бездарные писатели. Олерт оставил в редакции свой адрес, куда следовало переслать корректуру. Так я узнал, что Олерт-младший остановился в одном из дорогих частных пансионов в новом районе города. Я немедленно поспешил туда, заранее изменив свой внешний вид до неузнаваемости. По дороге я прихватил с собой пару полицейских и попросил встать около входа в пансион. При поднятом настроении и полной уверенности, что уж на этот раз мошенник со своей жертвой не уйдет от меня, я потянул за ручку звонка, над которым висела вывеска с надписью «Пансион для леди и джентльменов высший класс». Привратник открыл дверь и спросил, что мне угодно, на что я в ответ попросил его доложить обо мне хозяйке и передать визитную карточку, на которой, конечно, стояло вымышленное имя. Меня проводили в гостиную, куда скоро вошла элегантно одетая, пышная дама лет 50. Вьющиеся волосы и едва заметный темный оттенок ногтей свидетельствовали о том, что в ее жилах текла негритянская кровь. Она приняла меня весьма учтиво и произвела впечатление воспитанной особы. Я представился редактором газеты, предъявил ей только что приобретенный номер со стихотворением и сказал, что желаю поговорить с автором, так как его стихи получили высокую оценку специалистов, и мне хотелось бы сделать поэту новый заказ. Хозяйка спокойно выслушала, внимательно глядя мне в лицо, а когда я умолк, с жаром произнесла «Значит, этот джентльмен напечатал свое произведение в вашем ежедневнике? Как это прекрасно! А стихи действительно хорошие? Превосходные! Я уже имел честь сообщить вам, что они произвели большое впечатление не только на меня, но и на видных специалистов. Очень интересно. Он показался мне образованным человеком, настоящим джентльменом. К сожалению, он почти ни с кем не разговаривал и не общался. Только раз вышел из пансиона, наверное, именно тогда он и отнес вам свои стихи». «Неужели?» Во время беседы в редакции он намекнул, что несколько раз снимал здесь со счета деньги, а для этого ему было необходимо выходить из дому. «Значит, он выходил в мое отсутствие. А может быть, все дела поручал секретарю». «Разве у него есть секретарь? Он об этом не говорил. Судя по всему, он очень состоятельный человек». «Думаю, да. Платил он не скупясь и заказывал самые изысканные блюда. Все его финансовые дела вел секретарь Клинтон». «Клинтон? Ах, если секретаря зовут Клинтон, то, несомненно, именно его я встретил в клубе. Он из Нью-Йорка, по крайней мере, оттуда прибыл. Я встречался с ним. Постойте, когда же это было?» «Да только вчера, около полудня». «Вполне возможно», — заметила она. «Он и в самом деле выходил из дома в это время». «Вы не поверите», — продолжал я. «Мы так понравились друг другу, что он даже подарил мне свою фотографию. Но я при себе фотографии не ношу и пообещал ему, что свою передам сегодня. Так мы условились встретиться. Вот его фотография». Я протянул хозяйке снимок Гибсона, который всегда был при мне. «Да, это секретарь мистера Уоллерта», — сказала она, бросив беглый взгляд на фотографию. «К сожалению, вы не скоро увидитесь. А мистер Уоллерт, увы, не передаст вам никакого стихотворения. Они оба уехали». У меня упало сердце. Но я быстро взял себя в руки и непритворно подосадовал. «Ах, какая жалость! Наверное, им пришлось внезапно изменить все планы и уехать». «Действительно, вы правы. Это невероятно трогательная история. Правда, мистер Уоллерт об этом не говорил, но ведь никто не станет нарочно бередить свои раны. А вот его секретарь поведал мне тайну с условием, что я буду её хранить и никому не расскажу. Должна вам заметить, что мои постояльцы всегда относятся ко мне с доверием». «Охотно верю вам. Это вполне естественно. Ваши изысканные манеры, ваше поведение располагают к вам безусловно», — нагло заискивал я перед ней. «Ах, что вы, что вы!» Она явно попалась на мою грубую лесть. «Эта история растрогала меня до слёз, и я очень рада, что несчастному юноше удалось вовремя скрыться». «Скрыться? Неужели его преследуют?» «Так оно и есть». «Ах, как это странно. Такой талантливый поэт. И вдруг ему угрожают, его преследуют. Я редактор, а значит, в какой-то степени его собрат по перу. Может быть, мистер Оливер нуждается в защите? Может быть, стоит намекнуть статье? Ах, как жаль, что вам поведали эту необыкновенную историю с непременным условием сохранить тайну». Щёки дамы зарделись. Она достала из кармана платок, правда, не очень свежий на вид, чтобы в любой момент иметь его под рукой, и сказала. «Что касается тайны, сэр, считаю, что не обязана больше молчать, раз эти господа уже покинули мой дом. Я была бы только рада, если бы вы смогли помочь молодому человеку». «Я сделаю всё от меня зависящее. Однако, прежде чем что-то предпринять, я должен знать, в чём, собственно, дело». «Вы узнаете всё. Сердце приказывает мне открыться вам. Всему виной любовь, беззаветная и несчастная». «Так я и думал. Несчастная любовь — это муки, разбивающие сердце в дребезги», — высокопарно воскликнул я, хотя любви знал только понаслышке. «Ваши слова ещё больше расположили меня к вам. Вам уже пришлось страдать от любви». «Пока ещё нет», — сознался я, чтобы не слишком завираться. «В таком случае вы счастливый человек. А я, увы, натерпелась больше, чем одно человеческое сердце способно вынести. Моя мать была мулаткой. Я обручилась с белым юношей, сыном плантатора. Наше счастье рухнуло, как карточный домик, потому что отец жениха не пожелал принять в семью цветную девушку. Поэтому я очень сочувствую молодому человеку, которому готована такая же жестокая судьба». «Он влюблён в мулатку?» «Да. И его отец тоже решительно против брака. Коварством он добился от молодой леди расписки о том, что она отказывается от счастья и никогда не соединится с любимым». «Какой бессердечный отец», — возмутился я с хорошо разыгранным возмущением, чем опять завоевал одобрительный взгляд женщины. Хозяйка пансиона приняла росказни Гипсона за чистую монету и растрогалась до глубины души. Наверняка она рассказала ему историю собственной любви, а он сразу же сочинил сказку, при помощи которой ему удалось добиться её сочувствия и благовидно объяснить необходимость так поспешно покинуть её гостеприимный дом. Для меня же было очень важно узнать, что Гипсон теперь скрывается под именем Клинтон». «Да, именно бессердечный», — искренне согласилась она с моим не очень искренним мнением. «Однако Уильям остался верен любимой, привёз её сюда, и поместил в одном из пансионов поблизости». «Тогда я не понимаю, что его принудило покинуть Новый Орлеан?» «Его стали преследовать». «Значит, отец приказал выследить его?» «Да, он послал сыщика, негодяя, который со злосчастной распиской в руках преследует Уильяма и гоняется за ним по пятам из города в город». «В глубине души я потешался над простодушной женщиной, которая столь сердечно беседовала с негодяем». «Это полицейская ищейка, он должен поймать Уильяма и припроводить в Нью-Йорк». «Секретарь мистера Оллерта описал вам внешность негодяя?» — спросил я, надеясь получить кое-какие сведения о себе самом. «Да, и очень подробно. Вполне возможно, что он разыщет квартиру Уильяма и навестит меня, но я устрою ему достойный приём. Я уже обдумала каждое слово, и от меня он не узнает, куда уехал бедный юноша. Я направлю сыщика по ложному следу, в противоположном направлении». Хозяйка перечислила приметы сыщика и даже назвала его, то есть моё, имя. Описание было верное, хотя и не очень лестное. «Я жду его с минуты на минуту», — продолжала она. «Когда мне доложили о вас, я была убеждена, что это он. К счастью, я ошиблась. Вы не способны преследовать влюблённых, разрушать их сладкое блаженство, не можете поступать так низко. По вашим добрым глазам я вижу, что вы непременно поместите в своей газете статью, в которой возьмёте под защиту несчастных и заклеймите позором их преследователя». «Я готов это сделать, но мне необходимо знать, где сейчас находится Уильям Олерт. Прежде всего, я должен написать ему письмо. Вы, вероятно, знаете его место пребывания?» «Я действительно знаю, куда он отправился. Однако не уверена, что ваше письмо застанет его там. Полицейского я бы послала на север, но вам скажу правду. Мистер Олерт уехал на юг, в Техас. Он собирается в Мексику и искал пароход до Веракруса. Но сейчас ни одно судно не идёт туда, и ему пришлось сесть на дельфин, отплывающий в Кентау». «Вам это точно известно?» «Конечно. Мистер Олерт так спешил, до отъезда оставалось так мало времени, что они еле успели собраться. Им помогал мой дворецкий, который проводил мистера Олерта и его секретаря на пароход. Поговорил с матросами и узнал, что дельфин идёт только до Кентаны с заходом в Гальвистон. Они действительно уплыли на дельфине. Дворецкий ждал в порту, пока судно не отошло от причала. «А невеста мистера Олерта была с ним?» «Естественно. Хотя мой дворецкий и не видел молодую леди, потому что она сразу же ушла к себе в каюту, чтобы избежать чужих взглядов. Он и не спрашивал о ней. Мои слуги приучены вести себя тактично и деликатно. Само собой разумеется, Уильям не бросил на произвол судьбы свою невесту. Я в какой-то степени даже рада, что их недоброжелатель навестит меня, потому что это будет замечательное в своём роде событие. Сначала я попробую смягчить его сердце и склонить на сторону влюблённых. А если не удастся, брошу ему в лицо резкие слова и поведу разговор в таком презрительном тоне, что он сгорит на месте от стыда. Добрая женщина и в самом деле пришла в волнение от сопереживания несуществующим любовникам. Она встала со стула, сжала маленькие пухлые кулачки и, протянув руки к двери, с чувством произнесла «Приди же, посланник ада, я уничтожу тебя одним взглядом и разорву в порошок словами презрения». Я узнал всё, что хотел и мог бы беспрепятственно уйти. Кто-то другой, скорее всего, именно так бы и поступил, оставив женщину в заблуждении. Но я решил открыться ей, чтобы она в будущем поостереглась принимать отпетого мошенника за порядочного человека. У меня не было страха, что своей откровенностью я могу навредить себе же. И поэтому сказал. Думаю, вам не представится возможность наказать негодяя-сыщика. Но почему? Да потому что он поведёт разговор совсем иначе, чем вы ожидаете. И вам не удастся направить его по ложному следу на север, потому что он поедет прямиком в Кентау. Но он не знает их местонахождение. Вы ошибаетесь, вы же сами ему всё рассказали. Я? Быть этого не может. Я бы сразу его узнала. Когда это случилось? Только что. Сэр, я вас не понимаю, — воскликнула она в недоумении. Я помогу вам понять. Вы позволите в вашем присутствии несколько изменить мою внешность. Не ожидая разрешения, я снял накладную бороду и очки. Перепуганная дама отшатнулась от меня. «Боже мой!» — скричала она. «Вы не редактор, вы сыщик, вы подло обманули меня». Я вынужден был пойти на обман, так как знал заранее, что вас ввели в заблуждение. Любовь к мулатке — сплошная ложь. История с бессердечным отцом и распиской тоже. Мошенник воспользовался вашей доверчивостью и посмеялся над вами. «Клинтон вовсе не секретарь Уильяма Оллерта. Его настоящее имя Гибсон. Он опасный мошенник, которого необходимо поймать». Как подкошенная она упала на стул и воскликнула. «Нет, нет, это неправда. Такой милый и обаятельный человек не может быть обманщиком. Я вам не верю». «Вы обязательно поверите, если вы слушаете меня. Разрешите рассказать вам всё в подробностях. Может быть, я смогу вас убедить». После того, как я поведал ей всю историю и предысторию, доброжелательность к хозяйке, к такому милому и обаятельному человеку, уступила место бурному негодованию. Она убедилась, что её самым наглым образом отвели вокруг пальца, и теперь радовалась, что я тоже провёл её с переодеванием. «Если бы вы этого не сделали», — хвалила на меня. «Вы никогда бы не узнали правду и последовали бы на север, в Небраску или Дакоту. А Гибсона Клинтона, или как там его ещё зовут, надо как следует наказать за его тёмные делишки. Надеюсь, вы незамедлительно пуститесь в погоню. А когда вы его поймаете, обязательно навестите меня, чтобы я могла высказать ему прямо в глаза, как я его презираю». Боюсь, что сделать это будет не так-то просто. В Техасе нелегко отыскать человека, и ещё труднее доставить его в Нью-Йорк. Я буду счастлив, если мне удастся вырвать Уильяма Оллерта из рук негодяя и спасти хотя бы часть денег, снятым им со счетов в банках. Мы расстались с друзьями. Полицейским, ожидающим меня у входа в пансион, я заявил, что благополучно уладил дело, дал им хорошие чаевые и отослал участок. Теперь следовало поскорее попасть в Кентаву, и я бросился наводить справки об отплывающих в том направлении пароходах. Но мне чертовски не везло. Правда, было судно, отправляющееся в Тампика, но без захода в какой-либо другой порт. После долгих расспросов я всё же нашёл быстроходный клипер, идущий с грузом в Гальвестон, и отправился в рейс в тот же день после полудня. Надеясь пересесть в Гальвестоне на другое судно, следующее в Кентау, я поспешил закончить все дела и пустился в путь. К сожалению, я просчитался. Из Гальвестона уходил только один пароход, к тому же не на Кентау, а в Матагорду, устье Колорадо. Меня заверили, что оттуда я без труда доберусь до Кентау. Я послушался совета и, как потом выяснилось, поступил правильно. Внимание вашингтонского правительства привлекали тогда события на юге и в Мексике, где всё ещё продолжались кровавые бои между войсками республики и империи. Бенито Хуарес стал президентом Мексиканской Республики. Правительство Соединённых Штатов его признало и помогло ему в борьбе с Максимилианом. Штаты оказали давление на Наполеона Третьего и добились обещания вывести французские войска из Мексики. А когда Пруссия одержала победу над Австрией, император Франции был вынужден сдержать слово, данное правительству США. И с того момента судьба Максимилиана была предрешена. В начале американской гражданской войны Техас встал на сторону штатов, препятствовавших отмене рабства. Разгром армии рабовладельцев не принёс спокойствия. Жители Юга, озлобленные против победившего Севера, воспринимали в штыки политику правительства. Но среди населения Техаса были сильные и республиканские настроения. Индейский герой Хуарес, не побоявшийся противостоять Наполеону Третьему и вступить в вооружённую борьбу с представителями сильнейшей европейской династии Габсбургов, пользовался популярностью среди свободолюбивых жителей прерий. Однако ему помогало Вашингтонское правительство. А это, в свою очередь, вызывало неприязнь южан и способствовало возникновению тайных заговоров против Хуареса. Таким образом, среди населения Техаса произошёл глубокий раскол. Одни открыто встали на сторону Хуареса, другие выступили против него. Но не столько по соображениям политическим, сколько из чувства противоречия. Что угодно и как угодно, лишь бы наперекор Вашингтону. Техас волновался и бурлил, что весьма и весьма затрудняло продвижение по южной территории. Так обстояли дела в Техасе, когда я вместо Кентаны увидел унылый плоский остров, отделявший залив Матагорда от Мексиканского залива. Миновав Паса Кабалью, мы вынуждены были сразу бросить якорь, так как залив в этом месте настолько неглубокий, что пароходы садятся на мель. Не теряя времени, я отправился в Матагорду, чтобы узнать, как быстро я смогу попасть в Кентану. И с огорчением услышал, что первое судно отплывает только через два дня. И так я застрял в Матагорде. Злой на себя и на весь мир, потому что Гибсон опережал меня на четыре дня и мог скрыться бесследно. И только мысль о том, что я сделал всё, что было в моих силах, служила мне хоть и слабым, но всё же утешением. Ждать да догонять хуже нет, но что оставалось делать? Я нашёл сносное жильё и приказал доставить туда с клипера мои вещи. В те времена Матагорда была гораздо меньшим городом, чем теперь. Порт, расположенный в восточной части залива, и сегодня уступает по значению Галвистону. Как и везде в Техасе, в тех краях, вдоль побережья тянется низменность. Хоть и не топкая, и не болотистая, но с очень влажным и нездоровым климатом. В таких местах ничего не стоит подхватить лихорадку. Поэтому перспектива торчать там два дня без дела меня отнюдь не радовала. Мою гостиницу можно было сравнить с европейским заезжим двором низшего разряда. Комната напоминала теснотой каюту, а кровать была так коротка, что когда я вытягивал ноги, голова упиралась в спинку. А когда устраивал поудобнее голову, приходилось поджимать ноги. Я разложил вещи и решил выйти прогуляться по городу. В коридоре между моими апартаментами и лестницей я заметил вторую комнату, дверь в которую была открыта. Проходя мимо, я бросил туда взгляд и увидел на полу у стены седло, а над ним висевшую на гвозде конскую сбрую. В углу, рядом с окном, стояло длинное ружье из Кентукки. Мне тут же вспомнился Олд Дэд, хотя все эти предметы могли принадлежать кому угодно. Поворачивая за угол гостиницы, я неожиданно столкнулся с идущим мне навстречу человеком. — Черт побери! — рявкнул тот. — Если уж вы мчитесь, очертя голову, придерживайте вожжи на поворотах. — Если уж я мчусь, очертя голову, то верно, улитка вам покажет с пароходом с Миссисипи, — ответил я с улыбкой. Незнакомец отшатнулся, смотрелся в меня и воскликнул. — Ба, да это же Гринхорн, скрывающий, что он сыщик. Что вы потеряли и теперь ищете в Техасе, к тому же в Матогорде? — Уж, конечно, не вас, мистер Олд Дэд. — Охотно верю. Мне кажется, вы принадлежите к тем людям, что никак не могут найти то, что ищут. Зато путаются под ногами у тех, до кого им дела нет. Наверняка вы проголодались и не прочь закусить и освежиться. — Пойдемте причалим к столику в какой-нибудь пивной и выпьем по кружечке доброго пива. Как ни странно, даже в этой дыре нет недостатка этого благотворного напитка. — Где вы остановились? — У дядюшки Сэма. — Прекрасно. И я поставил свой виг вам там же. — В комнате на втором этаже? Там, где лежит конская сбруя и ружье? — Да. Я не в силах расстаться со сбруей. До того она мне нравится. Лошадь всегда можно раздобыть, а вот сносное седло встречается не так часто. Пойдемте, сэр. Я только что вышел из кабачка, в котором еще осталось свежее холодное пиво. В июльскую жару даже боги не пьют ничего вкуснее. Я готов осушить еще несколько кружечек. Он привел меня в заведение, где подавалось дорогое бутылочное пиво. Мы были единственными посетителями. Я предложил Олд Дэту сигару, но он отказался. Достал из кармана плитку жевательного табаку, отрезал от нее добрый кусок, которого с избытком хватило бы на несколько матросов. Сунул в рот, пристроил за щекой и сказал. — Вот теперь я готов выслушать вас. Каким ветром вас занесло в Матагорду вслед за мной? Неужто попутным? — Нет, скорее встречным. — Значит, вы не собирались ехать сюда? — Я хотел попасть в Кентану, но туда не шло ни одно судно, и я понадеялся, что отсюда быстрее доберусь до цели. К сожалению, и здесь придется ждать два дня. — Смиритесь, сэр. Наберитесь терпения, ждите и относитесь спокойно к тому, что счастье вам не сопутствует. — Хорошо же вы меня утешили. И вы ждете благодарности? — Благодарность излишняя, — рассмеялся Олд Дэт. — Советы я даю бесплатно. — Впрочем, мне тоже не везет. Я застрял здесь из-за собственной мнительности. Мне надо было добраться до Остина, а затем несколько дальше вниз по течению Рио-Гранде-Дель-Норте. Лучшее время года для такого путешествия. Прошли дожди, значит, в Колорадо вода поднялась, и любая плоскодонка довезет вас до Остина. Стоит упустить момент — вода в реке спадет, и туда уже не добраться. Говорят, что судоходство здесь очень затруднено. Собственно, здесь нет мели или порогов. Судоходству мешают завалы из полузатонувших деревьев. Течение нагромоздило их плотиной примерно в восьми мелях отсюда. Из-за этого река разделяется на несколько рукавов. Высший фарватер свободен до Остина. И даже дальше. Это место лучше обойти пешком и за ним сесть на пароход. Я так и собирался поступить, но уж больно мне понравилось здешнее пиво. Я лакомился им целый день и долакомился до того, что когда пришел к причалу, пароход уже отошел. Мне пришлось тащить седло обратно в город, и теперь я жду следующее судно, которое отплывает завтра утром. Значит, мы товарищи по несчастью. Утешьтесь тем же, чем вы утешали меня. Счастье вам не сопутствует. Ничего страшного. Я никого не выслеживаю, и мне совершенно наплевать, прибуду я в Остин сегодня, завтра или через неделю. Но меня до чертиков разозлило то, что один болван посмеялся надо мной. Он опередил меня и свистел с палубы, когда я, как осел, вынужден был стоять на берегу в обнимку с седлом. Если я когда-нибудь его встречу, задам трепку пуще прежней. Вы подрались с кем-то, сэр? Подрался. Олд Дэд никогда не дерется. Однако на дельфине, я приплыл сюда на этом корыте, был негодяй, который то и дело посмеивался над моей внешностью, и гнусно ухмылялся при встрече со мной. Я спросил его напрямик, что ему так не нравится. И он ответил, что ему не по вкусу мой скелет. Я врезал ему с правой так, что он рухнул на четвереньки. Потом он вскочил, принялся размахивать руками, хватился за револьвер, но вмешался капитан и приказал ему угомониться. Старый шкипер встал на мою сторону и сказал, что тот получил по заслугам. Именно поэтому негодяй хохотал, не помня себя от радости, когда я опоздал на пароход. А вот его спутника мне жаль. Мне показалось, это был настоящий джентльмен. Хотя вид у него был грустный, хмурый, словно не от мира сего. Я навострил уши. Не от мира сего? А вы случайно не слышали, как его зовут? Почему же? Слышал. Капитан обращался к нему, мистер Олерт. Я испытал такое чувство, словно меня ударили по голове дубиной. Вот как. А знаете ли вы имя его товарища? Если память мне не изменяет, его звали Клинтон. Неужели это возможно? Воскликнул я от волнения, вскакивая со стула. Значит, вы плыли с ними на одном судне? Олдед изумленно уставился на меня. Что с вами, сэр? Какая муха вас укусила? Вас интересуют эти люди? И даже очень. Их-то я и ищу. На лице Олдеда появилась дружелюбная гримаса. Наконец-то вы признались, сказал он, что занимаетесь сыском и что преследуете именно этих двоих. Вы действительно Гринхорн? Вы сами сделали все, чтобы упустить удачу. Как так? Да так. Вы не доверились мне в Новом Орлеане. Но я не мог поступить иначе, оправдывался я. Человек волен выбирать и следовать любым путем, ведущим к цели. Если бы вы тогда открылись мне, они бы оба уже были в ваших руках. Я бы сходу опознал их и сообщил вам, где они прячутся. Разве я не прав? Кто мог предвидеть, что вы окажетесь с ними на борту одного судна? К тому же они плыли до Китаны, а не до Матогорды. Они только говорили так, для отвода глаз. А на самом деле и не собирались сходить на берег в Кентани. Обычный трюк. Однако, если вы уже набрались ума-разума и поняли, что мне можно доверять, расскажите все с самого начала. Возможно, я сумею вам помочь. Несомненно, Олд Дэд относился ко мне доброжелательно. Он не собирался насмехаться надо мной, но мне было неловко. Еще вчера я скрытничал и молчал, а теперь условия вынуждали меня обратиться к нему за помощью. Самолюбие приказывало мне упорствовать, разум сдаться. После минутных колебаний я достал обе фотографии и протянул их Олд Дэду. «Прежде чем я начну рассказ, посмотрите внимательно на этих людей. Вы видели их?» «Да, это они», — подтвердил он, бросив взгляд на снимки. «Ошибки быть не может». И тогда я без утайки поведал ему всю историю моей погони. Старый Вестман внимательно выслушал меня, а когда я закончил, стряхнул головой и заявил. «Мне все ясно. Все, кроме одного пустяка. Этот Уильям действительно умом тронулся?» «Думаю, что нет. Я, правда, не слишком-то разбираюсь в психических заболеваниях, но здесь, по-моему, мы имеем дело с манией. Уильям, за исключением редких случаев, полностью отвечает за свои действия». «Тем более непонятно, почему он позволяет этому мошеннику вертеть с собой. Гибсон, видно, продувная бестия и очень ловко использует парня. Мы должны узнать, каким образом он добивается, что тот его слушается во всем, как няньку». «А вы уверены, что они отправились в Остин? Может быть, это очередная уловка, чтобы запутать следы, а сами они сойдут где-нибудь по пути?» «Не думаю. Олерт сказал капитану судна, что они плывут в Остин». «А вас не удивляет, что он открыто назвал маршрут путешествия?» «Нисколько. Ведь Олерт, скорее всего, и не догадывается, что его разыскивают. У него в душе сумерки, он полностью поглощен своей идеей. Все остальное – дело рук Гибсона. Парень счел необходимым сказать капитану, куда он плывет, а тот, в свою очередь, сообщил мне. Итак, что вы собираетесь предпринять?» «Немедленно последую за ними». «Наберитесь терпения до завтрашнего дня. Раньше не отплывает ни одно судно». «А когда мы попадем в Остин?» «Уровень воды в реке упал, значит, только послезавтра». «Боже мой, только послезавтра». «По той же причине они тоже прибудут к цели позже, чем рассчитывают. К тому же, нередко случается, что пароход садится на мель, и тогда проходит много времени, прежде чем удается сдвинуть его с места». «Если бы я знал, что на уме у Гибсона и куда он везет Олерта». «Да, трудно сказать. Даже гадать не стоит. Мошенник, конечно, что-то задумал. Денег, снятых со счетов, с лихвой хватит, чтобы обеспечить себе безбедное существование, что мешает Гибсону отнять их силком или выманить хитростью, а Олерта просто бросить за ненадобностью. Но он не делает этого, а значит, у него далеко идущие планы в отношении банкирского сынка. Вы меня заинтриговали этим делом. А так как пока наши пути совпадают, предлагаю вам свои услуги, если, конечно, вы ничего не имеете против». «С благодарностью принимаю вашу помощь, сэр. Я полностью доверяю вам и рад, что вы по-дружески отнеслись ко мне. Надеюсь, ваш опыт пригодится нам». Мы скрепили наш договор рукопожатием и осушили кружки. Я сожалел, что накануне не решился открыться. Мы снова наполнили кружки, но не успели пригубить их, как с улицы донесся шум. Звучали грубые голоса, лаяли собаки. С треском распахнулась дверь, и в пивной ввалились шестеро изрядно подгулявших мужчин. Их вызывающий вид, легкая небрежная одежда и превосходное оружие сразу бросались в глаза. Ружьи за спиной, ножи и револьверы или пистолеты за поясом. А кроме того, у каждого была плетка, и на длинном прочном поводке собака. Это были охотники на людей. Огромные псы известной породы, используемые для охоты на беглых рабов. Вошедшие нагло осмотрели нас с ног до головы, упали на стулья, жалобно заскрепевшие под их тяжестью, взгромоздили ноги на стол и принялись барабанить каблуками по столешнице, что, видимо, на их языке означало приветствие и просьбу подойти к ним и обслужить. «Человек, пиво есть!» рявкнул один из них. Перепуганный насмерть хозяин только кивнул головой и побежал за пивом для своих желанных гостей. А я, вопреки собственной воле, повернулся и посмотрел на Буяна. Я совершенно уверен, что в моем взгляде не было и намека на обиду. Но он, заметив, что я смотрю на него, взъярился. То ли он не любил, когда его рассматривали, то ли искал повода для ссоры. Но на этот раз он рявкнул на меня. «Ты чего уставился?» Не говоря ни слова, я повернулся к нему спиной. «Будьте осторожны», шепотом предостерег меня «Олд Дед». Не стоит их задевать. Эти забияки худшего сорта. Бывшие надсмотрщики за рабами с плантацией. Теперь, когда рабство отменили и их хозяева разорились, они остались без работы, собираются в шайки и живут грабежом. Постарайтесь не обращать на них внимания. Давайте допьем пиво и покинем это гостеприимное заведение. Дебоширу, как видно, трудно было угодить, и он снова заорал, недовольный тем, что мы говорили в полголоса. «Ты чего шепчешься, старый скелет? Или вздумаешь посудачить о нас? То говори громко, а то мы сами тебе пасть раскроем пошире». «Олд Дед» поднес кружку к губам, отхлебнул несколько глотков и ничего не ответил. Тем временем в новой компании подали пиво. И хотя питье на самом деле было отменно, они, сняв пробу, принялись плеваться и вылили на пол содержимое кружек. Их заводила, наоравший на меня и Олд Деда, держа в руках еще полную кружку, закричал. «Стойте! Не на пол! Вон там сидят двое, им по вкусу эти помои! Пейте на здоровье, господа!» С этими словами он выплеснул на нас содержимое своей кружки. Олд Дед молча вытер рукавом забрызганное лицо, а я не сдержался. Все, шляпа, воротник, спина куртки было залито пивом. Почти вся струя попала на меня. Я повернулся к грубияну и раздельно произнес. «Сэр, не вздумайте повторить свою выходку. Шутите с вашими друзьями, нас оставьте в покое». «Что вы говорите? И что же произойдет, если мне взбредет охота снова пошутить?» «Увидите». «Ой, как мне хочется увидеть! Хозяин, еще пиво!» Его собутыльники хохотали и одобрительно шумели, довольные поведением своего предводителя и уже предвкушавшие повторение шутки. «Ради бога, сэр, не задевайте этих разбойников!» предостерегал меня Олд Дед. «Вы боитесь?» спросил я. «Нисколько, но у них дурная привычка сразу хвататься за оружие, а против пули никакая отвага не поможет. И не забывайте, у них собаки». Псы лежали на полу, привязанные к ножкам столов. Я пересел на другой стул, боком к негодяям, чтобы держать их в поле зрения и помешать облить меня. «Да вы только посмотрите!» закричал главарь. «Он собирается защищаться, но я натравлю на него Плутона, если он сделает малейшее движение, и пусть потом не жалуется. Я сам обучил моего пса охотиться на людей». Он отвязал собаку от ножки стола и держал ее на коротком поводке у ноги. Хозяин кабачка еще не принес им пива, у нас было время бросить на стол деньги и уйти по добру-поздорову, но вряд ли бандиты позволили бы нам ускользнуть. Кроме того, во мне закипело отвращение и презрение. Такие храбрецы из породы семеро на одного не боимся, всегда в глубине души отъявленные трусы. Я сунул руку в карман и поставил револьвер на боевой взвод. Зная, что в рукопашной схватке разделаюсь с ними, я не был уверен, что устаю против псов. Правда, когда-то я имел дело с собаками, натасканными на людей, и знал их повадки, но справиться мог только с одной. Вернулся хозяин с полными кружками, поставил их на стол и обратился к неугомонным забиякам с мольбой в голосе. «Джентльмены, я рад, что вы оказали мне честь и посетили мое заведение, но я прошу вас, оставьте в покое этих людей, они такие же, как и вы, мои гости». «Ах ты негодяй!» заорал на него один из бандитов. «Ты вздумал учить нас? Ну погоди, мы быстро охладим твой пыл». Тут же его окатили из двух-трех кружек, и хозяин благоразумно ретировался за стойку. «А теперь твоя очередь, наглец!» крикнул мне мой противник. «Сейчас ты получишь все, что тебе причитается». Удерживая собаку правой рукой, он левой выплеснул в меня кружку. Я ждал этого, скачил со стула и отпрыгнул в сторону, так что пиво на меня не попало. Стиснув кулаки, я уже было бросился на бандита, чтобы наказать его, но он опередил меня. «Плутон, фас!» резко крикнул он, отпуская пса. К счастью, я успел прижаться к стене. Огромное животное одним прыжком преодолело расстояние в пять шагов, а скаленные зубы метили мне в горло. Однако я увернулся, и пёс носом врезался в каменную стену. Удар был настолько силён, что оглушённый Плутон растянулся на полу. Я молниеносно ухватил его за задние лапы, размахнулся и размозжил ему черепа каменную кладку стены. Раздался жуткий рёв. Остальные псы заходились в лае и вылокли за собой на поводках столы. Люди чертыхались и осыпали меня проклятиями и угрозами. Хозяин убитой собаки собирался с духом, чтобы напасть на меня. И среди этого воя прозвучал спокойный голос Олдеда, который поднялся с места и уже навёл на бандитов два револьвера. Остановитесь. Остыньте, мальчики. Передохните. Одно движение или попытка достать оружие, и я стреляю. Вы несколько ошиблись на наш счёт. Меня зовут Олдед. Вы наверняка обо мне слышали. А молодой человек мой друг, и он тоже не робкого десятка. Садитесь и спокойно пейте своё пиво. Руку от кармана, живо, не то получишь пулю в лоб. Предостерёг Олдед одного из бывших надсмотрщиков, который вдруг решил воспользоваться всеобщим замешательством и сунуть руку в карман. Тем временем я тоже выхватил взведённый револьвер, и теперь в нашем распоряжении имелось восемнадцать выстрелов. Мы уложили бы на месте любого из задир, попытавшегося схватиться за оружие. Старый Вестман преобразился. Его обычно согнутая дугой фигура распрямилась, глаза заблестели, а лицо приняло решительное выражение. Обескураженные таким поворотом событий, наглецы вмиг присмирели, и ворча что-то себе под нос, сели за стол. Даже хозяин убитой мной собаки не посмел подойти к убитому животному и страха приблизиться ко мне. Мы всё ещё стояли с револьверами на изготовку, когда открылась дверь и на пороге появился новый посетитель. Это был индейец. На нём была охотничья куртка из белой замши, украшенная красно-индейской вышивкой, и штаны из такой же замши с бахромой из скальпов убитых врагов на швах. На его белом костюме не было ни единого пятнышка. Небольшие для мужчины ступни обтягивали шитые бисером макосины с узором из игл дикообраза. На груди висел мешочек с лекарствами, трубка мира, покрытая искусной резьбой, и тройное ожерелье из когтей серого медведя, самого опасного хищника скалистых гор. Бёдра опоясывало великолепное одеяло, а из-за пояса торчали нож и револьвер. В руке он держал двустволку с деревянной ложей, густо обитой серебряными гвоздиками. Голова индейца не была покрыта, в осине-чёрных волосах, стянутых на макушке узлом, вилась кожа гремучей змеи. И хотя его не украшало ни орлинное перо, положение, сразу становилось ясно, перед вами прославленный воин. У него было красивое мужественное лицо с римским профилем, скулы не выпирали, как у большинства его сородичей, мягко очерченные губы словно припухли, а кожа лица, матовая и светлая, имела лёгкий медный оттенок. Словом, в дверях стоял Винету, верховный вождь Апачий, с которым меня связывали узы братства. Он на мгновение остановился, быстрым оценивающим взглядом тёмных глаз окинул зал и посетителей, а затем вошёл и сел поближе к нам и подальше от бандитов, уставившихся на него. Я собрался было подойти к Винету и сердечно его поприветствовать, как вдруг в голову мне пришла мысль, заставившая меня задуматься, почему вождь не подал виду, что знает меня, хотя не узнать меня он никак не мог. Видимо, у него были на то веские причины, препятствующие проявлению дружеских чувств. И я тоже остался стоять на месте, всем своим видом показывая полное безразличие к индейцу. По его лицу было видно, что он мгновенно разобрался в происходящем и правильно оценил обстановку. Полупрезрительно сощурив глаза, Винету ещё раз посмотрел на наших противников, а когда я и Олд Дэд спрятали револьверы и снова сели к столу, на его губах промелькнула едва заметная одобрительная улыбка. Появление краснокожего произвело на всех такое впечатление, что в зале воцарилась тишина. Хозяин, успокоенный молчанием дебоширов, приоткрыл дверь, высунул голову и, убедившись, что опасность на сей раз миновала, решился пойти в зал. «Будьте любезны, подайте кружку пива», обратился к нему индейц с приятным чистым голосом на правильном английском языке. Вежливость и хорошие манеры Винету подействовали на злодеев, как красная тряпка на быка. Они сгрудились и принялись шептаться. Взгляды, которые они бросали на индейца, не сулили тому ничего хорошего. Винету принесли пиво. Он приподнял кружку, посмотрел на свет, пригубил и остался доволен собой. «Прекрасно!» Похвалил он напиток, причмокивая от удовольствия. «У вас действительно хорошее пиво. Великий маниту белых людей обучил их многим полезным вещам. И пивоварение одна из лучших». «Не могу поверить, что это говорит индейец», полголоса обратился я к Олдетту, продолжая делать вид, что впервые вижу винету. «Тем не менее, это индейец и самый настоящий», так же тихо ответил мне старик с многозначительным нажимом. «Вы его знаете? Наверняка вы с ним встречались раньше. Кто он такой?» «Мне никогда не доводилось видеть его, но по одежде, внешности, возрасту и, главное, двустволке я догадываюсь, кто к нам пожаловал. Пуля, выпущенная из этой винтовки с серебряными гвоздиками, всегда попадает в цель. «Вам повезло, молодой человек, вы имеете честь лицезреть самого известного индейского вождя Северной Америки, Виниту, верховного вождя Апачий и самого смелого воина всех племен. Его имя знают и в дворцах, и в хижинах. О нем рассказывают легенды у каждого костра. Виниту справедлив, умен, честен, беспредельно отважен, держит свое слово, мастерски владеет всеми видами оружия. Он друг и защитник нуждающихся в помощи и известен на всей территории Соединенных Штатов и за их пределами как национальный герой Дикого Запада. Но где же ему удалось так выучить английский и приобрести манеру белого джентльмена? Он много времени проводит на Востоке, а кроме того, рассказывают, что один известный европейский ученый попал в плен к Апачам. Краснокожие, непонятно почему, сохранили ему жизнь, и он решил остаться с ними. Он то и был учителем Виниту. Однако сомневаюсь, что ему удалось привить индейцу человеколюбие, как мы его понимаем, и не исключено, что сам ученый погиб от рук дикарей. Олдед говорил шепотом так тихо, что я с трудом различал его слова, но индейец, сидевший на расстоянии пяти шагов от нас, повернулся к нам лицом и сказал, Олдед заблуждается. Белый ученый добровольно прибыл к Апачим. Где был принят гостеприимно, он стал учителем Виниту и учил его отличать грех от добродетели, а правду от лжи. Ни один волос не упал с его головы от рук Апачий, которые уважали и почитали его, как старшего брата, и никогда он не тосковал по белым собратьям. А когда он умер, на его могиле посадили дубы. Белый учитель попал в вечно зеленые прерии, где избранные живут в мире и с любовью созерцают лик великого Маниту. Когда-нибудь Виниту снова встретится с ним и забудет про ненависть, царствующую на земле. Олдед был невероятно польщен тем, что Виниту узнал его. В лицо старика излучала радость, когда он спросил Краснокожего. «Неужели, сэр, вы знаете меня?» «Я никогда не видел вас раньше, но узнал сразу же, как только вошел. Вы тот самый знаменитый охотник, чье имя знают даже в вас Анимас». Это небольшое селение посреди пустынного плоскогорья Бальсон де Мапими. После этих слов он отвернулся, давая понять, что обмен любезностями закончился. За все время разговора ни одна мышца не дрогнула на его, словно высеченным из камня меднокожим лице. Теперь он сидел погруженный в собственные мысли. Его как будто совершенно не интересовало то, что происходило у него за спиной. Наши противники продолжали шептаться. Утвердительно кивали головами и, кажется, уже пришли к согласию. Они не знали, что за индеец сидит рядом с ними и не удосужились прислушаться к нашему разговору, чтобы определить, кто он такой. Потерпев поражение от нас, они горели желанием отыграться на дикаре и всем своим видом давали ему понять, как они его презирают за красный цвет кожи. Негодяи и трусы, они и представить себе не могли, что мы встанем на сторону индейца, так как согласно тамошним обычаям не следовало вмешиваться, если обида лично вас не касается. Тот самый задир, а с вызывающей ухмылкой подошел к индейцу. Я незаметно достал револьвер из кармана и положил его на колени. «Это ни к чему», шепнул мне Олдед, «Винету один справится с целой бандой таких негодяев». Уперев руки в бедра и широко расставив ноги, разбойник встал перед опачем и произнес, «Что ты потерял в Матагорде, красная шкура? Заруби себе на носу, мы здесь терпеть не можем общество дикарей». Винету неудостоив негодяя даже взглядом поднес кружку к губам. Сделал хороший глоток, прищелкнул языком, одобряя напиток и поставил кружку обратно на стол, словно ничего не слышал. «Ты что, оглох краснокожий?» разъярился бывший надсмотрщик. «Что ты потерял здесь? Ты лазутчик, Хуарис, красная шкура, и все краснокожие шпионят в его пользу, но мы-то стоим за императора Макса и вешаем каждого индейца, чья рожа нам не нравится. Ну-ка, крикни погромче, да так, чтобы на улице услышали, да здравствует император Макс, а не то подвесим тебя на первом дереве». Винету и на этот раз не произнес ни слова в ответ. На его бесстрастном лице не было и тени волнения. «Я к тебе обращаюсь, красная собака, отвечай», заорал в ярости предводитель шайки и схватил Винету за плечо. Индеец ловко увернулся от руки негодяя и вскочил на ноги. «Прочь», воскликнул Антоном нетерпящим возражений. «Койоту не пристало выть в присутствии воина». «Читателю необходимо объяснить, что койот это американский шакал, животное, презираемое индейцами. В глазах краснокожих нет ничего унизительнее и пренебрежительнее, чем сравнение с койотом». «Койот!» зашелся в крике бандит. «Да за такое оскорбление ты заплатишь кровью, немедленно, сейчас же!» Он выхватил револьвер, но тут произошло то, чего бывший надсмотрщик никак не ожидал. Одним ударом индейец выбил у него из рук оружие, схватил за ремень, поднял в воздух и с размаху швырнул в окно. Деревянная рама разлетелась в щепки, осколки стекла усеяли пол в пивную и мостовую, а сам негодяй тяжело шлепнулся на улицу. Конечно, все произошло значительно быстрее, чем я рассказываю. Звон битого стекла, вой псов и бешеный рев банды покрыл звонкий голос виниту. Индеец успел приблизиться к разбойникам и, указывая рукой на окно, спросил, «Кто еще хочет выйти на улицу тем же путем? Пусть скажет». При этом вождь Апачи подошел слишком близко к одной из собак, которая попыталась укусить его, но тот пнул животное и оно с жалобным воем спряталось под стол. Испуганные негодяи попятились назад и в страхе умолкли. Виниту без оружия в руках напоминал дрессировщика диких животных, что в одиночку входит в клетку одним взглядом усмиряя хищников. Вдруг дверь резко распахнулась и на пороге предстал выброшенный в окно головорез. По изрезанному осколками стекла лицу струилась кровь. Он выхватил нож и с бешеным воплем бросился на Виниту. Апач отступил на шаг в сторону, перехватил руку с ножом, обвил соперника руками, приподнял и грохнул об пол с такой силой, что тот потерял сознание и остался лежать без движения. Ни один из шайки не попытался вступиться за него или помочь прийти в себя. Виниту спокойно, словно ничего не произошло, допил пиво, жестом подозвал дрожавшего за стойкой хозяина и положил ему на ладонь маленький желтый камешек, который достал из висевшего на поясе мешочка. «Возьмите это в счет платы за пиво и за разбитое окно, мистер», сказал индейц. «Как видите, дикарь платит долги. Тем более вы должны быть уверены, что и от цивилизованных людей получите все сполна. Они не могут стерпеть в своем обществе красную шкуру, поэтому я, вождь Апачи Виниту, ухожу, но не потому, что боюсь, а потому, что мне действительно не место среди людей, у которых лица светлые, а души темные». Апач взял винтовку и неторопливо покинул кабачок, не взглянув больше ни на кого, даже на меня. Бандиты снова оживились. Их терзало любопытство более сильное, чем гнев, стыд и сочувствие к лежащему без сознания товарищу. Прежде всего они спросили у хозяина, чем расплатился индейец. «Золотым нагитом», ответил тот, показывая самородок величиной с грецкий орех. «Потянет долларов на двенадцать». Краснокожий по-королевски заплатил за прогнившие оконные рамы и побитые стекла. Мне показалось у него полный мешочек нагитов». Раздались негодующие возгласы. Мерзавцев возмутило то, что у индейца было столько золота. Нагит хозяина передавали из рук в руки, оценивая его стоимость. А мы воспользовались относительным и, судя по всему, временным затишьем, расплатились и вышли на улицу. «Ну, какое впечатление произвел на вас апач?» спросил меня Олдед, когда мы беспрепятственно оказались за порогом пивной. «Другого такого индейца не сыщите во всей Америке?» Эти забияки испугались его, как воробьи сокола. Жаль, что больше не придется увидеться с ним. Надо было бы пойти за ним и расспросить, каким ветром его сюда занесло. Что он делает? Остановился в прерии за городом или снял номер в гостинице? Ведь должен же он был где-то оставить свою лошадь. Где же это видано, чтобы апач, тем более сам Винету, путешествовал пешком? Однако и вы, сэр, не робкого десятка и умеете постоять за себя. Я рад за вас. Я чуть было не испугался, потому что задирать таких бандитов все равно, что дергать гремучую змею за хвост. Ну, с собакой вы разделались так, что вас перестанут величать гринхорном. А вот и наше жилье. Войдем? Такой старый охотник, как я, только при крайней необходимости лезет в каменные дома. Мне в них не по себе. Только голубое небо над головой действует на меня умиротворяюще. Давайте погуляем еще немного по Матагорде. Очень милый городок, не правда ли? Надо же нам как-то скоротать время. А может, вы хотите сыграть в карты? Вообще-то я не игрок и в будущем постараюсь не увлечься игрой. И будете совершенно правы, молодой человек. Но здесь играют все. И чем дальше вглубь Мексики, тем больше и азартнее. Там муж играет с женой, а кот с мышью. И часто расплачиваются ударом ножа. Итак, раз вы не играете, пойдемте прогуляемся. А потом перекусим и отправимся на боковую. В этой благословенной стране человек никогда не знает, где и когда ляжет спать вечером. Не сгущайте красок, сэр. А вы не забывайте, что находитесь в Техасе. Здесь еще нет порядка. Вот мы, к примеру, собрались плыть в Остин, но один бог знает, попадем ли мы туда. Мексиканская война затронула территории по ту сторону Рио-Гранде. Поэтому, когда будем гоняться за Гибсоном, придется считаться не только с его действиями, но и с обстановкой. А если Гибсону вздумалось прервать путешествие в Остин и сойти на берег где-нибудь в другом месте, мы должны будем сделать то же самое. Но как мы узнаем, что он сошел на берег? Будем расспрашивать. Это по Миссисипи сюда несутся на всех парах. Здесь же, по Колорадо, идут не спеша и в каждом городке у нас будет по крайней мере полчаса на расспросы. Кроме того, мы должны быть готовы сойти на берег даже там, где нет ни города, ни гостиницы, в которой можно переночевать. В таком случае, что же будет с моим сундуком? Олдед рассмеялся. С вашим сундуком? Да кто же в наши времена таскает с собой сундук? Сундук это пережиток, молодой человек. Если бы я захотел взять с собой все, что может пригодиться в путешествии, недалеко бы я уехал. Возьмите только то, без чего совершенно невозможно обойтись, а остальное приобретайте в пути по мере надобности. Простите старику любопытство, что же такое важное вы возите с собой в сундуке? Одежду, белье, туалетные принадлежности. Все это прекрасные вещи, но они продаются в любой лавочке, а там, где их нет, можно обойтись и без них. Рубаху носят, покуда она не распадается на клочки от ветхости, и только потом приобретают новую. Туалетные принадлежности? Не в обиду будь сказано, сэр, но всякие там щетки для волос, ножницы для ногтей, помады для усов и тому подобная чепуха, унижают мужчину. А вся там бутафория, с помощью которой вы меняли свою внешность, здесь вам не пригодится. В Техасе нет необходимости скрывать лицо под накладной бородой. Вся эта романтика не приведет вас к цели. Здесь надо действовать осмотрительно и серьезно. Он остановился, осмотрел меня с ног до головы, рассмеялся и продолжил. Вы сейчас одеты так, что не стыдно войти в гостиную знатной дамы и в ложу театра. Но Техас не гостиная и не ложу театра. И не надо быть семипядей во лбу, чтобы предвидеть, что ваш прекрасный сюртук скоро превратится в рванье, а модный цилиндр в гармошку. Вы знаете, куда подался Гибсон? В Техасе он не останется. Если он хочет уйти от погони, ему надо покинуть пределы Соединенных Штатов. А тот факт, что Гибсон избрал путь через Техас, дает нам основания предполагать, что он собирается в Мексику, где идут военные действия, и где в суматохе легко затеряться, откуда его никто и никакая полиция не сможет доставить в Нью-Йорк. Вероятно, вы правы. Однако я думаю, собираясь он в Мексику, ему проще было бы неудили его так спешно покинуть Новый Орлеан, что он сел на первый попавшийся пароход. Кроме того, все мексиканские порты в руках французов, которых он, как я полагаю, тоже не жаждет видеть. У него нет выбора, ему остается дорога по суше, а так как он очень осторожен, то постарается обойти город стороной. Вполне возможно, он минует Остин и сойдет где-нибудь по пути. Криогранде ему безлюдные места, и вы собираетесь последовать за ним в цилиндре, сюртуке и сундуком? Не смешите меня. В глубине души я признавал правоту Олдета, но мне вздумалось пошутить над стариком, поэтому я с притворным отчаянием посмотрел на мой еще совсем новый костюм. Олдет принял все за чистую монету, дружески похлопал меня по плечу и принялся утешать. Не расстраивайтесь, сыр, ваша прекрасная одежда совершенно не годится для здешних мест. Расстаньтесь с ней без сожаления, сходите к торговцу, продайте свой ненужный хлам, а на вырученные деньги купите добротную трапперскую обновку. Надеюсь, ваши хозяева не поскупились и отвалили вам солидную сумму на дорожные расходы. Он был прав. Значит, все в порядке, подытожил Олдет. Снимите эти одеяния, они не подходят тому, кто ездит верхом и стреляет. Кстати, лошади вам тоже понадобится, но покупать их здесь не стоит, они тут плохие и очень дорогие, а подальше, в прерии, любой фермер продаст вам задешево хорошую лошадку, а вот седло надо купить здесь. Боже мой, вы и мне прикажете бегать с седлом на спине? Почему бы и нет? Вы стыдитесь показаться в таком виде на людях? Да кому какое дело, если я ношу седло на спине, значит мне так нравится, а захочу, куплю диван и буду таскать его по прерии и заставлю раскаяться каждого, кто осмелится ухмыльнуться. Стыдно должно быть тогда, когда тебя оставляют в дураках или ты сам совершаешь грех. Представьте себе, что Гибсон с Уильямом Олертом сошли на берег, не добравшись до Остина, купили лошадей и отправились дальше верхом. В таком случае хорошее седло просто необходимо. Вы вольны поступить как вам угодно, но если желаете ехать со мной, послушайтесь моего совета, только решайте поскорее, у вас нет времени на долгие раздумья. Не дожидаясь моего согласия, он ухватил меня за плечо, развернул и указал на вывеску, где оршинными буквами было выведено «Товары на любой вкус». Олдед бесцеремонно потянул меня к двери, толкнул внутрь, да так, что я налетел на бочку с селедки и сам чинно проследовал за мной. Вывеска не обманула, там было все необходимое в здешних условиях, включая ружье и конскую сбрую. То, что затем произошло, было своего рода хорошо разыгранным представлением. Я изображал ученика, которого привел наставник и которому разрешено лишь робко намекнуть о своем желании. Получит же он только то, что выберет его опытный товарищ. Олдед сразу же заявил хозяину, что тот должен принять мою одежду и содержимое моего сундука в обмен на отобранные нами товары. Тарковец согласился и послал за моим сундуком. Затем оценил мои вещи, а Олдед тем временем экипировал меня на свой вкус. Я стал обладателем черных кожаных штанов, пары высоких сапог, красной шерстяной рубахи, жилетки того же цвета с множеством карманов, черного шерстяного шарфа, охотничьей куртки из некрашенной оленей кожи, кожаного пояса шириной в две ладони, мешочка для пуль, кесеты из пузыря, трубки, компаса. Кроме того, я получил сомбреро, портянки вместо носков, серапе, шерстяную накидку с отверстием для головы, ласса, рог для пороха, огниво, нож, стирали ружье. Сторонник старых и испытанных образцов, Олдед отвергал все новое и, наконец, остановил свой выбор на видавшем виды бескруковом игольчатом ружье, на которое я бы и не обратил внимания. Он рассматривал его с видом знатока, зарядил, вышел на улицу и выстрелил в конек далекой крыши. Пуля попала в цель. «Отлично!» удовлетворенно произнес старик. «Это хлопушка по мне. Она была в хороших руках и стоит больше всей новомодной артиллерии вместе взятой. Ее сработал хороший оружейник, и она еще не раз подтвердит его мастерство. Да, чуть было не забыл. Нам нужна форма для пуль. Здесь же купим и свинец. А дома отольем добрый запас пуль, чтобы хватило напугать всю Мексику». Взяв для ровного счета еще несколько мелочей, вроде носовых платков, совершенно бесполезных по мнению Олдеда, я прошел в заднюю комнату переодеться. Когда я вернулся в обнове, старик осмотрел меня и одобрительно крякнул. Где-то в глубине души я надеялся, что он возьмет мое седло, но не тут-то было. Он взвалил мне на спину узел со всем купленным добром и вытолкнул за дверь. «Итак», произнес он с улыбкой, «посмотрим, следует ли нам стыдиться. Любой разумный человек примет вас за джентльмена, а мнение дураков нас не интересует». Теперь я ничем не отличался от Олдета и терпеливо тащил свою поклажу в гостиницу, а он вышагивал рядом, потешаясь надо мной. В гостинице старик улегся спать, а я пошел искать винету. Я все еще находился под впечатлением встречи в кабачке, где я с трудом сдержался, чтобы не броситься к нему с объятиями и приветствиями. Я не знал, что привело его Мотогорду и что он здесь искал, почему он сделал вид, будто мы незнакомы. Наверняка у него были очень веские причины, чтобы поступить именно так. Мне очень хотелось поговорить с ним. И он, безусловно, желал того же. Поэтому я надеялся отыскать его где-нибудь поблизости. Он должен был проследить за нами и видеть, что мы вернулись на постоялый двор. Значит, его следовало искать неподалеку от нашего пристанища. Я обошел дом с задней стороны и действительно увидел винету, стоящего в сотне шагов от одинокого дерева. Заметив меня, он покинул свой наблюдательный пост и медленно двинулся в сторону леса. Вскоре он скрылся за деревьями. Я последовал за ним. И когда добрался до опушки, вдруг вышел мне навстречу с лицом, сияющим от радости, и воскликнул. «Чарли! Брат мой, как я рад нашей встрече! Так после темной ночи утро радуется солнцу!» Он обнял меня и поцеловал. «Каждое утро знает, ответил я, что после ночи обязательно взойдет солнце. Однако мы с тобой не надеялись, что встретимся здесь. Я счастлив, что могу говорить с тобой». «Что привело тебя в этот город? У тебя здесь дела или ты едешь к нам на Пекас?» «Я оказался здесь по воле обстоятельств». «Мой белый брат расскажет мне об этих обстоятельствах и о том, что произошло с ним с момента нашей разлуки на Ред Ривер?» С этими словами Виниту увел меня вглубь леса, где мы могли сесть рядом и беседовать, не опасаясь чужих ушей. Держа его руку в своей, я рассказал ему о всех событиях, приключившихся со мной за время нашей разлуки. Он выслушал меня, не перебивая вопросами, кивнул головой и произнес «Мы разметили тропу для огненного коня, чтобы ты мог получить деньги, но ураган отнял их у тебя. Если бы ты остался сапачами, ты был бы окружен почетом и никогда не нуждался бы в деньгах. Мой белый брат мудр, он не стал дожидаться меня в Сент-Луисе у мистера Генри, потому что мои пути не привели бы меня в те края». «Мой брат настиг Сантера, убийцу Инчичуна Иншочи?» «Злой дух помогает Сантеру, а добрый маниту отвернулся от меня и позволил ему бежать. Он ушел к солдатам Южной Армии и там затерялся среди тысячи людей, но мои глаза в конце концов отыщут его, где бы он не прятался, и тогда возмездие свершится. Но пока мне пришлось вернуться на Пекас, так и не достигнув цели. Наши воины всю зиму оплакивали смерть Инчичуны и моей сестры, а затем многие племена Апачи решили перейти в Мексику и принять участие в боях. И я ездил по Пуэбло и стойбищам, чтобы отговорить их от необдуманной затеи. Мой брат слышал о краснокожем президенте Хуаресе?» «Да». «И ты думаешь так же, как и я. Прошу тебя, не спрашивай, что привело меня в Матагорду. Даже тебе я не могу сказать всей правды, ибо дал клятву хранить тайну самому Хуаресу, которого встретил в Эль-Пасо дель-Норте. Ты должен следовать за этими двумя белыми, даже если я попрошу тебя ехать со мной?» «Да, это мой долг. Может быть, ты сможешь поехать со мной в Винетуг. Я был бы очень рад». «Нет, мой долг следовать своим путем. Еще сегодня я буду здесь. Но завтра сяду на пароход, плывущий в Лагранху, а оттуда через Форт Индж поеду на Рио Гранде дель-Норте». «Значит, мы поплывем с тобой на одном пароходе. Только я не знаю, где мне придется сойти. Мы и завтра будем вместе». «Нет». «Почему?» «Потому что я не хочу впутывать моего брата в мои дела. Это может быть опасно. По этой же причине я сделал вид, что не знаком с тобой. К тому же там был Олд Дэд. Он знает, что ты Олд Шеттерхенд?» «Нет, мы никогда не упоминали это имя». «Я уверен, он его слышал. Ты все это время был на Востоке и не знаешь, как часто твое имя повторяют на Западе?» «Олд Дэд не мог не слышать о Болт Шеттерхенде, однако тебя принимает, как мне показалось, за Гринхорна». «Так оно и есть на самом деле». «Олд удивится, когда узнает, кого называл Гринхорном. Ты представляешь его лицо, когда он услышит неожиданную новость. Я не хочу лишать моего брата удовольствия. А когда ты найдешь Олерта и того мошенника, что держит его в своих руках, мы встретимся снова. Я надеюсь, ты посетишь нас и погостишь у нас подольше». «Обязательно». «А теперь наступила пора прощаться. Меня ждут бледнолиции». Винит устал. Уважая его тайну, я ни о чем не расспрашивал. Мы опять расстались. Но, как мне казалось, не на столь длительное время. На следующее утро мы с Олдетом погрузили нашу поклажу на двух нанятых мулов и двинулись вверх по реке, где за отмелями и за завалом из затонувших деревьев ждал пароход. У трапой на палубе толпилось множество пассажиров. Когда мы с седлами за спиной поднялись на борт, кто-то крикнул. «Вы только посмотрите, два оседленных осла. Хоть сейчас садись и погоняй. Люди, пропустите их, пусть идут в трём, джентльмены не путешествуют со скотиной». Мы узнали голос. Лучшие места под тентом занимали бандиты, которых мы накануне повстречали в кабачке. Задира, с чьим псом разделался я вчера, и которого вышвырнул в окно виниту, снова вошёл в роль предводителя и пытался оскорбить нас. Я бросил быстрый взгляд на Олд Дэта, но тот невозмутимо пропустил оскорбление мимо ушей. Поэтому и мне не оставалось ничего, как сделать вид, будто всё сказанное ко мне не относится. Мы уселись напротив разбойников, а сёдла засунули под стулья. Старик устроился поудобнее, достал револьвер, снял его с предохранителя и положил рядом с собой. шептаться, не смея больше отпускать шуточки на наш счёт. Их собаки, за исключением одной, были при них. Предводитель шайки бросал на нас косые враждебные взгляды. Он прихрамывал и не мог выпрямиться во весь рост. Видимо, Виниту сильно ушиб его, когда грохнул озим в пивной. Лицо бандита было исполосовано свежими шрамами от осколков стекла. Подошёл кондуктор. В некоторых флотах это звание присваивалось унтер-офицерам, оставшимся на сверхсрочную службу. Подошёл кондуктор и спросил, куда мы собираемся плыть. Олдет назвал Колумбус. Мы оплатили проезд до этого порта, где в случае надобности можно было взять билеты на следующий берег, так и не добравшись до Остина. Прозвучал второй сигнал к отплытию, когда появился ещё один пассажир, Виниту, восседающий на великолепном вороном скакуне, оседланном по-индейски. Индеец заставил животное подняться по трапу, спрыгнул с седла только на палубе и под восхищенными взглядами провёл лошадь в загон на носу парохода. Не обращая ни на кого внимания, краснокожий сел у борта, надсмотрщики за рабами не спускали с него глаз, затем стали громко кашлять, чтобы заставить его взглянуть в их сторону, но тщетно. Винету сидел, опираясь на свою украшенную серебром двустволку и словно ничего не слышал. Прозвучал третий сигнал. Пароход постоял ещё несколько минут, ожидая опоздавших пассажиров, затем колёса пришли в движение и мы отчалили от берега. Поначалу казалось, что путешествие пройдёт без происшествий. Мы спокойно добрались до Уортона, там на берегу сошёл один человек, зато село много новых пассажиров. Ол Дэд воспользовался остановкой, чтобы расспросить о Гибсоне и узнал, что, судя по описанию, такие люди в той местности не появлялись. То же самое рассказали в Колумбусе, а потому мы приобрели билеты до Лагранхи. От Матогорды до Колумбуса пароход проходит расстояние, которое пешком можно преодолеть только за 50 часов. Уже перевалило заполдень, когда мы прибыли туда. За всё это время Винету только один раз покинул своё место, чтобы зачерпнуть воды, напоить коня и задать ему корма. Казалось, бандиты забыли свои счёты с Апачем. Они развлекались тем, что то и дело приставали к новым пассажирам. Задирали их и явно искали ссоры. Забияки хвастались тем, что ненавидят аболиционистов, спрашивали у каждого мнения на этот счёт и осыпали бранью всех, кто придерживался противоположной точки зрения. Ругательства, вроде проклятый республиканец, родственник вонючих негров, продажной янки и другие были отборные и изощрённые, сыпались как из рога изобилия. В конце концов, все отвернулись от них, не желая иметь с ними ничего общего. И, по-видимому, именно это обстоятельство и было причиной того, что негодяи оставили в покое и не задевали нас. Они не могли ожидать поддержки со стороны пассажиров. Однако, найди они на борту своих сторонников, атмосфера на судне превратилась бы в грозовую. И вот в Колумбусе на берег сошла добрая дюжина спокойных пассажиров, а их место заняли 15-20 пьяных негодяев, чьё вызывающее поведение не сулило ничего хорошего. Наша компания надсмотрщиков встретила их радостным воем. Обе шайки объединились, и вскоре стало очевидно, что обстановка на судне накаляется. Бандиты толкали всех, кто оказывался у них на пути, на стульях, не спрашивая, нравится это остальным или нет, пытаясь всем своим видом показать, кто хозяин положения. Капитан позволил им шуметь сколько душе угодно, полагая, что выиграет, если не будет обращать на них внимание. Он явно решил не вмешиваться, пока дебоширы не мешали ему вести пароход, предоставив самим пассажирам выяснять отношения. На его румяном лице блуждала добродушная улыбка. Большая часть забияк, не теряя времени, направилась в ресторан, и вскоре оттуда послышались дикие вопли, звон битой посуды и грохот разбиваемых бутылок. А затем на палубу выкатился негрофициант. Он вскарабкался на капитанский мостик и начал жаловаться, что его отхлестали плетьми и угрожают повесить на пароходной трубе. Тут лицо капитана стало серьезным. Он тщательно проверил курс судна и направился в ресторан. Едва он поравнялся со мной и Олдетом, как навстречу ему выбежал кондуктор. — Капитан, — торопливо и с тревогой заговорил он, — нельзя больше спокойно смотреть на то, что творят эти люди. Высадите на берег индейца, а не то они повесят его за то, что он вчера вздул одного из них. Кроме того, на борту присутствует двое белых. Уж не знаю, чем они им не угодили, но их собираются линчевать. Говорят, они были свидетелями, как краснокожий отделал их товарища, и к тому же они якобы шпионят в пользу Хуареса. — Тысяча чертей, — выругался капитан. — Дело нешуточное. — Кто эти двое белых? И он внимательно осмотрел пассажиров. — Это мы, — сказал я, приближаясь к капитану. — Вы, — удивился он, изучающий, глядя на меня. — Если вы шпион Хуареса, то я готов съесть на завтрак мою баржу. Я не позволю им тронуть вас. Мы немедленно причалим к берегу. Вы сойдете и избежите опасности, а завтра сядете на следующий пароход. — Я не согласен. Я не могу ждать или попробуем что-нибудь придумать. Подождите. Он подошел к Виниту и что-то ему сказал. Апач с презрением отрицательно покачал головой и отвернулся от капитана. Тот возвратился к нам и несколько смущенно объявил. — Так я и думал. Краснокожий и чертовски упрямый народ. Он тоже отказывается сойти на берег. — Ну в этом случае все трое погибнут, — ужаснулся кондуктор. — Бандиты вконец распоясались. Экипаж с ними не справится. Капитан задумчиво смотрел вдаль. На его хмуром лице вдруг появилась улыбка, словно ему в голову пришла забавная мысль. — Сейчас я с этими негодяями сыграю такую шутку, что ненадолго нас запомнят, — сказал он, обращаясь к нам. — Но вы, джентльмены, должны строго следовать моим инструкциям и ни в коем случае не применять оружие. Спрячьте ваше оружие под стулья, туда, где лежат седла, и не вздумайте сопротивляться. От этого ваше положение только усугубится. — Тысяча чертей. Вы думаете, мы позволим линчевать себя? — буркнул Олдед. — Ничего подобного, не вязывайтесь в драку, а моё средство сработает в нужную минуту. Я приготовлю к услугам негодяев прохладные ванны. Положитесь во всём на меня, сейчас нет времени на подробное объяснение. — А вот и они. Действительно, бандиты высыпали из ресторана. Капитан отвернулся от нас, отдавая какой-то приказ кондуктору. Тот побежал к рулевому, рядом с которым стояли двое матросов из экипажа. А вскоре он уже, быстро жестикулируя, растолковывал что-то остальным пассажирам. Что он делал дальше, я уже не мог увидеть, так как мы оба, с Олдедом, были вынуждены сосредоточить своё внимание на противниках и не спускать с них глаз. Единственное, что я успел заметить, джентльмены, не принадлежавшие к шайке, собрались все вместе на юте. Изрядно подвыпившие каналья окружили нас. Мы же, повинуясь капитану, спрятали ружья под стулья. «Это он!» закричал вчерашний задир, указывая на меня. «Он шпионит для Северных Штатов и для Хуареса. Ещё вчера он был одет джентльменом с иголочки, а сегодня вырядился трапером. А зачем? Это он вчера убил мою собаку, а его приятель угрожал мне револьвером. Да, это лазутчик Севера, подхватили остальные. Зачем он переоделся? Судить его, сдёрнуть, долой Северные Штаты, долой Янки!» «Что случилось, джентльмены?» спросил с мостика капитан. «На судне следует поддерживать порядок, не шуметь и не нарушать спокойствие пассажиров». «Не вмешивайтесь не в своё дело, сэр!» взревел кто-то из бандитов. «Мы-то как раз и поддерживаем порядок. Вы лучше скажите, в ваши обязанности входит перевозка шпионов». «В мои обязанности входит перевозка людей, заплативших за проезд. Даже если ко мне придут руководители южан, я пущу их на борт, лишь при условии, что они заплатят и будут вести себя прилично. А чтобы, по вашей милости, мне не лишиться заработка, я высажу вас на берег и плывите в Остин по суше». Язвительный, похожий на лошадиное ржание гогот раздался в ответ. «Бандиты так тесно сгрудились вокруг меня солдетом, что мы не могли шевельнуться. Мы пытались протестовать, но наши голоса заглушал звериный вой толпы. Они напирали на нас и подталкивали к пароходной трубе. Я посмотрел вверх и увидел на краешке трубы металлический обруч для канатов. Очень практичное приспособление для веселицы. Стоило только перекинуть веревку, обмотать ею наши шеи, потянуть за другой конец и готово». Негодяи образовали круг. Они собирались судить нас. Мне вдруг стало смешно. Им в голову не пришло задуматься, почему мы не защищаемся. Не могли же они не видеть, что мы вооружены револьверами и ножами. И должна же была иметься причина, по которой мы не пустили оружие в ход. Хотя речь шла о нашей жизни. Олдед с трудом сдерживался. Его рука сама хваталась за револьвер, но он поглядывал на капитанский мостик и подавлял желание открыть пальбу. «Ну что же», прошептал он, «раз уж я поддался на уговоры капитана, то надо терпеть. Но как только они позволят себе лишнее, вмиг получат двадцать четыре пули в животы. Стреляйте сразу же за мной». «Негодяи», не унимался бандит. «Они из той шайки, что больше всего вредит Южным Штатам. Что им понадобилось в Техасе? Это шпионы-изменники. Не стоит с ними церемониться». Громкими криками разбойники выразили свое согласие линчевать нас без суда. Капитан снова попытался было вмешаться и утихомирить их. Но его подняли на смех. Вдруг кто-то предложил сначала допросить индейца, а уж потом сдернуть нас. Все тут же согласились и предводитель послал двух людей привезти Апачи. Зажатые в тесном кольце врагов мы не могли видеть Виниту и только услышали громкий крик. Как мы потом узнали, индеец сбил с ног одного из бандитов, а второго выбросил за борт. Затем одним прыжком преодолел расстояние между фальшбортом и капитанским мостиком и скрылся в рубке, выставив в окошко ружье. Это происшествие обескуражило шайку. Все кинулись к борту, требуют капитана спустить шлюпку на воду. Капитан не стал противиться, отдал команду и один из матросов немедленно спустил кормовую шлюпку и поплыл к выброшенному за борт, который, к своему счастью, держался на воде. Занятые спасением товарища, бандиты бросили нас, и мы с солдатом оказались одни. Линчевание откладывалось. Рулевой и остальные члены экипажа не сводили глаз с капитана, который в тот же миг подал нам знак и тихо сказал. «Будьте внимательны, джентльмены, сейчас я заставлю их искупаться, но оставайтесь на судне, что бы ни случилось, кричите погромче». Раздалась команда «Стоп-машина», и мы медленно поплыли по течению вдоль берега, к месту, над которым бурлила вода. Здесь была отмель. Откуда перебраться к берегу не составляло особого труда. Рулевой, понимающий, кивнул головой, улыбнулся и направил судно прямо на отмель. Днище заскрежетало, а корпус парохода затрясся так, что люди с трудом устояли на ногах. Шайка переполошилась, мгновенно забыв о шлюпке и о тонущем приятеле. Пассажиры, предупрежденные кондуктором, подняли тревожный крик. На палубу вдруг выскочил матрос и с перекошенным от ужаса лицом закричал «Капитан, вода в трюме, скала разрезала судно пополам, мы тонем, через две минуты мы все пойдем ко дну». «Спасайтесь», завопил в ответ капитан, «Здесь неглубоко, прыгайте в воду!» Он бегом спустился с мостика, на ходу сбрасывая сюртук, жилетку и фуражку. Поспешно стянул сапоги и прыгнул за борт. Вода доходила ему до шеи. «Прыгайте!» кричал он, «Прыгайте, пока есть время! Тонущее судно всех потянет на дно!» Капитан первым покинул тонущее судно, да к тому же предварительно разделся. Но никто из захваченных паникой бандитов не обратил внимания на всю нелепость положения. Они прыгали за борт, стараясь поскорее добраться до берега и не замечая, что капитан вплавь обогнул судно и там, по сброшенному штормтрапу, взобрался на палубу. Пароход опустел. Там, где недавно хозяйничала шайка, звучал веселый смех. Как раз в ту минуту, когда первые спасшиеся добрались до берега, капитан отдал приказ продолжить плавание. Крепкому плоскодонному судну мели были не страшны, колеса плавно пришли в движение и оно легко стронулось с места. Размахивая сюртуком, словно флагом, капитан крикнул в сторону берега. «Приятного пути, джентльмены! Если вам когда-нибудь снова вздумает совершить правосудие, то судите себя и вешайтесь сами. Ваш багаж будет вас ждать в лагранхе». Читатель представляет, какое впечатление произвели эти слова настоявших на берегу бандитов. С дикими криками они стали требовать, чтобы капитан немедленно взял их на борт. Они угрожали ему доносами, смертью и прочими всевозможными карами. А некоторые, у кого ружья не отсырели, открыли пальбу. Но, к счастью, в суматохе ни в кого не попали. Один из них в бессильной злобе пригрозил капитану. «Собака, мы тебя подождем здесь и повесим на трубе твоего же корыта». «Буду очень рад встретиться с вами, сэр. Кланяйтесь вашим генералам». И судно прибавило ходу, стараясь наверстать упущенное время. Глава вторая. Кук-Лукс-Клан. Это странное слово по сей день остается языковой загадкой. Его происхождение по-разному и одинаково безуспешно объясняется разными лингвистами. Название небезызвестного Кук-Лукс-Клана одни связывают со звуком, производимым затвором винтовки. Другие считают, что оно состоит из следующих смысловых частей. Кук- предостережение, глук- смутный шорох, лепет, и клан- шотландское слово, обозначающее племя, рот или шайку. Я не берусь решать, как в действительности обстоит дело. Впрочем, сами члены Кук-Лукс-Клана вряд ли доподлинно знают, откуда взялось название их организации и каково было его первоначальное значение. Возможно, их это совершенно не волнует. Не исключено, что кому-нибудь из них взбрело в голову произнести такое нелепое словосочетание, другим оно понравилось и его стали повторять, нисколько не заботясь о смысле или полном отсутствии такового. Значительно яснее вырисовываются цели этой организации. Основанное в некоторых округах Южной Каролины, Кук-Лукс-Клановское движение вскоре охватило территорию Северной Каролины, Джорджии, Алабамы, Кентукки, Миссисипи, Тенниси, а затем его влияние распространилось и на Техас. Кук-Лукс-Клан объединил множество непреклонных врагов Севера, боровшихся с порядками введенными Янки после победы в Гражданской войне. И действительно, в течение многих лет Кук-Лукс-Клана удавалось приводить в смятение весь Юг. Члены Союза угрожали фермерам, тормозили развитие промышленности и торговли, и самое жестокое наказание не могло прекратить их бесчинство. Тайный Союз возник как следствие реформ, навязанных правительством побежденному Югу, и объединял сторонников рабства и врагов унии и республиканцев. Члены организации при вступлении в ее ряды приносили суровую клятву, и их беспрекословно подчиняться секретным предписаниям и под угрозой смерти сохранять тайну Союза. Они не останавливались ни перед каким насилием, ни перед убийством, ни перед поджогом, регулярно собирались, чтобы вынести решение или приговор, а приводя их в исполнение, всегда появлялись верхом на лошадях, одетые в особую форму. Они стреляли в священников, проповедующих Самвона, в судей при исполнении ими служебных обязанностей, нападали на уважаемых отцов семейства, оставляя после себя изуродованные до неузнаваемости трупы. Всех бандитов и разбойников вместе взятых не боялись так, как куклук с клана, который в конечном счете стал себя вести столь дерзко, что вынудил губернатора Южной Каролины обратиться к президенту Гранту за военной помощью, ибо с тайным союзом никто, кроме регулярных армейских частей, не мог справиться. Грант вынес дело на слушание Конгресса, и тот издал указ, предоставляющий президенту полноту диктаторской власти для уничтожения куклук с клана. Тот факт, что пришлось прибегнуть к столь драконовским мерам, свидетельствует, сколь страшная опасность стоилась в деятельности Тайного Союза, опасность, угрожающая как каждому отдельному гражданину, так и народу в целом. Со временем куклук с клан стал прибежищем для всякого сброда. Один священник, отпевавший семью, вырезанную средь бела дня куклук с кланом, в набожном пылу, согласно действительности, назвал деяние Тайного Союза борьбой детей дьявола с детьми Бога. И тогда в церкви появился человек в маске и выстрелил священнику прямо в лоб. Прежде чем присутствующие пришли в себя, убийца исчез. Наш пароход только к вечеру доплыл до Ла-Гранхи. Капитан сказал, что русло реки обмелело и дальнейший рейс отменяется. Таким образом, мы вынуждены были сойти на берег. Винетую еще до нас покинул борт судна и, вскочив в седло, скрылся в темноте за ближайшими домами. Прямо на пристани работал комиссионер и Олд Дэд немедленно обратился к нему с вопросом. Сэр, не скажете ли вы, когда сюда заходил последний пароход из Матогорды и все ли пассажиры сошли здесь на берег? Вчера, в том же часу, что и сегодня, а на берег сошли все, потому что судно должно было отчалить только на следующее утро. Тогда не скажете ли вы, утром, когда пассажиры поднимались на палубу, вы уже сидели на причале? Ну, конечно, сэр. В таком случае, может быть, вы поможете мне? Мы ищем двух наших приятелей, которые плыли на этом пароходе, а значит, останавливались здесь. Мы хотели бы знать, отплыли они утром или нет. Трудно сказать, сэр. Были еще сумерки, пассажиры спешили, толкались, да и всех не упомнишь, сэр. Мне кажется, уехали все, за исключением некоего Клинтона. Клинтона? Его-то мы и ищем. Прошу вас, подойдите поближе к свету. Мой друг покажет вам фотографию, а вы скажете, Клинтон это или нет. Как мы и предполагали, комиссионер опознал Клинтона. А вам случайно неизвестно, где он остановился? Продолжал расспрашивать Олд Дед. Не знаю в точности, но кажется, в доме у сеньора Кортесио. По крайней мере, туда понесли его сундуки. Сеньор Кортесио агент, занимающийся всякими торговыми делами, испанец по происхождению. Поговаривают, сейчас он тайно переправляет оружие в Мексику. Я полагаю, он джентльмен? Сэр, сегодня каждый корчит из себя джентльмена, даже если таскает седло на собственной спине. Эта колкость, хоть и не особенно язвительная, была камешком в наш огород. Олд Дед пропустил ее мимо ушей и с неизменной вежливостью задал следующий вопрос. А в ваших Палестинах, где, как мне показалось, кроме вашего фонаря, нет другого света, существует какой-нибудь трактир или иное помещение, где путешественник мог бы заночевать, не опасаясь нападения людей или насекомых? — Существует, но только один, а так как вы потеряли уйму времени на разговоры со мной, боюсь, что вас опередили другие пассажиры и заняли те несколько комнат, что трактирщик держит для приезжих. — Да, не слишком приятная новость, посокрушался Олд Дед, не принимая близко к сердцу очередную колкость. А нельзя ли рассчитывать на гостеприимство в частном доме? — Я не знаю вас, сэр, и не могу пригласить к себе. Мой дом слишком тесен, но я могу порекомендовать вам одного человека, который вас не прогонит на улицу, если вы, конечно, люди порядочные. Это кузнец, он переехал сюда с Миссури. — Ну что ж, — ответил старик, — мы с приятелем не разбойники с большой дороги, деньги у нас есть, и мы охотно заплатим, поэтому мне думается, что ваш знакомый рискнет приютить нас. Не скажете ли, как пройти к его дому? — Денег он с вас не возьмет, я бы сам вас провел, но у меня в порту еще кое-какие дела, а мистер Ланге, так зовут кузнеца, в это время еще сидит в трактире. Спросите о нем у трактирщика и скажите, что вас послал комиссионер. Идите прямо, а потом налево, в трактире еще горит свет, так что вы без труда его найдете. Мы поблагодарили комиссионера за любезность, дав на чай, и пошли дальше седлами за спиной. Свет в распахнутых окнах и шум, долетающий изнутри, безошибочно подсказывал нам, что мы приближаемся к трактиру. Над входом висело изображение диковинного зверя, напоминающего двуногую черепаху с крыльями, что, судя по надписи, у сокола должно было представлять известную хищную птицу. Переступив порог, мы оказались в прокуренной, хоть топор вешей, в комнате. Видно, у посетителей были очень здоровые и легкие, раз они не задыхались в таком густом и вонючем табачном дыму. Впрочем, о превосходном состоянии их легких можно было судить еще по тому, как громко они беседовали. Каждый из них даже не разговаривал, а орал, не оставляя другим ни тени надежды на то, что утихомирится хотя бы на секунду и выслушает собеседника. Мы на несколько мгновений остановились у входа, ожидая, пока глаза привыкнут к дыму и пытаясь различить людей и предметы в зале. Трактир состоял из двух помещений, большого для завсегдатаев и меньшего для заезжих и местных знаменитостей, что в Северной Америке было редкостью, ибо граждане свободной страны не признавали сословных и общественных различий. В первом помещении свободных мест не было, и мы прошествовали во второе. Там нашлась пара стульев, которые мы немедленно заняли, устроив в углу нашу покважу. За тем же столом несколько мужчин потягивали пиво. Они окинули нас быстрыми, изучающими взглядами, и нам показалось, что при нашем появлении мужчины перевели разговоры на другую тему. Двое из них были так похожи друг на друга, что всякому становилось ясно, что это отец и сын. Крупные, сильные, с выразительными чертами и огромными кулаками эти люди всем своим видом сразу наводили на мысль, что занимаются они тяжелым физическим трудом. Их лица, излучавшие доброжелательность, разгорячились от напитков, а еще больше от возбуждения, словно они обсуждают нечто в высшей степени неприятное. Когда мы уселись за стол, они подвинулись ближе к своему краю, давая понять, что не хотят иметь с нами ничего общего. Оставайтесь на своих местах, джентльмены, сказал Олд Дэд. Мы не помешаем вам, тем более не проглотим, хотя с утра у нас крошки во рту не было. Не подскажете ли нам, чем здесь можно подкрепиться, не опасаясь за желудок? Тот, кого я принял за отца, прищурил правый глаз и с улыбкой ответил. Ну, проглотить нас без борьбы будет не так-то просто, мы еще посмотрим, кто кого. Впрочем, вы выглядите, как второй Олд Дэд. Не думаю, чтобы вам было неприятно это сравнение. Олд Дэд? А кто это такой? Спросил мой друг, изображая на лице полнейшее недоумение. В любом случае, это Вестман поизвестнее вас. За один месяц он сделал больше, чем кто-либо за всю жизнь. Мой мальчик, Билли, видел его. Мальчик выглядел лет на 26. У него было решительное загорелое лицо, и, судя по увесистым кулакам, он без труда справился бы с полдюжиной противников. Олд Дэд покосился на мальчика и спросил. Он видел его. А где, если не секрет? В 62-м году в Арканзасе, за несколько часов до того, как началась битва при Пи-Ридж. Но об этих событиях вам вряд ли что-то известно. А если известно, то понаслышке. Почему же? Я много путешествовал по Арканзасу, и кажется мне, именно в то время был где-то поблизости от Пи-Ридж. Да? А кого вы поддержали? Сейчас такие времена, что прежде чем сядешь с кем-то за стол, надо выяснить, за кого он и чем дышит. Успокойтесь, сэр. Думаю, вы, как и я, не оплакиваете судьбу битых рабовладельцев. В таком случае я вас сердечно приветствую в Ла Гранхе, сэр. Но мы говорили об Арканзасе и о Болдете. Вы знаете, что в начале войны Арканзас поддержал конфедератов южан. Только потом все круто изменилось. Все порядочные люди, которым предела жестокость плантаторов, собрались и объявили себя сторонниками севера. Но всякая сволочь, а к ним я причисляю рабовладельцев, сумела взять власть в свои руки и, вопреки мнению умных людей, присоединила Арканзас к югу. Я жил тогда в Миссури, попларблав, поблизости от границы с Арканзасом. Мой мальчик пошел добровольцем и воевал в составе одного из полков Северных Штатов. Как-то, пытаясь помочь сторонникам республиканцев в Арканзасе, туда послали на разведку нескольких солдат. Билл оказался среди них. Однако, разведчики неожиданно наткнулись на сильный отряд противника, и им пришлось сдаться. Они попали в плен? Тогда в плену было не сладко. Я знаю, как вели себя южане по отношению к военнопленным. 80 человек из 100 умирали от голода и лишений, но пленных никто не убивал. Вот тут вы ошибаетесь. Наши молодцы сражались не на жизнь, а на смерть. И когда у них кончились патроны, схватились за ножи и приклады. В схватке полегло так много южан, что те взбесились и решили расстрелять пленных. Билл мой единственный сын, и я бы остался один как перст, но этого не случилось благодаря Олдету. Как же это вышло? Чертовски любопытно. Этот Вестман Олдет или как его там привел подмогу и отбил пленных? Пока он бегал бы за подмогой, всех пленных успели бы перерезать до одного. Он совершил неслыханно дерзкое дело. Он в одиночку освободил ребят. Тысячи чертей. Ну и ну. Он тайком пробрался в лагерь, ужом прополз на животе, как это делают индейцы. Ему помог дождь, ту ночь лила, как из ведра, и загасила все костры. Батальон южан стоял лагерем на ферме, офицеры заняли дом, а солдаты разместились кто где мог. Пленных заперли в сарае, где находился пресс для сахарного тростника. На каждом углу выставили по часовому, ночью, сразу после смены караула, сквозь грохот ливня, послышался шум, доносившийся с крыши. Ребята стали прислушиваться, вдруг раздался треск, и часть гонтовой крыши провалилась. Потом появилась дыра в потолке, и в помещении опалил дождь. На несколько мгновений все стихло, потом через отверстие в потолке кто-то просунул ствол молодого дерева сучьями. По нему-то пленные выбрались на крышу, а оттуда спрыгнули на землю. Там лежали тела четверых часовых. Забрав у них оружие, ребята двинулись в обратный путь. Спаситель благополучно вывел их из лагеря Южан, и в целости и сохранности доставил до самой границы. Только там, прощаясь, они узнали, что их спас с риском для собственной жизни сам Олдед, знаменитый Вестман. И он пошел с ними? Нет. Сослался на важные неотложные дела и исчез в темноте, не дав поблагодарить себя. Ребята даже не успели рассмотреть его как следует. Билл запомнил только высокую худую фигуру, но ему посчастливилось говорить с Олдедом, и он на всю жизнь запомнил слова этого мужественного человека. Если когда-нибудь Олдед покажется среди нас, мы сумеем доказать ему, что долг платежом красим. Я думаю, он и так не сомневается в вашей благодарности. Полагаю, ваш сын не единственный человек, чем-то обязанный Олдеду. Но, сэр, вернемся к нашим делам. Может быть, вы знакомы с неким мистером Ланге из Миссури? С неким мистером Ланге? Мужчина пристально посмотрел на Олдеда. С неким мистером Ланге? Повторил он вопрос. А зачем он вам понадобился? Боюсь, что у трактирщика уже не осталось свободных комнат, а комиссионер с пристани рекомендовал нам мистера Ланге как человека гостеприимного, у которого можно переночевать. Он советовал нам сослаться на него. Кроме того, он сказал, что мы найдем его здесь, в трактире. Мужчина еще раз испытывающий посмотрел на нас. Найдете. Вернее, уже нашли. Я и есть Ланге. Поскольку вас прислал ко мне комиссионер, и вы показались мне порядочными людьми, мой дом в вашем распоряжении, джентльмены. Надеюсь, мои глаза меня не подвели, и я в вас не ошибся. Кто ваш товарищ, до сих пор не сказавший ни слова? Мой друг очень образованный, приехавший сюда в погоне за счастьем. Господи! В Европе люди бросают все и мчатся через океан в надежде, что здесь их ждет богатство и счастье. Уверяю вас, сэр, здесь надо намного больше попотеть, пока вы добьетесь хоть чего-нибудь. Я уж не говорю о счастье, ну да ладно. Бог не выдаст, свинья не съест. Добро пожаловать в наши края. Он протянул мне руку, затем молдету. Старик взял ее в обе ладони, сжал и произнес. Но если у вас возникли сомнения, можно ли нам доверять? Спросите нашего мальчика, и он подтвердит, что мы свои. Билл, мой мальчик, удивился Ванге. Кто же еще? Вы сказали, что он говорил с Олдетом и помнит каждое его слово. Уважите старика, молодой человек, повторите, что он вам тогда наплел. Билл с готовностью ответил. Олдет шел впереди отряда. Мы тайной тропой пробирались к границе. Я был ранен в руку, кровь запеклась и рукав прилип к ране. Продираясь сквозь заросли, Олдет отпустил большую ветку, и она с размаху больно ударила меня прямо по ране. Я не сдержался и громко крикнул от боли. За что Олдет назвал вас ослом, вмешался Вестман. А вы откуда знаете, изумился Билл. А старик тем временем продолжал. Вы стали оправдываться, пожаловались, что у вас воспалилась огнестрельная рана, на что он вам посоветовал смочить рукав соком подорожника. Сок охладит рану и не даст развиться гангрене. Так все и было. Ну как вы узнали? Воскликнул молодой Ланге в крайнем изумлении. И вы еще спрашиваете. Да ведь это я подал вам такой дельный совет. Вспомните, ваш отец заметил, что я пары. Так вот оно что, значит это вы и есть. Билл скачил с места и бросился было колдетту, однако отец ухватил его за полу куртки и усадил на место. Сиди, строго приказал он. Правая обязанность отца первым выразить благодарность и обнять твоего спасителя, но пока лучше воздержаться от объятий. Ты сам знаешь, где мы находимся и как присматривают за нами. И добавил, обращаясь к колдету. Сэр, я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Не время рассыпаться в благодарностях. Черт не дремлет. Поверьте, я безгранично благодарен вам и именно поэтому должен соблюдать предосторожность в интересах вашей же безопасности. Насколько мне известно и как открыто поговаривают, все знают вас как кьярова сторонника аболиционистов. Во время войны вы совершили немало славных подвигов и причинили южанам немалый ущерб. Вы служили проводником и разведчиком Северной армии и проводили отряды по таким тропинкам, где никто не осмелился бы сделать ни шагу. Мы все за это вас очень почитаем, но южане по сей день называют вас лазутчиком и шпионом. И окажись вы в компании сторонников Сицесиона, вас вздернут на ближайшем дереве. «Да знаю, знаю», с презрением ответил Олдед. «Но я не из трусливых, мистер Ланге, хотя должен честно признаться, что желание быть повешенным не испытывают. Мне что ни день угрожают веревкой, а я, как видите, все еще жив. Не далее, как сегодня, шайка разбойников пыталась повесить нас на пароходной трубе, но у них ничего не получилось». И Олдед рассказал о происшествии на судне, а когда закончил рассказ, Ланге задумчиво почесал затылок и произнес «Капитан поступил благородно, но он играет с огнем. Ему придется остаться в Лагранхе до утра, а бандиты, дай бог, чтобы я ошибся, заявятся сюда ночью и бросятся сводить счеты, а с вами может приключиться и кое-что похуже. Эти негодяи мне не страшны, с такими, как они, я встречался не раз. Не будьте столь самоуверенны, сэр, их здесь поддержат. Последние дни в Лагранхе стало неспокойно. Со всех концов сюда стекаются неизвестные и подозрительные люди. Они заняли все места в постоялом дворе и на частных квартирах, поодиночке не ходят и все о чем-то тайно толкуют. У них здесь нет и не может быть дел. Весь божий день они бесцельно слоняются по городу и ведут себя сейчас они сидят в первом зале и горлопанят что есть мочи. Пасти разевают так широко что в них гризли мог бы берлогу устроить. Часом раньше до того как вы сюда пришли они стали задирать нас. И не сдержись мы не миновать бы потасовки а то и кровопролитие. У меня нет больше желания оставаться здесь да и вы наверное устали. Предупреждаю сразу с ужином дело обстоит из рук вон плохо. Я вдовец мы с сыном ведем холостяцкую жизнь и обедаем в трактире. Я и дом то продал несколько дней тому назад когда почувствовал что земля горит у меня под ногами. Я вовсе не хочу сказать что здешний народ мне не по нраву. Нет они не хуже других но судите сами наша война только только закончилась мы еще и раны залезать не успели в Мексике идут бои а Техас заметьте находится на границе здесь куда ни глянь неспокойно отовсюду съезжается всякий сброд какая уж тут жизнь поэтому я решил все продать и уехать к дочери она замужем и очень удачно взять подыщет мне работу лучшего и желать нельзя к тому же я нашел покупателя который готов приобрести моё хозяйство заплатил он мне наличными так что я могу уехать когда захочу я уже все решил еду в Мексику как это удивился Олдед что как не понял кузнец вы только что жаловались на Мексику вам не понравилось что там воюют и вдруг собираетесь туда по другому и быть не может сэр впрочем не везде в Мексике идут бои чиуауа а именно туда я и собираюсь война уже кончилась сначала Хуаресу пришлось отступать до самого Эль-Паса но вскоре он собрался с силами и потеснил французов на юг страны их дни сочтены вышибут из Мексики под зад коленкой сейчас все будут драться за столицу а северные провинции война обойдет стороной там-то и живет мой зять он человек обеспеченный шутка сказать владелец серебряных рудников в Мексике он уже полтора года и в последнем письме извещает рождение наследника который ну никак без дедушки обойтись не может что прикажете делать неужели я останусь здесь нам с Биллом обещали хорошие должности при рудниках а кроме того я сам буду учить маленького принца молитве и таблице умножения безусловно дедушка должен быть вместе с внуком поэтому я и еду в Мексику а если вы захотите отправиться в путь вместе с нами то милости просим мы будем только рады хм буркнул олдед не шутите сэр а то вдруг мы воспользуемся вашим приглашением разве вы тоже направляетесь в Мексику это было бы чудесно вашу руку сэр решено едем вместе Иланге протянул руку старику да не спешите вы как на пожар рассмеялся олдед я действительно предполагаю что мы поедем в Мексику однако на сегодняшний день мы еще не знаем куда и когда именно это не имеет никакого значения я готов ехать с вами когда и куда угодно отсюда все дороги ведут в Чуауа днем раньше днем позже я все равно туда доберусь прежде всего я забочусь о себе и собственной выгоде вы известный вестман и опытный проводник если я поеду вместе с вами то несомненно прибуду на место цел и невредим а что может быть важнее в наше беспокойное время вы должны с кем-то посоветоваться прежде чем пуститься в путь знакомы ли вы с неким сеньюром кортесио знаком ли я с ним ла гранха маленький городок мы здесь все на ты именно он и купил мое хозяйство прежде всего мне необходимо знать мошенник он или человек чести ну конечно человек чести меня мало волнуют его политические взгляды для меня гораздо важнее чтобы он сдержал свое слово у него явно какие-то дела по ту сторону границы по ночам у него во дворе грузят на мула в тяжелые ящики а в доме собираются люди которые затем уходят на Рио Дель Норте я предпочитаю и как мне кажется совершенно правильно что он поставляет Хуаресу оружие и боеприпасы а также людей готовых сразиться с французами и хотя он зарабатывает и неплохо на этом деле в мужестве ему не откажешь потому что в наше время на такой риск идут только отчаянные головы где он живет мне надо непременно еще сегодня переговорить с ним он будет дома к десяти часам я тоже собирался зайти к нему потолковать об одном Дельце но оно само собой решилось и теперь не стоит беспокоить по пустякам занятого человека так вот он мне говорил чтобы я приходил к нему в десять часов так как к этому времени он вернется кто-нибудь присутствовал при вашем разговоре двое мужчин один постарше другой помоложе вы знаете их имена смешался в разговор мы просидели с ними всего около часа а за это время хочешь не хочешь познакомишься младшего звали Олерт старшего сеньор Гавилан тот что постарше был видно и раньше знаком с сеньором Кортесио так как они вспоминали что когда-то встречались в Мехико Гавилан я не знаю кто это неужели Гибсон опять сменил фамилию озадаченно спросил меня Олд Дед но кузнец на фотографиях без колебания опознал обоих мужчин это они сэр подтвердил он худой со смуглым лицом сеньор Гавилан а второй мистер Олерт он меня вконец смутил тем кто расспрашивал о людях с которыми я никогда в жизни не встречался сначала про какого-то негра по имени Отелла затем про одну молодую мисс кажется из Орлеана ее звали Жанна и она посла овец а потом зачем-то пошла воевать с королем Англии дальше больше он вспомнил какого-то мистера Фридолина несчастную леди Марию Стюарт которой отрубили голову колокол якобы певший песню Шиллера Сэра Уланда который проклял двух трубадуров за что королева одарила его розой снятой собственной груди мистер Олерт был очень рад что есть возможность поговорить и так и сыпал именами и историями я правда не все упомнил у меня в голове все смешалось и шумело как жернова мистер как как и теперь полагал фамилия гибсон тоже была ненастоящая возможно он раньше действительно жил в мексике и когда-то его звали гавилан и под этим именем его ознавал сеньор кортесио гавилан по-испански означает ястреб что как нельзя лучше подходило к этому человеку следовало выяснить чем он объяснял посторонним присутствие Олерта в своем обществе несомненно он непонятным образом влиял на неуравновешенного Уильяма подавляя его волю и поддерживал в нем навязчивую идею предполагая что одержимый литературой Олерт не мог не заговорить на эту тему я спросил мистер Олерт больше ничего не рассказывал о да он долго говорил о пьесе которую якобы сочиняет сначала ему самому надо пережить и испытать на себе все то о чем он будет писать но это невозможно не могу с вами согласиться сэр сумасшествие в том и заключается что больной принимается за дела которые и в голову никогда не пришли бы разумному человеку мистер Олерт постоянно напоминал какую-то сеньориту Фелису Перилья которую он собирается похитить с помощью своего друга да он действительно с ума сошел его необходимо остановить он все еще здесь в Лагранхе нет вчера они с сеньором Гавиланом уехали в Гопкинс фарм а оттуда собирались отправиться на Рио Гранде плохо хуже не придумаешь мы должны немедленно последовать за ними лучше всего еще сегодня можно ли здесь купить пару хороших лошадей у сеньора кортесио всегда есть лошади он снабжает ими сторонников Хуареса но я не советую вам пускаться в путь ночью дорогу вы не знаете а искать проводника уже поздно и все же попытаемся уехать сегодня нам необходимо немедленно переговорить с сеньором кортесио уже одиннадцатый час покажите нам пожалуйста где он живет с удовольствием идите за мной мы встали из-за стола и направились к выходу когда у дома послышался топот копыт через несколько мгновений в трактир ввалилась новая компания и мы к своему изумлению узнали забияк которых капитан парохода сегодня выкупал в реке и тем самым спас им жизнь по-видимому их хорошо знали так как встретили приветственными криками посыпались вопросы и мы сразу поняли что эту шайку здесь ждали к счастью они настолько увлеклись беседой с приятелями что не заметили нашего присутствия и мы чтобы не дразнить гусей вернулись на свои места но теперь пройти через первый зал было невозможно бандиты увидев нас несомненно полезли бы в драку ланге узнав от нас кто такие новоприбывшие слегка прикрыл двери чтобы мы оставаясь невидимыми могли слышать о чем они говорят кроме того мы сели к двери спиной нельзя нельзя допустить чтобы они заметили вас сказал кузнец если раньше они приняли вас за шпионов и пытались линчевать то теперь уж точно схватки не избежать ничего страшного ответил олдэд мы не можем отсиживаться здесь и ждать пока они уйдут времени у нас в обрез и мы должны поскорее нанести визит синьору кортесио хорошо сэр мы потихоньку уйдем отсюда не привлекая их внимания олдэд обвел комнату взглядом и удивленно спросил ну как есть только один выход через первый зал ничего подобного отсюда даже удобнее и кузнец указал на окно вы не шутите спросил старик я начинаю подозревать что вы трусите неужели мы удалимся не попрощавшись убежим как мыши от кота да над нами смеяться будут человек я не робкий но считаю что лучше поступить по старой доброй пословице умный драку уступит и сделаю это не из трусости а из предосторожности думаю не стоит напоминать джентльмены что их раз в десять больше чем нас это самонадеянные наглецы и беспрепятственно пройти нам не удастся а так как я не люблю когда меня задирают да и вы думаю из тех людей что в обиду себя не дают то хочешь не хочешь а драться придется я правда не боюсь доброй потасовки где дерутся кулаками или даже ножками от стульев я ведь кузнец рука у меня тяжелая но револьвер непредсказуемое оружие последний трус и слезняк может пулей с горошину уложить самого отважного бойца не надо большого ума чтобы понять что нам выгоднее украдкой вылезнуть в окно чем торжественным выходом вызвать их нападение и хотя в схватке достанется и нам и им и неизвестно чья возьмет они разозлятся гораздо больше когда узнают что мы их провели в глубине души я признавал правоту рассудительного кузнеца улдэд помолчал немного и заметил вообще-то вы правы вы меня убедили и я согласен стягануть в окно как мальчишка послушайте только как они разорались похоже они вспоминают как их проучили на судне действительно наши знакомцы по пивной в матаорде рассказывали об олдэте обо мне о вероломстве капитана словом обо всем что приключилось с ними на пароходе после того как они оказались на берегу у них начались распри и это их задержало сначала они спорили кто лучше отомстит капитану и накажет его за коварство затем никак не могли договориться каким путем двигаться дальше одни хотели дождаться очередного парохода другие кричали что времени у них в обрез и требовали немедленно пуститься в путь не могли же мы сидеть сутки в ожидании следующего парохода мы ведь помнили что нас ждут здесь продолжал рассказчик к счастью рядом нашлась ферма где нам любезно одолжили лошадей любезно одолжили спросил кто-то с насмешкой в голосе ну конечно мы их любезно попросили а они нам любезно одолжили ха-ха-ха вначале лошадей не хватало и пришлось ехать по двое а потом по пути стали попадаться другие фермы и в конце концов у каждого уже была своя лошадь бандиты встретили рассказ о грабеже взрывом хохота однако беседа продолжалась а здесь все в порядке те кто искал встречи с нами приехали приехали одежду привезли целых два сундука хватит с избытком вот и хорошо славная у нас будет потеха но со шпионами и капитаном надо рассчитаться пароход всю ночь простоит у пристани здесь в Лагранхе так что капитан от нас не уйдет индейца и лазутчиков тоже долго искать не придется люди они заметные на одном новенький трапперский костюм и у обоих на спине седла седла радостно заорали в один голос бандиты неужели это те двое что недавно вошли и сели во втором зале у них не было конца фразы мы не расслышали так как говоривший понизил голос пора уходить джентльмены произнес кузнец они наглянут сюда с минуты на минуту первым выходите вы седла мы вам подадим больше ждать было нельзя не раздумывая я выпрыгнул в окно Олдед последовал за мной кузнецы передали нам оружие и вещи и через секунду тоже стояли рядом с нами мы оказались у боковой стены здания на маленьком огороженном невысокой оградой газоне перепрыгнув через забор мы оглянулись и увидели что и остальные посетители второго зала покидают помещение уже проверенным нами способом видимо не полагаясь на любезное обращение сторонников сицисиона вот удивятся негодяи посмеивался ванге когда обнаружат что добыча ускользнула у них из рук как умно мы поступили позор на мою седую голову проптал Олдед я прямо слышу как они издевательски хохочут над нами пусть мы посмеемся последними а как известно это куда полезнее для здоровья я им еще докажу что не боюсь их но от кабацких драк меня увольте оба кузнеца отец и сын подхватили наши седла а когда мы запротестовали сказали что не допустят чтобы их гости тащили на себе такую тяжесть вскоре мы оказались между двух домов в левом было темно а в правом сквозь щели вставних пробивался свет сеньор кортесио уже дома объяснил нам ланге это у него горит свет постучитесь и вам откроют как только закончите свои дела приходите в дом слева от дороги там мы и живем тем временем попробуем сообразить какой-нибудь ужин кузнецы отправились домой а мы подошли к дому сеньора кортесио в ответ на наш штук дверь приоткрылась и кто-то через узкую щель спросил на ломаном английском кто там быть друзья ответил олдед сеньор кортесио дома вы чего хотеть от сеньора кортесио судя по выговору нас допрашивал негр у нас к нему дело вы сказать какое дело иначе я не впускать мы от мистера ланге ах масса ланге он хороший человек вы заходить но немножко ждать дверь захлопнулась чтобы сразу же широко распахнуться и негр слуга пригласил нас войти ходите сеньор сказал что сейчас принимать вас по узкому коридору мы прошли в маленькую комнату очень скромно обставленную несколько стульев стол и конторка у конторки с бумагами лицом к двери стоял высокий худой мужчина по его внешности мы сразу поняли что перед нами испанец буйнас ночес ответил он по-испански на наше учтивое приветствие и сразу же перешел на английский вас прислал сеньор ланге могу ли я спросить вас о цели вашего визита мне стало интересно что ответит олдед оставивший за собой единоличное право вести беседу сеньором кортесио может быть у нас к вам серьезное дело а может быть нам потребуется от вас некоторые сведения нам самим еще точно неизвестно хорошо все выяснится в свое время а пока присаживайтесь и угощайтесь сигаретками он подал нам портсигар и спички трудно было отказаться от угощения сигаретки тогда только начинали входить в обиход и олдед который предпочитал трубку самой изысканной сигаре закурил одну самую тоненькую и едва успел сделать несколько затяжек как она уже сгорела дело по которому мы вас беспокоим начал олдед не особенно это и важное а пришли так поздно мы по той причине что раньше как нам сказали вас не было дома нам не хотелось бы оставаться в городе до утра потому что нам не нравится обстановка мы собираемся пробраться в мексику и предложить свои услуги хуаресу как понимаете такое решение принимают только все продумав и все взвесив и в этом случае необходимо быть уверенным что вас примут с должным вниманием мы навели справки и узнали что можем предложить свои услуги прямо здесь в лагранхе нам указали на вас поэтому мы в вашем доме не откажите в любезности и подтвердите правильно ли мы сделали обратившись к вам кто рассказал вам про меня сеньоры один человек которого мы встретили на судне вздохновенно лгал олдед затем мы случайно познакомились с мистером ланге он-то нас и предупредил что до десяти вечера вы будете в отлучке мы северяне и воевали против юга у нас есть боевой опыт и мы можем пригодиться президенту мексики вы хорошо изложили свое дело но не в обиду будет сказано человек вы уже не молодой хватит ли у вас сил переносить тяготы и невзгоды обычное военное время мне по душе ваша откровенность сеньор рассмеялся старик однако когда вы узнаете с кем имеете дело вы сразу измените свое мнение и поймете что и такая развалина как я может на что-нибудь сгодиться обычно меня зовут олдед олдед воскликнул удивленный кортесио возможно ли это вы знаменитый вестман и проводник которого южа не помнят до сих пор да это я и мой внешний вид который вам так вначале не понравился лучше всего удостоверит мою личность вы совершенно правы но я должен соблюдать осторожность чтобы слух о том что я вербую добровольцев для армии Хуареса не дошли до чужих ушей сейчас опасно попасть под подозрение но так как вы олдед у меня нет повода для опасений и я заявляю вам прямо вы правильно обратились ко мне я готов принять вас немедленно и даже предлагаю офицерский чин подобный человеку вашего ранга и опыта услуги олдеда следует использовать соответствующим образом простым солдатам он принесет меньше пользы я того же мнения сеньор а что касается моего товарища то даже если он начнет рядовым то вскоре все равно получит офицерский чин несмотря на молодость его уже произвели в капитаны зовут его просто Мюллер но вы наверняка должны были слышать о нем он служил в армии Шеридана и в чине лейтенанта командовал передовым отрядом во время флангового марша на Мишенери Ридж вы наверное знаете какие славные дела вершились тогда Шеридан приметил Мюллера и выделил его давая возможность принять участие в рискованных прорывах это он командовал конным отрядом что освободил из плена генерала в битве при Файф Фокс такой кровавой и имевшей такие значительные последствия думаю он вам подойдет старик нес несусветную чушь придумывая красочные детали на ходу но возражать или вмешиваться было нельзя я чувствовал как кровь приливает к лицу но Кортесио слава богу принял мой румянец за проявление скромности добрый малый пожал мне руку и сам из лучших чувств принялся врать пусть вас не смущает заслуженная похвала сеньор Мюллер я конечно же слышал о ваших подвигах и очень рад вас видеть у меня в доме разумеется я вам тоже предлагаю офицерский чин и готов сразу выдать некоторую сумму на ваши нужды Олдед уже открыл рот чтобы принять предложение Кортесио поэтому я стал поспешно отказываться это лишнее сеньор мы не можем согласиться чтобы вы взяли на себя снабжение нас всем необходимым пока нам нужны только две лошади и мы в состоянии заплатить вам за них седло и сбруя у нас есть прекрасно у меня как раз есть пара очень неплохих лошадей и я раз вы согласны заплатить за них продам их вам по той цене по которой они мне достались завтра утром отправимся в конюшню это лучшие кони какие у меня есть вы уже нашли место для ночлега да нас пригласил к себе мистер Ланге превосходно если бы не его приглашение вы могли бы остаться у меня хотя мой дом невелик когда вы предпочитаете уладить формальную сторону дела сегодня или завтра с утра хотя я и не знаю что вы понимаете под формальной стороной лучше сегодня ответил Олдед пока никаких особенных формальностей не требуется так как вы поступаете на военную службу на собственные средства присягу вы принесете когда прибудете на место и вступите в должность сейчас я только выдам вам паспорта и рекомендательные письма чтобы не возникло никаких препятствий для получения офицерского чина лучше иметь все бумаги при себе и в порядке ибо человек предполагает а Бог располагает и кто знает что случится с нами в следующую минуту прошу вас обождите четверть часа вот сигаретки и старое вино которым я угощаю только дорогих гостей к сожалению это последняя бутылка он подал нам сигаретки и бутылку вина встал за конторку и принялся писать Олдед за его спиной состроил смешную гримасу из чего я сделал вывод что он вполне доволен достигнутым успехом затем он налил до краев стакан вина и осушил его залпом за здоровье сеньора Кортесио но мне итоги нашей беседы казались не столь радостными так как об интересующих меня людях пока не было сказано ни слова я шепнул об этом старику но он ответил мне успокаивающим жестом мол сам все уладит за 15 минут Олдеда порожнил бутылку вина а Кортесио покончил с бумагами он прочел нам вслух рекомендательные письма содержание которых полностью нас удовлетворило и запечатал их в конверты затем заполнил 4 бланка и вручил каждому из нас по 2 экземпляра к моему величайшему удивлению я обнаружил что держу в руках 2 паспорта один на французском языке с подписью генерала Базена второй на испанском подписанный Хооресом Кортесио не мог не заметить мое изумление и сказал хитро улыбаясь мы не можем полагаться на случай и принимаем все меры предосторожности не спрашивайте откуда у меня бланки с подписью генерала Базена это моя тайна кто знает что может случиться завтра потому неплохо иметь два паспорта я выписываю их исключительно редко а большинство добровольцев вообще не получает никаких документов он умолк и Олдед воспользовался паузой чтобы перевести разговор в другое русло как давно ушли отсюда последние добровольцы не далее как вчера я лично проводил отряд в 30 человек до Губкинс Фарм на этот раз с ними едут два частных лица не вступившие в армию правильно ли я понял что вы помогаете переправиться в Мексику и частным лицам удивленно поднял брови Олдед нет что вы это может привести к очень большим неприятностям но вчера я сделал исключение так как один из путешественников мой хороший знакомый впрочем лошади у вас будут резвые и если вы тронетесь в путь ранним утром то нагоните отряд до того как он достигнет Рио Гранде в каком месте они будут переправляться через реку отряд идет в сторону Орлиного ущелья но ему нельзя там показываться поэтому они обойдут стороной Форт Инж и переправятся через Рио Гранде между его притоками Лас Морос и Моралес там наши проводники знают место где можно перейти вброд а дальше на запад и через Байю Крусес Сан-Весенте Табаль и Санта-Карлос доберутся до Чуауа Местность была мне совершенно незнакома но Олдед утвердительно кивал головой и поддакивал повторяя вслух каждое название будто знал все края как свои пять пальцев Несомненно мы нагоним их если наши лошади не будут слишком плохи а их слишком резвы сказал он Позволят ли они нам присоединяться к отряду? Кортесио заверил что нас примут с распростертыми объятиями но старый Вестман не унимался А ваши друзья не будут против? Конечно нет что-либо решать тем более приказывать в отряде они не могут так как сами должны быть признательны за путешествие под охраной а поскольку вы с ними непременно встретитесь скажу что это настоящие джентльмены один из них коренной мексиканец зовут его сеньор Гавилан он мой старый знакомый с которым мы пережили немало незабываемых минут в столице у него есть младшая сестра такая красивая девушка что ни один молодой человек хоть раз увидевший ее не смог избежать ее чар верно и он красив хоть куда? нет они совсем не похожи друг на друга правду говоря они не родные брат и сестра а единокровные ее зовут Фелиса Перилья и она была непревзойденной певицей и танцовщицей все были без ума от ее искусства я говорю были потому что она неожиданно исчезла и только сейчас я узнал от ее брата что она поселилась недалеко от Чиуауа но даже он не знает в точности где она живет и только прибыв на место сможет расспросить о ней могу я узнать чем занимался раньше и чем занимается теперь этот сеньор он поэт лицо Олдета скорчилось в пренебрежительную гримасу и добрый сеньор Кортесио поспешил добавить он не берет денег за свое творчество он очень состоятельный человек и не нуждается в деньгах в таком случае ему остается только позавидовать ему и в самом деле завидовали вокруг него было так много козней сплетен что ему пришлось покинуть город и даже страну теперь он возвращается с американцем который мечтает с его помощью постичь чудо поэзии и ознакомиться с Мексикой они намереваются построить новый театр в столице желаю им удачи а знал ли сеньор Гавиллан что вы живете в Лагранхе и занимаетесь вербовкой добровольцев нет я совершенно случайно оказался на пристани когда прибыл пароход и пассажиры стали сходить на берег я сразу же узнал его и пригласил вместе с товарищем к себе тут то и выяснилось что они направляются в Остин а оттуда в Мексику я объяснил им каким образом можно безопаснее и быстрее пересечь границу незнакомому человеку здесь особенно если он не сторонник Сецессиона не стоит задерживаться в Техасе рыскают люди которые не прочь половить рыбку в мутной воде неизвестно откуда и неизвестно зачем целыми шайками приезжает всяческий сброд ползут слухи о вооруженных нападениях убийствах беспричинной жестокости преступники всегда успевают улизнуть и полиция только беспомощно разводит руками может быть это дело рук куклук с клана многие уже поговаривают об этом а в последнее время участились случаи дающие повод утверждать это с уверенностью накануне в Гейтсвилле нашли два трупа к телам убийцы прикрепили бумагу с надписью «Собаки Янки» в Шелби чуть не до смерти исхлестали плетьми целую семью за то, что отец служил в армии генерала Гранта а сегодня я узнал что в окрестностях Лайонса был найден черный капюшон с белыми нашивками в виде ящериц тысячи чертей все сходится такую одежду используют только члены куклук с клана вы правы они прячут лица под черными капюшонами с белыми нашивками по форме нашивок члены банды узнают друг друга имена товарищей они держат в тайне значит куклук с клан зашевелился и хочет теперь наложить руку и на Техас будьте бдительны сеньор Кортесио сначала они побывали в Гейтсвилле капюшон нашли в Лайонсе скоро они пожалуют и сюда и непременно попытаются нанести вам визит вы совершенно правы сеньор придется наглухо запереть двери и ставни и держать под рукой заряженные ружья вы сделаете совершенно правильно коли разбойники никого не щадят их щадить нельзя раскается тот кто положится на их милость я бы разговаривал с ними исключительно на языке пороха и свинца кстати в тактире происходит что-то неладное там сидит целая толпа не внушающих доверия личностей я советую вам надежно припрятать все что может свидетельствовать о вас как о стороннике Хуареса и не медлите сделайте это сегодня же береженого бог бережет и лучше перестраховаться чем получить пулю в лоб из-за собственной небрежности ну вот кажется мы все обговорили завтра снова увидимся есть ли у вас еще вопросы к нам нет сеньоры на сегодня все дела закончены был очень рад познакомиться с вами уверен что в армии Хуареса удача будет сопутствовать вам и вы скоро отлечитесь мы пожали друг другу руки и распрощались как только дверь закрылась за нами я не удержался и толкнул старика в бок со словами ну и наврали же вы стрекороба как вам только все это пришло в голову наврал да наврал вам меня не понять ведь он мог в два счета выставить нас за дверь поэтому я и расхваливал и себя и вас как торговец лежал и товар на ярмарке но вы даже хотели взять у него деньги это было бы явное мошенничество ну скажем не совсем явное раз он ни о чем не подозревал и почему уж не взять если он давал сам по доброй воле потому что мы не собираемся служить в армии Хуареса откуда вам знать что будет завтра сегодня не собираемся а в будущем может быть и послужим обстоятельства могут нас к тому вынудить однако не могу не согласиться с вами это хорошо что мы не взяли деньги только поэтому он нам и выдал паспорта и рекомендательные письма но самое главное что доподлинно выведали куда направился Гибсон я прекрасно знаю этот путь завтра мы выйдем пораньше и нагоним его благодаря нашим бумагам командир отряда ни на минуту не будет сомневаться в нашей честности и выдаст нам преступника не успели мы постучать в дверь дома в ланге как на пороге появился сам хозяин он проводил нас в комнату в которой все три окна были занавешаны толстыми одеялами не удивляйтесь джентльмены сказал он затемнение вынужденное я умышленно занавесил окна чтобы куклук склан не пронюхал что вы остановились у меня по той же причине прошу вас говорить в пол голоса они приходили сюда они выслали сюда разведчиков так как вы задержались у синьора кортесио мне стало скучновато и я решил подождать вас у входа вдруг я услышал что кто-то крадется вдоль стены я прикрыл дверь оставив только узенькую щелку и стал в нее глядеть к двери подошли трое и остановились несмотря на темноту я различил странные одежды длинные балахоны с капюшонами скрывающими лица на темной ткани белели какие-то нашивки точь-в-точь как у членов куклук склана вот именно двое остановились караулить у дверей а третий подкрался к окну и заглянул внутрь сквозь щели вставни вернувшись он доложил что в комнате находится только один молодой человек вероятнее всего сын Ланге что старик отсутствует а на столе стоит еда второй бандит отвечал что наверное мы поужинаем и сразу же ляжем спать они посоветовались и решили обойти дом кругом чтобы высмотреть как лучше проникнуть внутрь как только они скрылись за углом я пошел занавешивать окна а тут и вы подошли надеюсь что визит негодяев не испортил вам аппетит вы мои гости садитесь и угощайтесь от всей души приглашаю вас разделить с нами скромную трапезу а за ужином обсудим чего следует ожидать от бандитов и велика ли опасность ну конечно мы поддержим вас и не оставим в трудную минуту сказал Олдед а где ваш сын когда вы выходили от синьора Кортесио мальчик тихонько выскользнул на улицу и пошел к моим друзьям за подмогой они живут неподалеку отсюда и я всегда могу рассчитывать на них сын тайком приведет их сюда двоих из них вы уже знаете они сидели за нашим столом в трактире смогут ли они пройти в дом незамеченными было бы хорошо если бы шайка продолжала думать что в доме кроме вас и вашего сына никого нет не беспокойтесь не беспокойтесь мои друзья бывали в переделках и знают что делать впрочем я на всякий случай объяснил Биллу как себя вести ужин состоял из копченого окорока хлеба и пива только мы сели к столу как поблизости заскулила собака это условный знак сообщил нам Ланге поднимаясь из-за стола мои друзья пришли он вышел чтобы открыть им дверь и вскоре вернулся с сыном и пятью вооруженными мужчинами у каждого было ружье, револьвер и нож не произнеся ни слова они внимательно проверили надежно ли закрыты окна судя по их повадкам на этих людей можно было положиться один из них уже в возрасте с посидевшими волосами и бородой не сводил глаз солдета извините меня, сэр, обратился он к Вестману Билл предупредил меня, кого я здесь встречу и я очень обрадовался мне кажется, мы уже где-то встречались возможно, ответил мой товарищ я встречал множество людей и все они были детьми Адама и Евы вы припоминаете меня? Олдед внимательно посмотрел на него и сказал мы и в самом деле, кажется, где-то встречались но, убей бог, не помню где в Калифорнии, лет двадцать тому назад в китайском квартале играли мы там по-крупному да и опии курили я тогда проигрался в пух и прах спустил около тысячи долларов у меня осталась последняя монета и мне хотелось не проиграть ее а потратить на трубку опия потом мне оставалось только пустить себе пулю в лоб игра была моей страстью и я не видел другого выхода и тогда... стойте, ни слова больше оборвал его Олдед можете не рассказывать а я как раз хочу рассказать всем вы меня спасли тогда вам досталась половина проигранных мною денег и вы отозвали меня в сторону и вернули мой проигрыш заставив меня поклясться всем святым что я никогда больше не сяду за карты и брошу курить опий и я сдержал слово несмотря на большой соблазн вы спасли меня сегодня я человек состоятельный позвольте мне вернуть вам 500 долларов не откажите в любезности ну уж нет рассмеялся в ответ Олдед я столько лет гордился совершенным добрым делом может единственным в моей жизни что теперь ни за какие деньги не продам достоинства когда я умру мне нечем будет оправдать свои грехи перед лицом Господа Бога и этот благородный поступок мой последний козырь а вы хотите чтобы я добровольно его лишился да ни за что однако сейчас у нас есть дела поважнее чем ворошить прошлое тогда я всего лишь предостерег вас и уговорил откреститься от сатаны с которым к сожалению сам был знаком на коротке но своим спасением я обязан только себе и никому больше поэтому давайте прекратим этот разговор последние слова старого Вестмана напомнили мне его рассказ при нашей первой встрече в Новом Орлеане он смутно намекнул тогда что покойная мать сделала все чтобы указать ему дорогу к счастью но он выбрал иную стезю теперь он предстал передо мной в новом свете заядлый игрок и курильщик опия я не мог избавиться от подозрения что он и раньше и сейчас готов был все поставить на карту в буквальном смысле слова что же касается опия то его худая напоминающая скелет фигура явно свидетельствовала о длительном разрушительном воздействии наркотического снадобья неужели и до сих пор он втайне курит опий однако я отбросил все подозрения как невероятные курение опия требует особых условий и много времени что разумеется невозможно в путешествии тем более по прерии может быть он жует опий теперь он казался мне совершенно иным человеком к уважению которое я к нему питал примешалось чувство жалости чего стоили его подвиги и чудеса храбрости которые он проявлял на каждом шагу в сравнении с той борьбой какую он вел сам с собой как сильны были его тело и душа если даже такой яд как опий не смог их разрушить прозвище ол дед приобрело для меня другой зловещий оттенок видимо славный вестмен когда-то был уверен что обречен и смерть казалась ему единственным спасением от унизительного порока последние свои слова давайте прекратим этот разговор ол дед произнес таким непререкаемым тоном что его старый знакомый по калифорнии заговорил о более насущном хорошо сэр сегодня нам угрожает не менее неумолимый враг чем опий к счастью с ним справиться легче так что приступим к делу куклу ксклан наш общий враг поэтому и бороться с ним должны все а не только тот кому он непосредственно угрожает у чудовища множество щупальцев и всякая снисходительность к нему была бы непростительной ошибкой в первой же схватке мы обязаны показать на деле что не намерены уступать нас ждет верная смерть если мы позволим куклу ксклану занять наш городок они примутся за каждого по отдельности и в конце концов передушат всех по одиночке поэтому мы должны во что бы то ни стало оказать непрошенным гостям такой горячий прием и нагнать на них такого страху чтобы они больше никогда и носа не сунули в наш город все присутствующие были того же мнения прекрасно продолжал старший из друзей ланге необходимо подготовиться к нападению так чтобы они бросившись на нас превратились из охотников в дичь может быть у кого то есть план все посмотрели на олдета он был опытный вестмен и лучше других знал как следует поступить в такой опасной обстановке читая в глазах мужчин молчаливый призыв к действию и напряженное ожидание олдет скорчил по своему обыкновению страшную гримасу кивнул головой словно соглашаясь с самим собой и сказал ну что же раз другие молчат я скажу несколько слов следует учесть то обстоятельство что они могут нагрянуть сюда только после того как мистер ланге ляжет спать задняя дверь в доме запирается на засов нет на замок как и остальные двери в доме вот и славно несомненно они уже все разнюхали и запаслись поддельными ключами только круглый болван не сделает этого в их шайке нет недостатка в слесарях или хотя бы в людях искусно владеющих отмычкой таким образом следует ожидать что они потихоньку проберутся внутрь и исходя из этого приготовятся к приему гостей мы встретим их выстрелами из ружей как только они сунутся мы начнем палить в них мы в них а они в нас как только мы дадим залп они по вспышкам безошибочно поймут где мы укрылись поэтому стрелять нельзя лучше заманить их в ловушку не подвергая себя опасности но как мы сможем поймать их очень просто мы притаимся внутри дома и позволим им беспрепятственно войти едва они проникнут в спальню мы захлопнем мышеловку несколько человек встанут на часах у двери остальные будут сторожить окна со двора они не смогут выйти из дома и им придется сдаться без боя самый старый соседей отрицательно затряс головой он упорно предлагал перестрелять всех злодеев в ответ Олдед прищурил один глаз и состроил такую гримасу что в других обстоятельствах все просто покатились бы со смеху но в тот день никто и не улыбнулся как понимать вашу гримасу сэр? спросил Ланге вы не согласны? вовсе нет, мистер Ланге предложение вашего друга недурственно однако оставляет желать лучшего так как, думаю, все произойдет несколько иначе куклуксклановцы не настолько глупы чтобы вести себя так, как мы того ожидаем неужели вы всерьез рассчитываете что они войдут все вместе и выстроятся против наших ружей я совершенно уверен что они тихонько откроют заднюю дверь и пошлют двоих самое большее троих разведать обстановку этих мы, конечно, без труда застрелим но остальные уйдут и вернутся с подмогой чтобы любой ценой покончить с нами но у них ничего не получится потому что мы впустим в дом и переловим всех до одного только так мы обезопасим себя от нападения и добьемся своего по возможности без кровопролития если же вы непременно желаете перебить их как бешеных собак беритесь за дело сами а нас увольте мы не хотим участвовать в бойне и уходим чтобы найти другое место для ночлега и не вспоминать потом об этой ночи с содроганием и угрызениями совести откровенные слова Олдета произвели нужное впечатление все закивали головами в знак согласия а старик упрямец сказал вы убедили меня мне казалось что если мы поступим с ними безжалостно то раз и навсегда закажем им дорогу в Лагранху но я не подумал об ответственность за пролитую кровь и я готов согласиться с вашим планом если вы приведете доказательство что он выполним любой даже самый тщательно продуманный план может провалиться получится или нет зависит только от нас надо постараться чтобы получилось мы поступим мудро благородно и великодушно если впустим их в дом заманим в ловушку и захватим живьем учтите что Куклукс Клан будет мстить за смерть своих людей со всех сторон прибудут подкрепления и они не отступятся от вас пока всех не перережут поэтому прошу вас принять мой план все равно ничего лучшего вы пока не предложили и думаю не предложите чтобы обезопасить нас от случайностей я сейчас обойду дом снаружи чем черт не шутит а вдруг запримечу что-нибудь такое что потом нам пригодится может не стоит выходить из дому сэр спросил Ланге вы сами сказали что налетчики выставили часового если он вас заметит все пойдет прахом он меня заметит рассмеялся Олдед вот уж не думал что обо мне когда-нибудь скажут что я не способен незаметно подкрасться к часовому или пойти в разведку не смешите меня мистер Ланге лучше нарисуйте мне план дома да растолкуйте что и где находится а затем откройте заднюю дверь и ждите за порогом запершись пока не вернусь возвращаясь я не стану стучать в дверь а поскребусь на стук же никому не открывайте Ланге взял с полочки над дверью обмылок и нарисовал на столешнице план дома Олдед внимательно всмотрелся в чертеж и ничего не сказав кривой ухмылкой выразил свое одобрение Олдед уже стоял у двери как вдруг повернулся ко мне и спросил вам приходилось когда-нибудь подкрадываться к человеку сэр нет покривил я душой вспомнив о чем мы договорились с виниту у вас появилась прекрасная возможность поползать в свое удовольствие по-пластунски если желаете можете пойти со мной ни в коем случае сэр возразил Ланге это слишком рискованно ваш друг не скрывает что у него нет опыта в разведку он не ходил малейшая ошибка с его стороны и часовой вас заметит и поднимет тревогу чепуха я знаком признаюсь с этим молодым человеком всего несколько дней но уже знаю что у него есть все задатки чтобы стать хорошим вестменом если бы мне надо было незаметно подкрасться к вождю краснокожих я бы конечно не взял его с собой но можете мне поверить в куклу к склане нет ни одного индейца и ни одного вестмена поэтому нечего бояться что часовой окажется более ловким и смелым чем мы но даже если у нас и обнаружит слово чести я сумею исправить ошибку не будь я олдед я хочу взять с собой этого молодого человека и он пойдет со мной вперед сэр только оставьте здесь свое сомбреро да и я сделаю то же самое потому что светлая солома видна в темноте и выдаст нас зачешите волосы на лоб и поднимите повыше воротник чтобы скрыть лицо держитесь за мной и делайте как я и посмотрим найдется ли такой смельчак что смог бы против нас устоять никто больше не возражал и мы направились к черному ходу Ланге тихонько открыл дверь мы выскользнули в ночную тьму и он снова закрыл ее за нами как только мы оказались на улице олдед присел на корточки и я последовал его примеру казалось он пытается просверлить взглядом темноту затем я услышал как он по собачьей втягивает носом воздух похоже впереди никого нет прошептал олдед указывая на конюшню в глубине двора однако я должен доподлинно убедиться в этом осторожность никогда не помешает вы умели мальчишкой стрекотать сверчком дуя на травинку зажатую между большими пальцами я утвердительно кивнул там под деревом растет трава сорвите травинку и будьте наготове пока я не вернусь никуда не уходите а если что-нибудь случится подайте мне немедленно сигнал сверчком он лег на землю и помогая себе руками пополз в темноту минут через десять он вернулся а его приближение меня и в самом деле известили не глаза а обоняние я не ошибся шепнул он во дворе и у фасада дома никого нет но на том углу под окном спальни кто-то стоит ложитесь на землю и ползите за мной только не на животе как змея а как ящерица опираясь на кончики пальцев ощупывайте перед собой дорогу чтобы боже упаси не хрустнула ветка и застегните хорошенько куртку чтобы полы не волочились за вами по земле вперед мы уже добрались до угла дома когда олдед остановился я сделал то же самое с минуту он всматривался в кромешную тьму затем повернул ко мне голову и шепнул их двое будьте осторожны и он пополз дальше а я за ним он не стал держаться стены дома а направился ближе к забору оплетенный диким виноградом или каким-то другим вьющимся растением забор огораживал весь сад мы ползли вдоль него и вскоре я обнаружил между домом и нами странный темный предмет по форме напоминающий палку потом я узнал что это были сложенные шалашом жерди для фасоли и хмеля рядом кто-то тихо разговаривал олдед схватил меня за воротник притянул к себе так что моя голова оказалась рядом с его и прошептал на ухо они сидят вон там подслушаем о чем они говорят надо было отправиться туда мне одному потому что вы гринхорн и можете все испортить но двое слышат больше чем один вы сумеете подкрасться к ним бесшумно да ответил я тогда попробуем заходите с той стороны а я зайду с этой когда подползете совсем близко уткнитесь лицом в землю чтобы блеск глаз вас не выдал если все же по какой-то причине ну хотя бы из-за шумного дыхания они заметят вас придется их обезвредить убить? спросил я шепотом нет обойдемся без стрельбы поднимать шум не в наших интересах мы бросимся на них я на одного вы на второго сбейте его с ног и сожмите шею так чтобы он и не пикнул потом я вам скажу что делать дальше но запомните без шума я знаю что силой вас бог не обидел но уверены ли вы что сможете грохнуть об землю верзилу из тех что плыли на пароходе не сомневайтесь сэр тогда вперед он пополз дальше огибая кучу жердей и заходя к часовым со спины а я приблизился к ним спереди негодяи сидели рядом глядя в сторону дома мне удалось подобраться к ним так близко что нас разделяло не более полуметра я лег на живот и прикрыл лицо руками склонив голову к самой земле как я потом убедился я поступил правильно вняв совету Олдета во-первых лазутчика всегда может выдать светлая кожа лица а во-вторых голоса лучше слышны снизу они вели разговор шепотом но очень взволнованно поэтому на расстоянии нескольких шагов можно было разобрать каждое слово капитана парохода не тронем и пальцем шептал тот что сидел ближе ко мне он высадил вас на берег что правда то правда но скажу откровенно он выполнял свой долг уж больно вы разошлись пойми меня правильно локсмит если мы расправимся с ним то навредим самим себе мы собираемся надолго обосноваться в Техасе поэтому не стоит ссориться с речниками ладно уж воля ваша мы подчинимся хотя руки ой как чешутся краснокожего кажется и след простыл как сквозь землю провалился мы проверили ни один индейец не ночует в Лагранхе в ожидании следующего парохода но те двое точно находятся здесь это шпионы севера и их надо безжалостно линчевать по ним уже давно веревка плачет знать бы только в какую щель они забились трусы улизнули через окно дело поправимое в трактире остался слезняк другой такой продувной бестия я не встречал он костьми ляжет а выведает где они именно он и вынюхал что кузнец уже получил деньги от мексиканца так что если дело выгорит то мы и повеселимся и в накладе не останемся Ланге сын был офицером в армии севера поэтому веревку на шею и вся недолго а отец воспитавший солдата тоже заслуживает наказания но мы его не повесим всыплем ему плетей да так чтобы кожа на спине лопалась а потом выбросим его из дома и подожжем хозяйство да ему то будет все равно он дом уже продал ответил второй зато мексиканец обозлится и наверняка никогда больше не пошлет людей в армию Хуареса мы нанесем визит в его контору и наведем там порядок попомнит он нас но действовать будем как нам предписали кстати ты уверен что твои ключи подойдут не обижайте меня капитан я свое дело знаю ни одна дверь не устоит против моей отмычки скоро начнем ждать уже недолго только бы они улеглись пораньше а то наши люди уже беспокоятся в кустах сирени где они спрятались чертовски неудобно сидеть к тому же хозяева выбрасывали туда черепки отбитой посуды мусор и прочий хлам сейчас я еще раз загляну в окно может в доме уже легли спать а ты потом сходишь и позовешь остальных Верзилов встал подкрался к окну и прильнул к щели вставни почтительное обращение капитан да и весь разговор указывали на то что он командовал шайкой второго звали Локсмит то есть слесарь возможно это и была его настоящая фамилия а может быть он и в самом деле был слесарем потому что как он сам сказал разбирался в отмычках когда он шевельнулся послышалось металлическое бряцанье видимо в кармане у него лежала связка ключей мои раздумья прервал Олдед тихонечко дернувший меня за штанину мы отползли назад за кучу жердей теперь мы знаем что они задумали сказал Олдед и я проделаю с ними такую штуку что они меня на всю жизнь запомнят могу я на вас положиться что я должен сделать взять за горло Верзилу с удовольствием сэр прекрасно только сначала я объясню вам как приступить к делу чтобы вы с горячанина ломали дров слушайте внимательно не волнуйтесь сюда за жердей никто не придет в то же самое мгновение капитан вернулся к своему напарнику к счастью он не стал осматриваться и сразу сел на землю со слесарем Олдед не счел необходимым подслушивать дальнейший разговор двух негодяев и шепнул мне на ухо вы должны поймать этого разбойника подползете к нему сзади и когда я вскрикну схватите его за горло сожмите ему шею повалите на землю сначала на бок а потом уложите на живот тогда садитесь на него верхом и держите справитесь несомненно я не раз участвовал в состязаниях по борьбе в состязаниях презрительно хмыкнул старик это ни о чем не говорит еще раз капитан выше ростом не спутайте их и не посрамите своего учителя сэр не допустите чтобы над вами насмехались ну а теперь вперед ждите моего сигнала и он скрылся в темноте а я пополз на прежнее место подобравшись капитану вплотную я подогнул колени и приготовился к прыжку оба куклу-склановца все еще беседовали огорченные тем что им приходится так долго ждать потом они снова вспомнили нас и выразили надежду что слезняк сумеет разнюхать где мы остановились вдруг послышался тихий голос Олдета а вот и мы джентльмены берегитесь я мигом вскочил на ноги и вцепился в шею капитану так как приказал Олдет сжимая ему горло я швырнул его на землю уткнул лицом в траву и сел на него верхом не успев издать ни звука он уже лежал без движения подо мной из темноты выплыла сутулая фигура Олдета старик ударил капитана по голове рукояткой револьвера и сказал можете его отпускать для новичка вы сработали очень и очень неплохо судя по тому как вы начинаете у вас есть все задатки чтобы в будущем стать хорошим вестменом берите своего верзилу и пойдемте он вскинул на плечо одного я другого бандита и мы направились к задней двери дома Олдет тихонько поскребся и Ланге сразу же открыл нам что вы принесли? спросил он пытаясь в темноте разглядеть нашу поклажу сейчас увидите весело ответил Олдет запирайте дверь и проходите в комнату мы положили нашу добычу на пол и вокруг раздались приглушенные возгласы удивления тысяча чертей воскликнул сосед Ланге да ведь это два куклу-склановца они живы живы ответил Олдет к счастью я взял с собой на разведку молодого человека а то бы мне одному не справиться он здорово помог мне и даже уложил у главаря шайки главаря великолепно но где же скрываются остальные и почему вы притащили сюда этих двоих? что тут объяснять? все проще простого мы с молодым человеком вырядимся сейчас в их шутовские балахоны и приведем сюда всю шайку ожидающую сигналу у конюшни вы в своем уме? это слишком опасно а если они догадаются что вы не те за кого себя вы даете? не догадаются самонадеянно ответил мой товарищ Олдет хитрее их да и молодой человек не настолько глуп как может показаться и он пересказал все что мы подслушали теперь по его плану я должен был сыграть роль слесаря пойти к конюшне и привезти всю шайку в дом а сам он переоденется капитаном Куклуксклана разумеется добавил Вестман мы будем говорить исключительно шепотом потому что так все голоса звучат одинаково мы не станем мешать вам сказал Ланге отец а что тем временем делать нам? тихонько выйдите во двор и принесите несколько кольев чтобы можно было быстро и надежно подпереть дверь спальни затем потушите свет и спрячетесь вот и все что вы должны сделать какие действия потребуются потом пока трудно предвидеть отец и сын ушли за кольями а мы с Олдетом принялись снимать с пленников Куклуксклановское облачение на черном балахоне капитана на капюшоне на груди и на бедрах были белые нашивки в виде кинжала а на одежде слесаря ключи видимо кинжал был отличительным знаком предводителя бандита оставшегося в трактире чтобы выведать куда мы скрылись звали слезняком и вероятно его одежду украшали нашивки в виде улитки в тот момент когда мы стаскивали с капитана его бриджи он пришел в себя окинул нас удивленным взором и попытался вскочить на ноги протягивая руку к пустой уже кобуре но не тут-то было олдед придавил его к полу приставил нож к груди и пригрозил тише, приятель не вздумай кричать или бракаться не то эти полфунта стали окажутся в тебе капитан мужчина лет тридцати со стриженной бородкой был похож на офицера французской армии резкие черты лица смуглая кожа и следы испытаний на лице выдавали в нем южанина он пощупал то место на голове куда пришелся удар рукоятка револьвера и спросил где я и кто вы такие вы в доме мистера ланге того самого которого вы решили ограбить приятель а я и вот тот молодой человек те самые трусы которых должен был выследить слезняк так что ты нашел то что искал пленник сжал побелевшие губы и обвел нас диким от страха взором в это время вернулись оба ланге с жердями пилой и веревками веревок хватит на всех заверил нас ланге отец вот и хорошо пока свяжите этих двоих я не позволю связать себя крикнул капитан снова пытаясь вскочить на ноги но олдет опять пригрозил ему ножом и устрашающе произнес не двигайся тебя наверное забыли предупредить на кого ты охотишься меня зовут олдет и ты конечно знаешь что зря такую кличку человеку не дадут а ты думал что я лучший друг плантаторов и мечтаю вступить в куклукс клан вы олд олдет запинаясь переспросил капитан да приятель собственной персоной но лучше вернемся к нашим скорбным делам мне известно что ты собирался повесить мистера ланге младшего а старшего сечь плетьми пока не полопается кожа на спине ты также хотел сжечь его дом поэтому рассчитывать на снисходительность тебе не приходится может быть мы и не будем излишне строги но для этого ты должен постараться и вести себя смирно олдет олдет повторял побледневший как полотно капитан я погиб еще нет мы не убийцы и не станем мстить вам если вы сдадитесь без боя в противном случае еще до завтрашнего утра ваши трупы поплывут вниз по реке на радость рыбам слушай меня внимательно если ты сделаешь все как я хочу ты сможешь покинуть этот город и техас но боже тебя упаси не вздумай сюда возвращаться сейчас я приведу твоих дружков прикажу им сдаться если вы не подчинитесь перестреляем вас как уток капитана связали по рукам и ногам сунули в рот кляп из его же носового платка а когда слесарь пришел в себя с ним обошлись точно так же обоих бандитов перенесли в спальню уложили на постели и укрыли по горло одеялами отлично смеялся Олдет пора начинать спектакль вот будет потеха когда разбойники раскусят кто спит в кроватях скажите мистер Ланге нельзя ли как-то устроить чтобы мы разговаривая с гостями видели их а они нас нет это не сложно ответил тот показывая на потолок потолок в доме сколочен из досок одно из них можно вынуть тогда берите оружие идите на чердак и сидите там пока я не подам знак но сначала надо подготовить надежные подпоры чтобы пташки не улетели мы отпилили несколько кольев нужного размера и положили их так чтобы они были под рукой я надел одежду слесаря и в кармане обнаружил связку ключей оставьте их здесь они вам не потребуются сказал Олдет вы не слесарь и не взломщик и можете выдать себя своей неловкостью возьмите настоящие ключи и делайте вид что орудуете отмычкой захватим с собой ножи и револьверы оружие чтобы не вызывать подозрений оставим тем временем вам джентльмены надлежит вынуть потолочную доску и сразу же погасить свет в соответствии с его указаниями нас выпустили наружу и заперли дверь у меня в кармане бряцали три ключа от входной двери, от гостиной и от спальни услышав как скрипит отдираемая от балок доска мы с Олдетом разошлись в разные стороны он направился к фасаду дома где лежали жерди а я пошел через двор конюшни где меня ожидали дружки я не стал подкрадываться к ним желая чтобы они услышали мои шаги и заговорили первыми я уже поворачивал за угол когда передо мной словно из-под земли вырос человек на которого я чуть было не налетел и грозно спросил стой, это ты, Локсмит тише, вы же всех распугаете прошепел я в ответ подожди здесь, я сейчас позову лейтенанта он и сейчас в темноте значит, кроме капитана был еще и лейтенант из чего следовало, что у Куклуксклан был организован на военный манер спустя минуту ко мне приблизился другой человек и прошептал почему так долго? эти собаки наконец-то уснули беспробудным сном перед тем, как улечься вылокали бутылку брензи тем лучше нам же будет меньше хлопот что там с дверью? все в порядке пошли уже за полночь управимся побыстрее здесь и навестим Кортесио показывай дорогу мы двинулись вперед а за нами потянулись смутные тени в балахонах у дома нас ожидал Олдед которого в темноте действительно было невозможно отличить от долговязого капитана у вас есть особые приказания, сэр? спросил его лейтенант нет, ответил старик все будет зависеть от обстановки внутри дома приступай, Локсмит открывай входную дверь сжимая в руке настоящий ключ я подошел к двери однако отпер я не сразу попритворявшись с минуту будто пытаюсь подобрать отмычку наконец с легким скрипом дверь открылась и мы с Олдедом остановились у входа пропуская вперед остальных лейтенант встал рядом с нами и когда все вошли внутрь спросил прикажете доставать фонари? рано пока достаньте только вы вы тоже вошли в дом я притворил дверь но не стал запирать ее на ключ тем временем лейтенант достал из кармана фонарь и зажег в тусклом свете я заметил на его балахоне белые нашивки в форме охотничьего ножа бандитов было десятка полтора и у каждого был свой отличительный знак полумесяц, крест, змея, звезда, лягушка, круг, пуля сердце, ножницы и разнообразные птицы и звери все остановились не решая сделать ни шагу без приказа лейтенант, по-видимому, был большим любителем повелевать так как по-хозяйски приподнял фонарь, осмотрелся и спросил выставим часовых у дверей к чему? ответил вопросом на вопрос Олдед это лишнее пусть Лок Смит закроет дверь на ключ и сюда никто не войдет я немедленно повиновался и запер дверь но, чтобы не возбуждать подозрения у лейтенанта оставил ключ в скважине в спальню войдут все до одного, продолжал давать указания Олдед, кузнецы сильные, как медведи, поэтому понадобятся все наши люди вы сегодня не такой, как всегда, капитан условия сегодня тоже не такие, как всегда, лейтенант он подтолкнул меня к двери, ведущей в гостиную и тут повторилась та же сцена, что и у входа я притворился, что подбираю ключ и вскоре открыл дверь когда все вошли, Олдед взял фонарь у лейтенанта и осветил дверь в спальню сюда, позвал он, только тихо зажигаем фонари сейчас? нет, только в спальне Олдед делал все, чтобы, войдя в спальню бандиты не распознали сразу в спящих кузнецах своих товарищей с другой стороны нужно было завести в спальню и запереть там все 15 человек иначе нам пришлось бы держать их под прицелом еще и в гостиной а людей у нас было маловато крайне осторожно я отпер последнюю дверь Олдед посветил фонарем заглянул в спальню и шепнул спят как убитые, быстро и без шума лейтенант вперед и он втолкнул лейтенанта в спальню не дав ему времени не сообразить что происходит что-то неладное не возразить начальнику все остальные поспешили за ним и как только последний негодяй переступил порог я закрыл дверь, повернул ключ и вынул его из замочной скважины колья, скорее, прошипел Олдед колья были отпилены такой длины что доставали от двери до противоположной стены комнаты теперь выломать ее мог разве что человек обладающий силой слона как только клетка надежно захлопнулась за птичками я бросился к лестнице ведущей на чердак вы не уснули? спросил я, задрав голову они в мышеловке спускайтесь на мой призыв кузнецы и их друзья скатились вниз по лестнице бандиты в спальне теперь трое из вас выйдут во двор и подопрут снаружи ставни сторожите их хорошенько если кто-нибудь посмеет сунуть нос в окошко пустите ему пулю в лоб я выпустил троих мужчин из дому оставшиеся прошли в гостиную из спальни сначала донесся невнятный говор а потом дикий шум бандиты обнаружили что их одурачили и заперли зажгли фонари и при их свете узнали лежащих в постели послышались угрозы и проклятие дверь задрожала под ударами немедленно откройте иначе пеняйте на себя мы разнесем весь дом в щепки кричали в спальне угрозы не возымели желаемого действия и они попытались вышибить дверь но все же усилия были напрасны жерди намертво заклинили дверь потом по шуму и возгласам мы определили что они открыли окно и порываются взломать ставни не могу скрикнул кто-то ставни подперты снаружи со двора раздался грубый крик эй вы там вы в ловушке прочь от окна первый кто высунется получит пулю в лоб и прямым ходом отправится в ад громко добавил олдед у двери стоит караул и людей у нас достаточно чтобы перестрелять вас как куропаток спросите вашего капитана он даст вам дельный совет что делать понизив голос старик обратился ко мне берите фонарь и ружье пойдемте на чердак а вы мистер ланге зажгите здесь свет мы поднялись на чердак и подошли к дыре находившейся над серединой спальни занавесив фонарь полой балахона мы заглянули вниз в спальне горело несколько фонарей и все было видно как на ладони бандиты испуганно сгрудились они уже сняли путы с наших пленников помогли им освободиться от кляпов капитан что-то втолковывал своим людям видимо объяснял им положение в котором они оказались но так тихо что мы как ни старались не могли расслышать ни слова никогда вдруг явственно послышался голос лейтенанта сдаться добровольно сколько их тут чтобы требовать сдачи их достаточно чтобы в пять минут перещелкать вас всех если вы не сдадитесь прокричал выполнял следом по команде все подняли головы и устремили взоры на нас. И в то же мгновение откуда-то издалека донесся гром выстрела. Сначала один, потом второй. В один миг Олдетт сообразил, что происходит в городе и как следует воспользоваться непредвиденным счастливым случаем. «Вы слышали?» — скричал он. «Ваши приятели пошли в гости к Кортесио, и он угостил их на славу. Весь город встал против вас. Мы заранее узнали, что вы собираетесь к нам нагрянуть, и приготовили вам прием, о каком вы и не мечтали. Здесь не нуждаются в услугах Куклуксклана, поэтому лучше бы вам сдаться, господа. В гостиной рядом со спальней сидят 12 человек, под окном 6, на чердаке еще 6 стволов, держат вас на мушке. Меня зовут Олдетт, и если вы сложите оружие, мы не станем судить вас слишком строго. Запомните. У вас осталось 10 минут, потом открываем огонь. Больше нам не о чем разговаривать». Он положил доску на прежнее место и тихо произнес. «А теперь бегом на помощь Кортесио. Мы прихватили с собой еще двоих мужчин из гостиной, где теперь оставались только Ланге с сыном, и двоих со двора, где для охраны окна вполне хватало одного человека, и помчались к дому мексиканца. Раздался еще один выстрел, и в свете вспышки я заметил у дома несколько фигур в балахонах. Еще несколько человек выбежали из-за угла и остановились. Один из них испуганно крикнул, как мне показалось, громче, чем собирался. «У задней двери тоже палят, там нам тоже не пройти!» Я бросился на землю и подполз ближе. Теперь я слышал все, о чем они говорили. «Ну и заварушка! Кто бы подумал, что мексиканец почует неладное и схватится за оружие! Теперь он стрельбой поднимет на ноги весь город! Смотрите, уже в других домах зажигают свет, а вон кто-то бежит по улице! Через несколько минут здесь соберется целая толпа! Времени у нас в обрез! Вышибить дверь прикладом и вся недолго! Согласны?» Медлить было нельзя, и я, не дослушав их разговор, поспешил к моим товарищам. «Скорее, джентльмены, они собираются взять приступом дом Кортесио!» «Не волнуйтесь, сэр, сейчас они свое получат!» Пользуясь ружьями, как дубинками, мы напали на разбойников. Те обратились в бегство, бросив четверых своих сообщников лежать на земле без чувств. Мы немедленно связали их и обезоружили. Олдет подошел к двери дома и постучал. «Кто там?» прозвучало в ответ. «Олдет, мы разогнали этих дурачков, сеньор, откройте!» Дверь приоткрылась. Выглянул мексиканец и узнал Олдета, хотя тот и был одет в балахон капитана куклук-склановцев. «Они действительно разбежались?» спросил осторожный Кортесио. «Только пыль столбом. Четверых мы взяли. Это вы стреляли?» «Я! Какое счастье, что вы меня предупредили! А то бы мне пришлось туго! Я отстреливался отсюда, а негр с черного хода, так что они не смогли подобраться к дому. А потом я заметил, что на них кто-то напал, но не знал, что это вы пришли мне на подмогу. «А теперь нам требуется ваша помощь. К вам они больше не вернутся, а в доме у мистера Ланге сидит под замком полтора десятка бандитов, и мы не хотим отпускать их, не проучив хорошенько. Прикажите негру оповестить жителей. Пусть разбудит весь город, чтобы сообща прогнать банду отсюда раз и навсегда». «Хорошо, сэр. Я пошлю слугу к шерифу. А вот еще кто-то идет к нам. Сам я буду готов через несколько минут». И Кортесио скрылся за дверью. Справа из темноты выплыли две неясные фигуры с ружьями наперевес. Нас окликнули, спросили, кто мы и что случилось, а узнав о нападении, тут же предложили свою помощь. Даже жители Лагранхи, не желавшие признавать вашингтонское правительство, выступили против Коклукс-клана, успевшего досадить всем. Мы перетащили четверых раненых бандитов в гостиную в доме Ланге и узнали от хозяина, что запертые в спальне не пытались вырваться из ловушки. Вскоре появился сеньор Кортесио, а вслед ему один за другим стали прибывать и прочие обитатели городка. В доме уже не хватало места, чтобы вместить всех желающих участвовать в поимке шайки, и многие были вынуждены остаться на улице. Шум голосов и топот множества ног был прекрасно слышен в спальне, и сидящие там под замком негодяи не могли не понимать, что обстановка складывалась не в их пользу. Олдед и я вместе с ним снова пробрались на чердак. Вынув ту же доску из перекрытия, мы заглянули внутрь и увидели картину немого, но яростного отчаяния. Кто стоял, прислонившись к стене, кто присел на кровать и закрыл лицо руками, кто лежал на полу, злой и униженный. «Ну как?» — спросил Олдед. «Десять минут прошли. Что решили?» В ответ прозвучало грязное ругательство. «Если я правильно понял, сдаваться вы не желаете. Тогда мы открываем огонь». Он сунул ствол ружья в проем, я последовал его примеру. Как ни странно, никто из бандитов и не подумал взяться за оружие, хотя у всех были револьверы. Страх сковал их волю, что подтверждало нашу догадку о том, что негодяи были храбры только когда с помощью хитрости или подлости могли напасть на беззащитную жертву. «Отвечайте, или я стреляю», — пригрозил им старик. «Последний раз предлагаю сдаться». Ответом было гробовое молчание. Олдед шепнул мне. «Вы тоже стреляйте. Цельтесь в руку лейтенанту, а я возьму на мушку капитана. Но надо обязательно попасть, чтобы вид крови убедил их». Два выстрела раздались одновременно. Обе пули попали в цель. Капитан и лейтенант взвыли от боли, остальные от страха. Услышав выстрелы и решив, что пальбу открыли пленники, наши товарищи в гостиной и на улице с криком взялись за оружие. Пробивая дверь и ставни, в спальню посыпался град пуль. Куклуксклановцы бросились на пол, чувствуя себя там в большей безопасности. Их капитан встал на колени у кровати, обмотал раненую руку простынёй и крикнул. «Остановитесь! Мы сдаёмся!» «Давно бы так», — ответил Олдед. «Все по очереди подходят к кровати и бросают на неё оружие. После этого мы вас выпустим. Тот, у кого найдётся хоть что-то, напоминающее оружие, получит пулю в живот. Вы меня поняли? На улице сотни людей. У вас один шанс на спасение. Сдаться на нашу милость». Члены Тайного Союза оказались в безвыходном положении. О бегстве нечего было и думать. С другой стороны, им ничего не грозило, сложая не свой арсенал. Намерения у них были преступные, но осуществить их не удалось. Поэтому, в сущности, судить негодяев было не за что. И они пошли на наши условия. Вскоре на кровати выросла гора из ножей и револьверов. «Прекрасно, джентльмены!» — воскликнул Олдед. «Сейчас мы откроем дверь, и вы выйдете по одному. И запомните, глаз у меня зоркий, и тот, кто вздумает протянуть руку к оружию, отправится прямо в ад». Олдед велел мне спуститься вниз и передать Ланге приказ, выпустить из спальни бандитов, связать их и держать под присмотром в гостиной. Однако непредвиденные обстоятельства чуть было не помешали мне выполнить его распоряжение. В коридоре у лестницы толпились люди. На мне же был костюм слесаря, куклук с клана. Меня приняли за одного из шайки, и не было никакой возможности втолковать им, что я не имею никакого отношения к Тайному Союзу. Со всех сторон на меня посыпались пинки и тумаки, и я еще несколько дней чувствовал боль во всем теле. Я вдруг понял, что меня собираются вывести во двор и вздернуть на ближайшем дереве. Положение становилось угрожающим. Никто из этих людей не знал меня. Особенно распоясался один из них, долговязый и костлявый. Он, не останавливаясь, бил меня кулаком в бок и орал на ухо. «На улицу его, на улицу! Там на деревьях хватит веток, крепких, прекрасных веток, чтобы их всех перевешать. Мы подберем тебе сук покрепче, чтобы не обломался». Одновременно он подталкивал меня к выходу. «Прекратите!» — сопротивлялся я. «Я не член куклук с клана. Спросите у мистера Ланги». «Мы найдем для тебя лучший сук во всем городе!» Не унимался долговязый и опять ударил меня в бок. «Да пропустите же меня в гостиную к мистеру Ланге! Я переоделся для того, чтобы...» «Лучший сук в городе! А какие у нас в лагранхе веревки! Крепкие и красивые! Из настоящей пеньки!» И он снова ударил меня. Да так больно, что я потерял самообладание. Его крики могли распалить толпу. Так что та и в самом деле решилась бы меня линчевать. А уж если бы ему удалось вытолкать меня во двор, то там меня ждала неминуемая расправа. «Прекратите ваши дурацкие шутки!» — взревел я. «Я иду к мистеру Ланге с поручением!» «Лучший сук и лучшая веревка тебе!» Еще громче крикнул тот, и что было силы, двинул меня в ребра. Мое терпение лопнуло, и я ответил ударом на удар. Вокруг меня сразу стало пусто. Я воспользовался этим и, размахивая кулаками, бросился вперед, пытаясь прорваться в гостиную. Я двигался по узкой, отвоеванной у толпы улочке, но она смыкалась сразу же за мной, осыпая меня градом ударов. Я не завидовал настоящим куклук-склановцам. Нетрудно было представить, что их ожидало. Распахнув пинком дверь, я ворвался в гостиную. Долговязый, ревя как раненый бык, ввалился вслед за мной. Увидев его, Ланге удивленно воскликнул. «Боже мой! Что с вами, сэр? Почему вы так кричите? Почему у вас лицо в крови? На дерево! На дерево этого бандита!» — ответил взбешенный верзила, тычев меня пальцем. Он расквасил мне нос и выбил зубы. «У меня были такие замечательные зубы! Последние! Что еще оставались? Повесить его!» На этот раз повод для гнева у него действительно был. Из разбитого носа и рта хлистала кровь. «Повесить его?» — изумился Ланге. «Но он не бандит, сэр. Он наш друг. И именно ему мы обязаны тем, что удалось поймать всю шайку. Если бы не он, то и я с сыном, и сеньор Кортесио уже были бы мертвы, а наши дома полыхали, как солома». Долговязый вытаращил глаза, разинул рот и пролепетал. «Мы? Обязаны ему?» Он был так смешон, что все присутствующие, несмотря на серьезность положения, захохотали. Он вытер пот со лба. Я тем временем ощупывал себя и растирал те места, над которыми поработали его костистые кулаки. «Теперь вы поняли, сэр!» — прикрикнул я на него. «Да вы просто взбесились! Что вам так приспичило вешать? И кого? Меня? Все кости ноют от ваших кулаков!» От смущения он не знал, что делать. Наверное, поэтому он открыл рот и выплюнул на ладонь два последних зуба, которые я ему выбил. Тут и я не выдержал и рассмеялся, хотя вид у него был действительно жалкий. Только теперь я смог передать Ланге распоряжение Олдета. Мы подготовили веревки, сложили их в угол, чтобы были под рукой, и я скомандовал. «Выпускайте их по одному и вяжите сразу же за порогом. Кто-то удивится Олдет, что мы так долго возились. Но почему здесь еще нет шерифа? Слуга Кортесио обещал первым делом привезти его». «Нет шерифа», — удивился Ланге. «Так это он и есть. Он-то вам и надавал тумаков». И Ланге ткнул пальцем в Долговязово. «Тысяча чертей», — взревел я. «Вы же шериф, представитель власти в округе. На вас возложена обязанность следить за порядком, и даны для этого все права. А вам вдруг вздумалось самому поиграть в судью Линча? «Очень плохо, сэр. Неудивительно, что Куклуксклан так здесь распоясался. Мои нравоучения привели шерифа в такое замешательство, что он протянул мне на ладони два своих последних зуба и пробормотал». «Простите меня, сэр. Я ведь не знал». «Приступайте немедленно к исполнению своих обязанностей, а то люди, чего доброго, подумают, что вы хотели линчевать меня потому, что тайно пособничаете Куклуксклану». Мои слова привели его в чувство. Он с достоинством выпрямился и ответил. «Чтобы я, шериф всеми уважаемого округа Файет, состоял в банде? Чушь! Я докажу это, не сходя с места. Мы будем судить банду по закону еще нынче ночью. Отойдите, джентльмены, освободите проход. Встаньте в коридор и просуньте в дверь ружья, чтобы им было ясно, кто хозяин положения. А вы открывайте дверь в спальню и готовьтесь вязать их». Приказ был выполнен незамедлительно, и полдюжины винтовок тут же уставились в дверь спальни. В гостиной остались только шериф, Ланге с сыном, двое его соседей, помогавших нам с самого начала, Кортесио и я. С улицы доносились крики толпы, требующие ускорения развязки. Мы распахнули окна, чтобы люди могли видеть, что мы не бездействуем. Дверь разбаррикадировали, и я распахнул ее. Желающего выйти первым не нашлось, поэтому я позвал сначала капитана, а затем лейтенанта. Их раны были забинтованы разорванными на полосы простынями. На чердаке, у вынутой доски, с ружьем на изготовку сидел Олдед. Пленникам связали руки за спиной и поставили у стены, в один ряд с четырьмя бандитами, захваченными у дома Кортесио. У двери и окон толпились любопытные, из тех, кто не принимал непосредственного участия в событиях этой ночи, и, глядя на происходящее, одобрительно шумели. Пленники оставались в своих балахонах. Капюшоны скрывали их лица. По моему настоянию привели человека, называвшего себя Цирюльником, который заявил, что готов перевязать и вылечить раны. Он осмотрел пострадавших в схватке разбойников и послал зевак на поиски корпи и тряпок, пластырей и прочего. Когда вся шайка была связана, кто-то вдруг задал совершенно резонный вопрос. Что с ними делать, если в Лагранхе нет тюрьмы, способной вместить 19 человек? «Отведем их в трактир», – распорядился шериф, – «и покончим с ними сегодня же. Соберем суд, выберем присяжных и приведем приговор в исполнение тут же, на месте. Мы имеем дело с исключительным злодеянием, поэтому и поступим исключительным образом». А решение шерифа немедленно передали на улицу. Толпа зашевелилась и двинулась по направлению к трактиру. Каждый хотел занять место поудобнее. Многим не удалось попасть в зал. И они устроились на ступеньках лестницы, в коридоре и снаружи у окон. Куклу-ксклановцев приветствовали столь горячо, что охране пришлось крепко поработать, чтобы в конце концов уберечь подопечных от рукоприкладства публики. С трудом мы пробились в большой и низкий зал трактира, предназначенный для танцев. Возвышение для оркестра уже было занято зеваками. Пришлось их прогнать, чтобы поставить там скамью для подсудимых и стол для присяжных. С пленников сняли капюшоны, и оказалось, что в шайке не было ни одного человека из ближайших окрестностей. Собранный на скорую руку суд состоял из председателя, чью роль взял на себя шериф, обвинителя, защитника, секретаря и присяжных. Свидетелями выступили оба Ланге, Кортесио и еще несколько человек из местных жителей, Олдед и я. Основным доказательством вины послужило личное оружие пленников. Все их револьверы и ружья оказались заряженными. Открывая процесс, шериф заявил, что поскольку дело необычное, следует отступить от обычных формальностей и не приводить к присяге свидетелей, ибо мораль обвиняемых столь низка, что таким высоконравственным и уважаемым джентльменам, как мы, не стоит обременять себя клятвой. Тем более, что, по его мнению, в зале собрались, конечно, за исключением членов Куклуксклана, только те, чья добропорядочность и убеждения не вызывают никаких сомнений, что он и отмечает к своему великому удовлетворению. Зал встретил откровенную лесть рукоплесканиями. Долговязый раскланялся, а я заметил в зале несколько человек, чьи разбойничьи лица отнюдь не подтверждали высокопарные слова шерифа. Суд начался допросом свидетелей. Олдед в подробностях изложил события той ночи. Мы же ограничились тем, что подтвердили его рассказ. После нас выступил обвинитель и, основываясь на наших словах, упирал на принадлежность обвиняемых к запрещенной организации, которая преднамеренно подрывает общественный порядок, разрушает государственные устои и приступает закон. Подобные преступления караются длительным или даже пожизненным заключением, а иногда и смертной казнью. Только за принадлежность к Тайному Союзу закон предусматривает наказание от 10 до 20 лет тюремного заключения. Кроме того, имеются отягчающие обстоятельства. Было доказано, что обвиняемые покушались на жизнь бывшего офицера армии Севера, намеревались нанести увечья двум уважаемым гражданам и сжечь до тла всю Лагранху. Да благословит Господь этот город. В их намерение также входило повесить двух мирных и достопочтенных джентльменов. Тут он повернулся в нашу сторону и сначала отвесил поклон Олдету, а затем мне. Каковые намерения, будь они осуществлены, безусловно, повлекли бы за собой смерть повешенных, что следует наказать самым строгим образом, так как именно этим джентльменам город обязан своим спасением. Итак, вина подсудимых доказана, и обвинитель требует воздать им по заслугам и предлагает несколько членов клана, отобранных по усмотрению суда, повесить за шею веревкой, пока жизнь не покинет их тела, а остальных подвергнуть телесному наказанию, дабы мораль их укрепилась, а потом заключить в тюрьму с толстыми стенами и прочными решетками, чтобы впредь они не могли вредить ни государству, ни честным гражданам. Обвинитель раскланялся под рукоплескание, и его место занял защитник. «Председатель совершил ошибку», — сказал защитник, не спросив у обвиняемых, кто они и откуда. Он советует шерифу исправить упущение, ибо необходимо знать, кого предстоит повесить, а кого посадить в тюрьму, хотя бы для того, чтобы должным образом оставить бумаги на казнь и засвидетельствовать смерть казненных. Замечание было блестящее, и я мысленно согласился с ним. Он не отрицает преступных намерений шайки и признает, что все сказанное шерифом — правда и только правда, но ведь замыслы Куклуксклана не осуществились, поэтому ни в коем случае нельзя требовать смертного приговора или пожизненного заключения. Он спрашивает собравшихся, причинило ли само намерение ущерб кому-либо. Может ли намерение вообще причинить ущерб? Конечно, нет. Но раз никто не пострадал, он вынужден просить суд освободить обвиняемых из-под стражи, чтобы подтвердить наше человеколюбие и приверженность духу и букве закона. Речь защитника встретили криками «Ура!». Он раскланялся с гордым видом, словно ему ракоплескал весь мир. Снова взял слово председатель. Он, оказывается, умышленно не спросил имена обвиняемых, будучи уверен, что те попытаются ввести его в заблуждение. Поэтому он предлагает оставить одну-единственную бумагу о казни. Повешено 19 членов Куклуксклана. Вина казненных доказана полностью. Конечно, он согласен с замечанием защитника. Мы имеем дело с неосуществленным намерением. Именно в этом русле и будет вестись судебное разбирательство. Однако следует помнить, что их преступные замыслы так и остались замыслами только благодаря вмешательству двух присутствующих в зале джентльменов. Поклон в нашу сторону. Вместе с тем намерения тоже представляют определенную опасность, и за это виновные должны понести наказание. У председателя нет ни времени, ни охоты затягивать решения до бесконечности, взвешивая доводы обвинителя и защитника. И вообще, не стоит уделять так много внимания Шайке, которая, несмотря на численность в 19 человек и целый арсенал оружия, позволяет взять себя в плен всего лишь двоим смельчакам. Его, шерифа, обвинили в тайном пособничестве Куклуксклану. Он хочет снять с себя любые подозрения и приложит все усилия, чтобы обвиняемые были посрамлены, опозорены и больше никогда не смели появляться в Лагранхе. И он спрашивает присяжных, виновны ли подсудимые в том, что намеривались убить, ограбить, нанести увечья и совершить поджог. Он просит судей не тянуть с ответом, ибо в зале собрались почтенные граждане с нетерпением ждущие приговора. Его язвительную речь встретили бурными аплодисментами. Присяжные отошли в угол зала, посовещались несколько минут и объявили – виновны. Шериф тут же приказал вывернуть карманы обвиняемых и пересчитать изъятые деньги. Затем пошептался секретарем, обвинителям и защитникам и немедленно объявил приговор. «Джентльмены, подсудимые признаны виновными. Но, учитывая, что их намерения не были осуществлены, и принимая во внимание обращение защиты к нашему чувству человеколюбия, мы решили не наказывать их по закону». Обвиняемые вздохнули с облегчением, зато в публике прокатилась волна возмущения. Шериф, не обращая внимания на негодующие возгласы, продолжал. «Как я уже отметил, одно лишь намерение совершить преступление подлежит наказанию, и хотя мы никого не повесим и никого не посадим в тюрьму, вы все-таки должны на будущее обезопасить себя от подобных выходок. Итак, мы решили изгнать их за пределы штата Техас, чтобы они никогда больше не осмелились показаться нам на глаза. Поэтому я приказываю острить им волосы, избрить бороды и усы. Думаю, что среди вас найдется много охотников, сделать это собственноручно. Будет лучше, если приговор приведут в исполнение те, кто никогда не держал в руках ножниц. Прошу принести из дому инструменты». Зал захохотал. Кто-то крикнул в распахнутое окно. «Несите ножницы, мы подстрижем их по последней моде». Не могло быть никаких сомнений в том, что все бросятся домой за инструментами. Так оно и оказалось. Со всех сторон с громкими криками люди несли садовые и овечьи ножницы. «Суд также постановил, — говорил шериф, — силой отвезти виновных на пароход, который только что прибыл из Остина, и ранним утром отплывают в Мотогорду. Там они пересядут на любое другое судно, с тем, чтобы никогда не возвращаться в Техас. С этой минуты до того, как они покинут пределы штата, им запрещается снимать куклу с клановскую униформу, чтобы всем встречным было ясно, как техасцы расправляются с членами банды. Все это время они будут связаны и получат хлеб только в Мотогорде. Билеты на пароход будут оплачены из их же средств, составляющих круглую сумму — 3000 долларов. Нажит их, по-видимому, грабежом. Кроме того, все их имущество пойдет с молотка, в первую очередь оружие. Аукцион проведем прямо сейчас. А на деньги от распродажи закупим пиво, чтобы уважаемые леди и джендельмены могли освежиться глотком живительной влаги во время танцев, которые начнутся после суда. А на заре под музыку и похоронные песни проводим всю шайку на пароход. Они будут присутствовать на нашем балу, оставаясь на своих почетных местах. Если защита хочет опротестовать решение суда, мы с удовольствием ее выслушаем, но просим высказаться покороче. Не то некогда будет стричь, проводить торги и танцы. Радостные крики, сопровождавшие оглашение решения суда, перешли в рев. Потребовалось немало времени, чтобы утихомирить не на шутку расходившуюся публику. Наконец, защитник смог говорить. Что касается наказания моих подзащитных, я должен признать, что оно слишком сурово, хотя и смягчено обещанием подать пиво и начать танцы. Поэтому от имени тех, кого я защищаю, заявляю, что полностью согласен с приговором суда и надеюсь, что он произведет целебное воздействие на мораль подсудимых и поможет им вернуться к добропорядочной жизни. Одновременно предостерегаю моих подопечных от необдуманных попыток вновь посетить наш штат и тем более город, ибо я откажусь брать их под защиту. И тогда без опытного адвоката они не отделаются так дешево. Что же касается моего вознаграждения, то я желал бы получить по 2 доллара с клиента, что в итоге составит 38 долларов. Думаю, можно даже обойтись без расписки, если требуемая сумма будет мне вручена незамедлительно и при свидетелях. Половину из этих денег я беру себе, а другая пойдет в оплату за свет и зал для танцев. Джентльмены проходят по билетам стоимостью 15 центов, из этих денег мы заплатим музыкантам. Дамы, разумеется, приглашаются бесплатно. Я чувствовал себя как во сне. Неужели все это происходит на самом деле? У меня не было оснований не доверять собственным глазам. Защитник получал свой гонорар, многие помчались домой, чтобы привезти жен на бал, зал наполнялся людьми со всякого рода ножницами. Поначалу я возмутился, но вскоре поостыл и смеялся от всей души. Олдед тоже похохатывал, довольный решением суда. Членов куклук с клана обрели, остригли и тут же приступили к аукциону. Ружья были проданы быстро и за хорошую цену. Остальные предметы из арсенала шайки тоже нашли своих покупателей. В зале стало неимоверно шумно и тесно. Одни пытались войти, другие выйти, не обошлось без толкотни и тумаков. Трактир не мог вместить десятые части желающих. Наконец появился оркестр, кларнет, скрипка, труба и старый фагот. Музыканты уселись в углу и принялись настраивать свои допотопные инструменты. Я сразу же составил далеко не лучшее мнение об их мастерстве. Я хотел было улизнуть, тем более, что в зале уже появились дамы. Но Олдед и слышать об этом не желал, хвастливо утверждая, что именно мы являемся героями дня и непременно должны насладиться жизнью после трудностей и опасностей. Шериф тоже удержал меня, заявив, что жители Лагранхи обидятся, если мы откажемся танцевать в первом котельоне. Он уже успел представить Олдеду и мне, свою жену и дочь, заметив при этом, что они прекрасно танцуют. Поскольку я выбил ему два последних зуба, а он изрядно поколотил меня, мы, по его мнению, должны были испытывать друг другу чуть ли не родственные чувства. Он уверял меня, что расстроится, если я покину бал. К тому же он обещал нам отдельный стол. Как тут быть? Я понял, что герою сегодняшнего дня никак не избежать участия в пресловутом котельоне. А может быть и в нескольких других танцах. Добряк-шериф явно радовался тому, что нас опекали хранительницы его домашнего очага. Он нашел нам стол, у которого был один, но зато большой недостаток. Это был столик на четверых. И тем самым мы полностью и окончательно оказались в плену у дам. Особое положение их мужа и отца придавало дамам надменности достоинства. Матери было за пятьдесят. Не теряя времени, она орудовала спицами и только один раз раскрыла рот, чтобы ни к селу, ни к городу помянуть кодекс Наполеона. Дочери было под тридцать. Она принесла томик стихов и читала его, несмотря на невероятный шум в зале. Она удостоила Олдет осуждением о французском поэте Беранже, что, видимо, должно было свидетельствовать о живости ее ума. Но когда старый Вестман совершенно серьезно заверил ее, что никогда не имел чести беседовать с упомянутым джентльменом, барышня замолчала и не произнесла больше ни слова. От пива наши дамы отказались. Но когда шериф принес им два стаканчика бренди, их острые мезонтропические лица просветлели. Вскоре долговязый шериф подошел к нам, толкнул меня по своему обыкновению в бок и шепнул. «Принимайтесь за дело! Пора танцевать, котельон!» «А дамы нам не откажут?» спросил я, втайне рассчитывая на несговорчивость женщин. «Ну что вы! Дам я заранее предупредил!» Скрипя сердцем, я встал, поклонился дочери, промямлил что-то о великой чести, удовольствии и предпочтении и получил в руки томик стихов, а в придачу и саму барышню. Олдед взялся за дело с уверенностью бывалого человека, по-свойски обратившись к матери. «Ну что ж, пойдемте танцевать. Вы как предпочитаете, вправо или влево? Мне все равно. Я одинаково прыгаю в любую сторону». «Лучше умолчать, как мы танцевали. Какой ущерб нанес заведению мой друг, падая вместе с партнершей. Как джентльмены постепенно набрались. Замечу только, что к восходу солнца запасы трактирщика иссякли». Шериф, однако, заверил всех, что деньги еще остались и что, как только к вечеру запасы пополнят, можно будет продолжать веселье. Когда объявили, что пора везти куклук склановцев на пароход, дамы вскочили с мест. Шествие происходило в строго определенном порядке. Впереди шли музыканты, за ними судьи, затем члены куклук склана в своих нелепых балахонах, далее свидетели, то есть мы, а за нами вся остальная публика. Словом, целая толпа. Американцы – странные люди. Они всегда добиваются своего. Все участники шествия, за исключением разве что пастора и дам, где-то успели раздобыть рожки, дудки и прочие инструменты. Когда все встали на места, и шериф подал знак двигаться вперед, музыканты, шедшие в голове, заиграли мотив известной песенки Янки Дудль. Остальные, в меру способностей, подыграли, и в конце концов все это стало напоминать кошачий концерт. Свист, пение, рев и звуки немилосердно терзаемых инструментов создавали неподдающуюся описанию картину. Вскоре мне уже казалось, что я попал в сумасшедший дом. Медленным шагом наша похоронная процессия приблизилась к реке. Куклук склановцев сдали с рук на руки капитану, и тот взял их под стражу. А пассажиры, знающие о злодеяниях бандитов непонаслышке, выделили из своих рядов дюжих часовых. Когда пароход отчалил, оркестр грянул в бравурный тушь, а публика завыла и заулюлюкала. Пока все прощались с дорогими гостями и глазели на отходящий от причала пароход, я взял под руку Олдета, и мы вместе с Ланге и его сыном отправились домой, чтобы немножко отдохнуть перед дорогой. Однако проспали дольше, чем намеревались, что меня сильно расстроило. «Не огорчайтесь, сэр», — успокаивал меня Олдет. «Когда такой старый охотничий пёс, как я, берёт след, он уже не теряет его, пока не выйдет на зверя. Положитесь на меня!» «Полностью доверяю вашей опытности, сэр», — отвечал я. «Но мы задержались с отъездом, и Гибсон уйдёт далеко вперёд». «Он от нас не уйдёт. Не всё ли равно, днём раньше или днём позже мы его поймаем. Не падайте духом. Меня не зря прозвали Олдетом». Я верил, что он сдержит своё слово, и всё-таки обрадовался, когда за обедом Ланге предложил отправиться в путь вместе. «Мы не будем вам в обузу», — уверял он нас. «И я, и сын умеем обращаться с оружием и ухаживать за лошадьми. Люди мы нетрусливые и не бросимся на утёк. Встреться нам по дороге хоть белые, хоть краснокожие, хоть сам чёрт. Возьмите нас с собой по рукам». Мы согласились без колебаний. Потом пришёл сеньор Кортесио, проспавший в то утро больше нашего, и пригласил нас посмотреть лошадей. «Вот этот молодой человек пытается убедить меня, что знает толк в лошадях», — ворчал Олдет. «Может быть, он и умеет лихо горцевать, но у меня есть особое чутьё на лошадей. Покупая коня, я часто выбираю такую страшную на вид клячу, что другие просто диву даются. Но я-то знаю, что делаю. Мой нюх меня ни разу не подвёл». «В конюшнях Кортесио Олдет заставил меня проехаться верхом на всех лошадях, а сам при этом внимательно приглядывался и приценивался. В конце концов, полагаясь на своё чутьё, он отверг всех предложенных нам коней. На вид они гораздо лучше, чем на самом деле, но через несколько дней пути их пришлось бы бросить. Мы купим вон ту светло-гнедую пару жеребцов. Хотя они и не молоды, зато стоят дёшево». «Да ведь это не верховые лошади, а упряжные клячи!» — с обидой воскликнул Кортесио. «Простите за резкость, сеньор, но вы в лошадях ничего не смыслите. Эти жеребцы знакомы с приорией, но побывали в плохих руках. Они не задохнутся и не упадут замертво от длительной скачки. Их мы и берём. Спорить тут не о чем, дело сделано». Глава третья. Через границу. Несколько дней спустя пятеро всадников мчались по местности, где проходит южная граница между техасскими округами Медина и Уор. Во главе кавалькады скакали двое белых, одетых почти как близнецы. Если не считать, что одежда младшего была несколько новее, чем у старшего. Их светлогнедые жеребцы бежали резвую рысью и время от времени весело пофыркивали, словно давая понять, что долгий изнурительный бег им нипочем. В следующей паре читатель легко узнает отца и сына. Их крепкие тела обтягивали такие же одинаковые одежды, но не кожаные, а шерстяные. На головах у них были широкополые фетровые шляпы, а оружие состояло из ружей, ножей и револьверов. Путешествующий с белыми всадниками жилистый негр был одет в легкий и удобный костюм темного полотна. Над его кудрями высился блестящий цилиндр. В руках он держал двустволку. За пояс заткнул мачете, длинный саблевидный нож, каким пользуются в Мексике. Читатель уже угадал имена первых всадников. Ол Дэд, Ланге с сыном и я. Негр никто иной, как слуга Кортесио. Тот самый, что в памятный нам вечер открыл дверь в дом вербовщика. Сеньор Кортесио, узнав, что оба Ланге решили пуститься в путь вместе с нами, пришел к нам в последний день нашего пребывания в Лагранхе и попросил взять с собой его слугу Сэма. Признаться, просьба нас насторожила. Но Кортесио развеял наши сомнения, объяснив, что получил из Вашингтона очень важное сообщение, которое необходимо срочно передать дальше в Чиуауа. Никто не справится с поручением лучше, чем Сэм, преданный слуга, который уже много лет служит верой и правдой своему господину и не раз переходил границу, мужественно переноси тяготы и невзгоды опасного путешествия. Сэм не будет нам обузой, уверял нас Кортесио. Напротив, он может оказаться полезным, так как по характеру покладист, послушен и всегда готов оказать услугу. Доверить же письмо нам Кортесио ни в коем случае не может, не в обиду будет сказано, только потому, что тот же гонец должен привести и ответ. Мы согласились на просьбу мексиканца и не пожалели. Еще много лет назад Сэму приходилось перегонять по Мексике стада скота. С тех пор он прекрасно ездил верхом, обходительный, услужливый, чернокожий, кажется, привязался ко мне, так как бросался помогать мне во всем, за что бы я не взялся. Олдед посчитал искать следы Гибсона в прерии, ненужной трата времени. Мы знали, куда направился последний отряд добровольцев, высланный Кортесио в помощь Хуаресу. Поэтому Вестман решил не повторять их путь, а кратчайшей дорогой выйти к Рио-Нуэсес, возле Орлинного ущелья, где, как был убежден, добровольцы должны были обязательно пройти. Следовало торопиться, так как мошенник значительно опередил нас. Мне не верилось, что мы сумеем настигнуть его, но Олдед успокоил меня, сказав, что в тех местах неспокойно и не везде мексиканские новобранцы смогут проехать без опаски, из-за чего им придется избегать поселений и часто делать большой крюк. У нас же не было причин петлять и скрываться, так что не составляло труда наверстать упущенное время. За шесть дней мы сумели покрыть расстояние в 200 миль, чего никто, кроме Олдеда, на свой страх и риск, выбравшего светло-гнидую пару, и предположить не мог. Попав на просторы Прерии Запада, кони преобразились. Свежая трава, степной простор придали им сил. Они резво бежали, оживая на глазах, и, казалось, становились моложе. Олдеда прямо распирала от сознания того, что его конское чутье и на этот раз не подвело. Мы миновали Сан-Антонио, пересекли напрямик округ Медина, поначалу наш путь вел в Рио-Леона, главному притоку реки Фрио, неподалеку от впадения Тарки-Крик в Рио-Нуэсес. Гора Леоны с фортом Инж у ее подножия осталась к северо-западу от нас, и мы надеялись вскоре выйти на след Гибсона и его спутников. Одно удовольствие мчаться по ровной, как блюдце прерии. Прозрачный чистый воздух позволяет видеть далекую четкую линию горизонта. Постоянно двигаясь на юго-запад, мы внимательно вглядывались вдаль, не озираясь по сторонам, поэтому слишком поздно заметили, что нас преследуют. На шестой день путешествия Ол Дед поднес руку к глазам козырьком, а затем ткнул пальцем направо и сказал «Взгляните туда, джентльмены, как вы думаете, что это такое?» Мы посмотрели в указанном направлении и заметили черную точку, приближающуюся к нам. Казалось, очень медленно. «Хммм», промычал в ответ Ланге-старший, прикрывая ладонью глаза от слепящего солнца. «Похоже, там пасется какое-то животное». «Ну, конечно», улыбнулся Ол Дед, «животное. К тому же пасется. Ваши глаза никак не приноровятся к расстояниям в прерии. Между нами около двух миль, а это значит, что это не одно животное, иначе мы получим зверя размером в пять слонов. Бизоны здесь не водятся, а если какое-то стадо изобретет случайно, то не в это время года, а весной или осенью. У вас нет опыта, и вы не различаете движущиеся предметы. Бизоны и мустанги, когда пасутся, щиплют траву и идут медленно, шаг за шагом. А я готов держать пари, что кто-то мчится к нам галопом. — Не может этого быть, — возразил Ланге. — Ну что же, — сказал Олдэ, — раз белые ошибаются, послушаем мнение Чернокожего. Что думаешь ты, Сэм? Негр, до сих пор молчавший, незаномываясь ответил. — Это быть всадники, масса. Четыре, пять или шесть. — Согласен с тобой. Может, это индейцы? — О нет, индейцы прямо не ходить к белому. Он сначала прятаться, приглядываться, а потом подкрадываться. Всадники скакать к нам напрямик, значит, это белые люди. — Ты прав, Сэм. Я рад, что твой разум намного светлее твоей кожи. — О, масса! — смутился Сэм, обнажив зубы в широкой улыбке. Похвала Олдэта явно польстила ему. — Но если какие-то белые скачут к нам, мы должны подождать их, — заметил Ланге. — Ни в коем случае, — возразил Вестмен. — Очевидно, что они едут не по нашему следу, а несколько южнее, намереваясь перехватить нас по пути. Не стоит терять время понапрасну, поджидая их. Вдруг это солдаты из форта Инж. Тогда нам нечего радоваться встрече. — Ну почему? — Потому что встреча с ними не сулит нам ничего хорошего. Отсюда до форта Инж чёртова уйма миль. А если комендант высылает патруль так далеко, значит, жди неприятностей. Скоро вы сами убедитесь. И мы пустились в дальнейший путь, не прибавляя, но и не убавляя шагу. Чёрная точка постепенно приближалась к нам и в конце концов распалась на несколько более мелких, которые быстро увеличивались в размерах. Вскоре уже можно было различить отдельных всадников. А спустя пять минут мы рассмотрели мундиры и услышали окрик, приказывающий нам остановиться. Это были пятеро драгунов и их вахмистр. — Куда вы мчитесь, сломя голову, спросил он, осаживая лошадь. — Вы не заметили нас? — Почему же? — хладнокровно вопросом на вопрос ответил Олдед. — Заметили. Но не поняли. Почему это мы должны вас дожидаться? — Потому что нам необходимо выяснить, кто вы такие. — Разве вы не видите? Мы белые люди и путешествуем на юг. Вам достаточно? — Тысячи чертей взорвался вахмистр. — Вам вздумалось шутить со мной? — Мне не до шуток, — улыбнулся Олдед. — Мы в прерии, они в воскресной школе, и вы не учитель, чтобы делать нам замечания, приказывать и пороть за непослушание. У меня есть предписание начальства, и вы обязаны назваться. — А если мы откажемся? — Мы сумеем заставить вас открыть свои имена, даже если придется прибегнуть к силе. — Вы действительно способны на это? Вы очень решительно настроены. Я рад за вас, но не советую пытаться. Мы свободные люди в свободной стране, господин вахмистр. И я хочу посмотреть на человека, который совершенно серьезно заявит мне, что я обязан. Слышите? Обязан беспрекословно выполнять его приказы. Да я растопчу его копытами моего коня. Глаза Олдеда вспыхнули. Он дернул по воде, поднимая светло-гнедовано дыбы, и животное, послушное всаднику, угрожающе нависло над вахмистром. Тот рванул своего коня назад и уже открыл было рот, чтобы вспылить, но старик не позволил ему произнести ни слова. — Я уже не говорю о том, что гожусь вам в отцы, а может быть и в деды. Значит, опыта у меня побольше вашего, и пережил я столько, сколько вам, и за всю жизнь не пережить. Вы хотели прибегнуть к силе? Неужели вы думаете, что наши ножи сделаны из марципана, револьверы из шоколада, а пули из сахара? Поверьте, наши сладости вам не переварить. Вы говорите, что действуете по предписанию начальства. Охотно верю и не имею ничего против предписаний. Однако скажите, вам разве приказывали орать на Вестманов, как на новобранцев. Мы не отказываемся от беседы с вами. Но не мы вас искали, поэтому потрудитесь вспомнить уроки вежливости. Олдед пристыдил вахмистра. Читая норовоучения, старик изменился до неузнаваемости. Не сердитесь, — примирительно сказал вахмистр, — я не хотел обидеть вас. Судя по вашим словам, вы полностью забыли уроки вежливости. Только потому, что здесь невеликосветский салон. В прерии полно всякого сброду, и мы, как на переднем крае, должны поддерживать порядок. — Полно всякого сброда? Значит, вы и нас причисляете к сброду? — взорвался старик. — Не могу сказать ни да ни нет. Человек с чистой совестью, без колебаний, называет свое имя. Вы же не хотите отвечать прямо. Сейчас здесь на каждом шагу можно встретить тех, кто пытается пробраться к Хуаресу. Этим людям нельзя доверять. — Как я понял, вы сторонники Сецессиона и Южных Штатов. — Надеюсь, и вы тоже? — Что касается меня, то я сторонник всякого честного человека, борющегося с негодяями. А что касается того, кто мы и откуда, то мы не делаем из этого тайны. Мы едем из Лагранхи. — То есть вы техасцы. А Техас всегда стоял на стороне Юга. Я очень рад встретить истинных патриотов. — Истинных патриотов. Черт побери. Для Вахмистра вы выражаетесь слишком высокопарно. Но настало время представиться. Я не стану называть все пять имен. Вы все равно их сразу же забудете. Я назову только свое. Мне кажется, вы его запомните. Я старый Вестман, которого обычно называют Олдэд. Его имя произвело сильное впечатление. Вахмистр подпрыгнул в седле и вытращил глаза на старика. Остальные солдаты тоже уставились на него с удивлением, смешанным с любопытством. Наконец, Вахмистр оправился от изумления и выдавил. — Олдэд! Шпион Севера! — Сэр! — угрожающий крикнул Олдэд. — Думайте, что говорите. Берегитесь. Если вы когда-нибудь слышали обо мне, то должны знать, что я не терплю оскорблений. Я пожертвовал делу Севера мое состояние, кровь и жизнь. Потому что я так хотел и потому, что считал и до сих пор считаю идеи Севера единственно правильными. Слово шпион означает несколько иное, чем вам кажется. И если такой мальчишка, как вы, бросает мне в лицо оскорбление, то я не бью его по физиономии сразу, только потому, что мне его жаль. Олдэд никогда не боялся. Ни шести, ни десяти, ни целого эскадрона драгунов. К счастью, ваши товарищи производят впечатление более рассудительных людей, чем их командир. Надеюсь, они расскажут коменданту форта, что вы встретили Олдэда и обругали старика. Он вам покажет, где раки зимуют. Его слова произвели нужное впечатление. Олдэд, по-видимому, рассчитывал на то, что комендант окажется поумнее своего подчиненного. Вахмистер не мог не упомянуть в рапорте о нашей встрече и ее исходе. Что может быть поучительнее и важнее для командира патруля, чем беседа с известным охотником и следопытом. От кого еще в прерии можно услышать новости, получить дельный совет. Таких знаменитых вестменов, как Олдэд, офицеры обычно считают равными себе и принимают их с почестями. Тупой служака наконец-то понял, что сел в лужу, покраснел и смутился. Олдэд тем временем продолжал, стараясь еще больше пристыдить вахмистра. «Я уважаю ваш мундир, но моя потертая куртка стоит не меньше. Кто сейчас комендант в форте Индж?» «Майор Уэбстер, сэр. Тот, что еще два года тому назад служил в чине капитана в форте Риплэй?» «Он самый». «Передайте ему от меня привет. Мы с ним старые приятели и когда-то соревновались в стрельбе по мишеням. Дайте-ка мне вашу записную книжку. Я напишу ему несколько слов. Думаю, он будет несказанно рад, что один из его подчиненных обозвал Олдэда шпионом». Вахмистр не знал, что делать. Он с трудом сглотнул и выдавил из себя. «Сэр, уверяю вас, я не хотел вас обидеть. Сами знаете, жизнь у нас не сахар, поэтому иногда бывает трудно сдержаться». «Вот это звучит намного вежливее. Поэтому давайте начнем наш разговор сначала. Как у вас в форте с сигарами?» «Хуже некуда. Табак, увы, кончился еще неделю назад». «Это очень плохо. Солдат без табака – полсолдата. У моего товарища полная сумка сигар. Попросите его выделить малую толику из запаса». Вахмистр и его люди с вожделением посмотрели на меня. Я достал горсть сигар, наделил ими солдат и поднес огня. Вахмистр затянулся с блаженным видом, поблагодарил меня кивком головы и сказал. «Такая сигара, что трубка мира. Мне кажется, я готов простить обиду злейшему врагу, если он после многодневного табачного поста угостит меня в прерии сигарой. Но вернемся к нашим делам. Времени у нас мало, поэтому мне хотелось бы узнать от вас последние новости. Видели ли вы следы индейцев?» «Нет, не видели. Да и сомнительно, чтобы в этих краях появились индейцы», – ответил Олдет. «У нас, например, есть веские основания считать, что они где-то здесь поблизости. Краснокожие опять выкопали топор войны». «Тысячи чертей. Это плохо. А какие племена?» «Каманчи и апачи». «Самые жестокие. А мы находимся как раз на границе между их владениями. Когда ножницы смыкаются, больше всех достается тому, кто посередине». «Да, будьте осторожны. Мы уже выслали людей за подмогой и новым запасом продовольствия. И днем, и ночью патрулируем окрестности. Приходится подозревать всех и выяснять, кто честный человек, а кто разбойник. Поэтому еще раз просим извинить нас». «Ох, мы уже забыли. Ну скажите, почему краснокожие встали на тропу войны?» «Всему виной этот чертов. Извините, сэр. Может, вы о нем иного мнения, президент Хуарес. Вы, наверное, слышали, что ему пришлось отступить до Эль-Паса. Французы выгнали его из Чуауа и Куауилы. Он бежал от них, как енот от собак. А они шли за ним по пятам до самой Риогранды. И в конце концов взяли бы в плен, не вмешаяся наш президент. Все покинули Хуареса, даже его соплеменники-индейцы. А ведь он краснокожий». «А апачи тоже?» «Нет. По совету их молодого вождя Винету, они не встали ни на его сторону, ни на сторону французов. А так как апачи ни во что не вмешиваются, агентам Базена ничего не стоило натравить Каманчей на Хуареса. Отряды Каманчей перешли границу Мексики, чтобы покончить с его сторонниками». «Вы хотите сказать, чтобы грабить, убивать, сжечь и разорять? Каманчам нет дела до Мексики. Их стоянки и охотничьи угодья находятся в по эту сторону Рио-Гранде. Но раз господа французы нанимают их, то что удивительного в том, что индейцы пользуются возможностью пограбить мирных жителей. Не мне судить, кто из них больше виноват». «И не мне. И так Каманчи перешли границу и сделали то, что от них требовалось. На обратном пути они наткнулись на лагерь апачей, которых всегда считали своими смертельными врагами. Они перестреляли всех, кто оказал сопротивление, а остальных привели в плен вместе с лошадьми». «И что же произошло дальше?» «Дальше. Дальше, как обычно, сэр. Мужчин, как это водится у краснокожих, привязали к столбам пыток». «Так, господа французы заварили кашу. Апачи, конечно, выступили в поход, чтобы отомстить». «Нет. Ведь всем известно, что апачи трусы». «Впервые слышу. Насколько мне известно, они не способны проглотить обиду». «Они выслали нескольких воинов на переговоры с вождями Каманчей. Встреча произошла у нас». «В форте Индж? Почему?» «Это была нейтральная территория». «Понимаю. И вожди Каманчей явились?» «Да. Пять вождей под охраной двадцати воинов». «А сколько было апачей?» «Трое». «А сколько воинов их охраняло?» «Они прибыли без охраны». «А вы говорите, что апачи трусы. Три человека отважились пойти на встречу с двадцатью пятью врагами. Сэр, если вы хоть немного знаете индейцев, то должны признать, что это отчаянно смелые люди. Чем же закончилась встреча вождей?» «К сожалению, не миром. Краснокожие повздорили. Каманчей напали на апачей. Зарезали двоих. А третий, несмотря на раны, сумел добраться до лошади. Перелетел через забор высотой всажень. И был таков. Каманчи бросились за ним в погоню, но не догнали». «И все это происходило на нейтральной территории? Под защитой солдат форта и присмотром майора армии Соединенных Штатов?» «Каманчи поступили вероломно. И стоит ли удивляться, что апачи соберутся в большие отряды и выступят в поход? А как Каманчи отнеслись к вам?» «Вполне дружелюбно. Прежде чем покинуть форт, вожди уверили нас, что белые их друзья, а сражаться они будут только с апачами». «Когда произошла эта кровавая встреча краснокожих?» «Понедельник». «Сегодня пятница. Прошло уже четыре дня. Как долго Каманчи оставались в форте?» «Не более часу после того, как убежал раненый апач». «А вы их отпустили в освояси. После того, как они попрали божеские и человеческие законы, майору следовало взять их под стражу за убийство и сообщить о случившемся в Вашингтон. Я отказываюсь понимать его». «Утром того дня он уехал на охоту и вернулся в форт только к вечеру». «Чтобы не быть свидетелем преступления и вероломства». «Как мне это знакомо!» «Как только апачи узнают, что Каманчи беспрепятственно покинули форт, я и гроша ломаного не дам за жизнь белого, попавшего к ним в руки». «Не сгущайте красок, сэр! Если бы мы не позволили Каманчим уйти с миром, час спустя апачи потеряли бы еще одного из своих вождей». «Еще одного из своих вождей?» переспросил Олдед. «Вот оно что. Я, кажется, догадываюсь, кого вы имеете в виду. Стычка в форте произошла четыре дня тому назад. У краснокожего прекрасная лошадь, и он намного опередил нас». «О ком вы говорите?» — удивился Вахмистер. «О Виниту». «Как вы догадались, это действительно был он. Не успели Каманчи скрыться на западе, как мы увидели всадника, мчавшегося со стороны Рио Фрио. Он завернул к нам, чтобы купить порох у свинца и револьверных патронов. У краснокожего не было племенных знаков, а мы не знали его в лицо. Он услышал пересуды солдат, догадался о случившемся и обратился к случайно присутствовавшим при этом дежурному офицеру». «Очень, очень интересно», — воскликнул Олдед. «Как жаль, что меня там не было. И что же сказал индейец офицеру?» «Ничего особенного, если не считать угрозы. Многие бледнолицые поплатятся за то, что здесь произошло, вы не воспрепятствовали убийству и не наказали виновных». Сказав так, он покинул склад товаров и вскочил на коня. Офицер последовал за индейцем, чтобы полюбоваться прекрасным вороным жеребцом, а тот повернулся и добавил «Я буду честнее вас, поэтому предупреждаю, что с сегодняшнего дня началась война Апачи с бледнолицами. Воины Апачи мирно жили в своих вигвамах, когда коварные кабанчи внезапно напали на них, взяли в плен женщин и детей, забрали лошадей и пожитки, многих убили, а остальных отвели в свои селения, чтобы замучить у столбов пыток. Несмотря на это, старейшины Апачи и продолжали слушаться великого духа. Они не сразу выкопали топор войны, но послали к вам своих послов, чтобы говорить с вождями кабанчей. Вы отпустили убийц на свободу, тем самым стали нам врагами, вы и будете повинны в крови ваших белых собратьев, не мы». «Как это похоже на него? У меня такое чувство, будто я слышу его голос», сказал Олдед. «Что же ответил офицер?» «Он спросил имя Краснокожего, и тот назвался вождем Апачи Винету. Офицер приказал немедленно закрыть ворота и схватить индейца, так как имел на это полное право. Война была объявлена, а Винету прибыл к нам в форт не в качестве парламентера. Но тот лишь рассмеялся, вздыбил лошадь, потоптал копытами нескольких человек, в том числе и офицера, перелетел через забор и умчался в прерию. Мы выслали в погоню за ним отряд, но солдаты вернулись ни с чем». «Вот вам и начало войны. В случае победы Апачи вам не позавидуешь. Индейцы не пощадят никого. Больше никто вас не навещал». «Третьего дня, под вечер, в форт завернул одинокий всадник, спешащий в Сабиналь. Я дежурил у ворот, поэтому прекрасно помню, что он назвался Клинтоном». «Клинтоном? Сейчас я вам его опишу, а вы скажете, тот ли это человек». Олдед описал внешность Гибсона, и вахмастер подтвердил, что приметы сходятся. Я тут же показал ему фотографию, на которой он без колебаний опознал Клинтона. «Вы дали себя обмануть», заявил Олдед. «Мошенник вовсе не собирается в Сабиналь, а заехал к вам, чтобы разнюхать обстановку в форте. Он состоит в шайке, о которой вы упоминали. Поговарив с вами, он вернулся к товарищам, которые ждали его поодаль. Больше у вас ничего не произошло?» «Это все, что я знаю». «Тогда наш разговор окончен. Передайте майору, что вы виделись со мной. Так как вы находитесь в его подчинении, вы не сможете повторить ему все то, что я думаю о случившемся в последнее время. Если бы он добросовестно выполнял свои обязанности, то предотвратил бы кровопролитие. К сожалению, все было наоборот. Прощайте, мальчик». Олдед пришпорил коня, мы последовали за ним, на ходу прощаясь с драгунами. Олдед молчал, склонив голову на грудь и задумавшись. Солнце катилось к закату, до сумерек оставалось не более часу. И впереди виднелась прямая линия горизонта, словно огромный нож отделил небо от земли. Мы хотели в тот же день добраться до Рио-Леоны, но наступила темнота, а до цели было еще далеко. Это, по-видимому, беспокоило старого Вестмана, потому что он то и дело понукал лошадь, заставляя ее бежать размашистой рысью. Наконец, когда все увеличивающееся в размерах солнечный шар повис над землей, мы заметили на юге темную полосу, которая по мере приближения к ним становилась все шире и шире. А вскоре мы уже стали различать отдельные деревья, будто звавшие нас отдохнуть в тени своих крон. Песок пустыни сменился зеленой травой. Наш предводитель разрешил лошади перейти на шаг и с видимым облегчением произнес. В здешних местах деревья растут только вблизи воды. Перед нами Рио-Леоны, пора искать место для ночлега. Мы въехали в рощицу, тянувшуюся вдоль берега узкой полосой. Река была не очень широка и не очень полноводна. Однако из-за обрывистых берегов нам пришлось проехать вниз по течению, пока мы не нашли удобное для переправы место. Наши лошади уже вошли в воду, как вдруг старик, ехавший впереди, натянул поводья и склонился с седла, внимательно всматриваясь в дно реки. «Так я и думал», — сказал он. «На камнях следов не остается. Вот почему мы обнаружили их только здесь. Посмотрите на дно». Мы спешились и сразу же заметили круглые, чуть больше ладони, углубление в песчаном дне. «Так это след», — спросил Ланге. «Может быть, здесь действительно прошла лошадь? Но откуда вам знать, что на ней кто-то сидел?» «Сэм, погляди-ка ты на след. Что скажешь?» Негр, до сих пор скромно стоявший позади нас, подошел и вгляделся в дно. «Здесь два всадника проехали через воду», — заключил он. «А откуда тебе знать, что здесь проехали всадники?» «Дикий мустанг не ходить с железными подковами, а на такой лошади всегда сидеть всадник. Следы глубокие. Значит, кони нести груз, нести люди. Кони сначала пройти через река друг за другом и только потом остановиться пить воду. Значит, они и слушатся поводья». «Ты все замечательно объяснил», — похвалил вестмен-негра. «Я сам лучше не смог бы. Всадники очень торопились, потому не дали лошадям напиться вдоволь, напоив их только на том берегу. Сейчас мы узнаем, зачем им было так спешить». Пока мы беседовали, наши лошади жадно, огромными глотками пили воду. Когда они утолили жажду, мы снова вскочили в седла и переправились на противоположный берег. Вода не доходила до стремян. Оказавшись на той стороне, зоркий и все подмечающий Олдед воскликнул. «А вот и причина их спешки. Присмотритесь внимательно к той липе. Кора со ствола содрана на высоту человеческого роста. А что это там на земле?» Мы посмотрели в указанном направлении и увидели два ряда вбитых в землю колышков, длиной и толщиной с карандаш. «Знаете ли вы, для чего им понадобилось лыка и колышки?» — продолжал Олдед. «Взгляните, на земле валяются обрезки коры, а на колышках остались петельки. Перед вами ткацкий станок. Здесь соткали из лыка ленту, судя по колышкам, длиной в два локтя, а шириной в шесть дюймов. Индейцы используют такие тканные полосы для перевязки ран. Холодный сок липы снимает боль, а высыхая повязка из лыка стягивается так, что даже удерживает перебитые кости. Можно предположить, что один из всадников был ранен. Теперь взгляните туда. На дне видны две ямы. Здесь лошади валялись в воде. Перед дальней трудной дорогой индейцы снимают с лошадей седла и дают им искупаться. Итак, подведем итог. Два всадника на индейских лошадях так торопятся, что сначала переправляются через реку и только потом поят животных. Один из них ранен, и они перевязывают ему раны и немедленно пускаются в путь. Какой же можно сделать вывод, джентльмены? Попробуйте поднапрячь свои мозги, обратился Олдед ко мне. Попытаюсь, ответил я, но прошу вас не смеяться надо мной, если ошибусь. Ни в коем случае. Вы мой ученик, и я не смею требовать от вас больше, чем вы знаете. Судя по повадкам лошадей, можно предположить, что всадники принадлежат к одному из индейских племен. Примем во внимание события в форте Индж. Двоих Апачи убили, третий был ранен, но сумел скрыться. Затем там появился Виниту, и ему тоже пришлось бежать. Из чего я делаю вывод, что молодой вождь нагнал своего раненого сородича, и они вместе продолжили путь. Неплохо, удостоил меня похвалой Олдед. Что вы еще можете сказать? Мне кажется, что Апачи стремятся поскорее добраться к своим, чтобы сообщить об убийстве в форте и предупредить о нападении Каманчий. Они знают, что только здесь найдут Лыка, поэтому торопились переправиться через реку и сначала перевязать рану, и лишь потом дали напиться и отдохнуть лошадям. Именно так все и происходило. Я доволен вами. Уверен, что здесь проезжал Виниту и тот Апач, что сумел уйти живым после стычки с вождями Каманчий. Сейчас уже слишком темно, чтобы искать их след в траве, но я догадываюсь, куда они направятся. Переправившись, как и мы, через Рио-Леоны, они кратчайшим путем поскачут к своим. Наш путь лежит туда же, поэтому мы еще встретим их следы. А сейчас займемся нашими делами и выберем место для ночлега. Завтра с рассветом мы уже должны быть на ногах. Его опытный глаз быстро нашел большую поляну, окруженную кустами, поросшую густой травой. Мы расседлали лошадей, стряножили их и пустили пастись. Ужинали мы в сухомятку. На мой вопрос, почему мы не разжигаем костер, Олдед хитро улыбнулся и ответил. Я ждал от вас этого вопроса, сэр. Наверное, вы прочли не одну красивую историю Фенимора Купера и прочих авторов, пишущих благоглупости об индейцах. Как вам понравились их романы? Увлекательное чтение. Да, конечно. Читаются они прекрасно. Усаживаешься поудобнее в кресло, кладешь ногу на ногу, закуриваешь трубку и раскрываешь книгу, взятую в библиотеке. Но когда вы попадаете в прерию на Диком Западе, там почему-то все оказывается по-другому. Не таким, как в романах. Купер – талантливый писатель, и мне самому приятно почитать о соколином глазе. Он прекрасно сочетает поэзию и действительность, но на Диком Западе поэзии и не пахнет. Вокруг одна суровая действительность. Помню, в одном из романов Купера есть великолепное описание костра, на котором печется сочная бизонья вырезка. Однако, скажу я вам, если мы попытаемся жить, как в романах, к нам на запах дыма и горелого мяса сбегутся все индейцы с расстояния двух миль. Двух миль? Это же почти час езды! У вас еще будет возможность убедиться, каким тонким обонянием обладают краснокожие. Но если даже индейцы нас не учуют, то это сделают их лошади, обученные фырканьем предупреждать хозяина. Так ни за грош погиб ни один вестмен. Поэтому сегодня придется нам обойтись без поэтического костра. Но мне кажется, что нам нечего опасаться. Индейцев поблизости нет и быть не может. Каманчи не успели покинуть свои стоябища. И пройдет еще немало времени, пока воины соберутся в отряды и выйдут на тропу войны. Вы рассуждаете удивительно мудро для Гринхорна. Однако, к сожалению, вы забыли о трех немаловажных обстоятельствах. Первое. Мы углубились во владение Каманчей. Второе. Именно по этому пути их воины совершают набеги на Мексику. Третье. Отряды Каманчей уже готовы к началу войны. Неужели вы считаете их олухами, которые убивают вождей Апачей, не подготовившись к походу? Я склоняюсь к мнению, что Каманчи напали на Апачей не потому, что вдруг ни с того ни с сего потеряли голову от ярости, а потому, что хорошо обдумали этот шаг. Думаю, Каманчи уже вышли к Рио Гранде, и боюсь, что в Винету будет трудно проскользнуть между ними незамеченным. Так вы собираетесь встать на сторону Апачей? В глубине души да. На них вероломно напали, и в конечном счете я очень расположен к Винету. Но все же из осторожности нам не следует кричать на всех углах, на чьей мы стороне. Тем более предпринимать что-либо, не подумав дважды. Будет большой удачей, если мы доберемся до Мексики целыми и невредимыми. А уж о том, чтобы играть в кошки-мышки с краснокожими, вставшими на тропу войны, нечего и думать. У меня нет особых причин опасаться Каманчей. Они меня хорошо знают, я никогда не сделал им ничего плохого. Не раз бывал у них, и всегда они принимали меня дружелюбно. Один из их вождей, Ойо Колса, то есть Белый Бобр, обязан мне жизнью и обещал всегда помнить о том, что я спас его от верной смерти. Случилось это Мэрод Ривер, где на него напали Чекесса, и как пить дать сняли бы с него скальп, не придя я ему на помощь. Даже краснокожие не забывают такой услуги, что будет очень полезно, если мы встретим Каманчей и чем-то им не угодим. Придется тогда напомнить им о моей дружбе с вождем. К тому же у нас есть свои, пусть небольшие, но все же козыри. Нас пятеро, и все, надеюсь, умеют пользоваться ружьями. Прежде чем дикарь прикоснется скальповым ножом к остаткам моей шевелюры, дюжина его сородичей отправится в страну вечной охоты. Как бы то ни было, нам следует быть готовыми к любым неожиданностям и вести себя как на войне. Поэтому выставим часового и будем сменяться через час. Таким образом, каждому на сон останется пять часов. Взрослому мужчине этого вполне достаточно. Старик срезал пять травинок разной длины, мы потянули жребий и разыграли, кому и когда идти в караул. Мне выпала последняя смена. Тем временем наступила ночь. Стало совсем темно, но спать никому не хотелось. Я достал сигары, мы закурили и разговорились. Олдед поведал нам несколько интереснейших и поучительных историй о собственной жизни. Внезапно старый Вестман молк, слушаясь в тишину. Тут и мы услышали, как одна из наших лошадей фыркнула, словно испугавшись чего-то. — Что бы это могло быть? — пробормотал Олдед. — Разве не говорил я Кортесио, что обе наши клячи в прерии не новички? Так фыркает только животное, знавшее руку Вестмана. А это значит, что вблизи что-то неладное. Не глядите по сторонам, джентльмены. Когда человек напрягает зрение, его глаза начинают блестеть. Вражеский лазутчик может их заметить. Смотрите прямо перед собой и не суетитесь. А я тем временем нахлобучу шляпу на глаза и схожу узнаю, кто к нам пожаловал. Слышите? Опять. — Понял, Олдеда снова фыркнул. А мой начал беспокойно бить копытами, словно хотел освободиться от пут. Все умолкли, что мне в нашем положении показалось естественным и правильным. Но старик шепнул. — Не молчите. Если к нам кто-то уже подполз и подслушал наш разговор, то потому как мы внезапно умолкли, догадается, что мы что-то заподозрили. Поэтому говорите, говорите, рассказывайте, что вам вздумается. Неожиданно негр тихо сказал. — Сэм знать, где прятаться человек. Сэм видеть два глаза. — Молодчина, Сэм. Но больше не смотри туда. Не то он тоже увидит, как блестят твои глаза. Где он прячется? — Там, где я привязал своего коня. Рядом с дикой сливой. Очень низко, у самой земли. — Сейчас я подберусь к этой каналью сзади и без хлопот вытащу его оттуда за шиворот. Он один, иначе лошади вели бы себя по-другому. А вы болтайте погромче и без стеснения. Во-первых, это отвлечет его внимание, и он не насторожится. А во-вторых, ваши голоса заглушат шум моих шагов. К сожалению, в такой кромешной тьме двигаться бесшумно невозможно. Он встал, сделал шаг в сторону и растворился в ночи. Ланге громко спросил меня о чем-то. Я ответил не менее громко. Наша беседа стала напоминать веселую перебранку, которой каждое слово вызывало смех. Билл и негр помогали нам, как могли. Пока мы, нашумевшись и насмеявшись досыта, не услышали голос Олдета. — Хватит вам реветь на всю прерию. Я его сцапал каналью и сейчас принесу. Зашелестили кусты, и из зарослей тяжелым шагом вышел Олдет и положил рядом с нами на землю бесчувственное тело лазутчика. — Он и охнуть не успел, произнес Вестман. Вы так шумели, что краснокожий не заметил бы землетрясения. — Краснокожий? А если он был не один? — Может быть и так, но маловероятно. А сейчас давайте разожжем костерок и посмотрим, что за птицу мы поймали. Тут рядом я заприметил сухое деревце. Присмотрите за гостем, я пока схожу за дровами. — Он не шевелится. Может быть, он мертв? — Нет, я его только оглушил и стянул руки за спиной его же ремнем. Я успею вернуться, прежде чем он придет в себя. Олдет срубил сухое деревце. Мы ножами накололи щепы, и вскоре в свете маленького мерцающего костра, горевшего почти без дыма, смогли рассмотреть пленника. На нем были замшевые штаны, отделанные по швам бахромой, такая же охотничья куртка и макосины. С бритой головы свисала скальповая прядь. Густо намазанное краское лицо пестрело черными и желтыми полосами. Нехитрое вооружение воина, состоявшее из ножа, лука и кожаного колчана со стрелами, Олдет бросил подальше. Индеец лежал неподвижно, с закрытыми глазами, словно мертвый. — Мелкая рыбешка, — сказал Олдет, — рядовой воин, у которого нет знаков отличия. Нет у него и мешочка с лекарствами. А это говорит о том, что он еще не получил имя или был его лишен за провинности. Скорее всего, его послали в разведку, чтобы дать возможность доказать храбрость, убить врага и вернуть себе имя. Тише, он шевелится. Скрюченный до того пленник вытянулся и глубоко вздохнул. Почувствовав, что руки у него связаны за спиной, он передернулся, широко раскрыл глаза и попытался вскочить на ноги, но тут же снова рухнул на землю. Он обвел нас горящим взором, вдруг заметил Олдета и непроизвольно вскрикнул. — Кошапеве! — Да, это я, — ответил Вестмен. — Краснокожий воин знает меня. Сыновья моего племени хорошо знают бледнолицого воина. Он не раз гостил в их игвамах. По раскраске на твоем лице я вижу, что ты из доблестного племени Каманчий. Как тебя зовут? Сын Каманчий лишился имени и никогда больше не сможет назваться. Он покинул лагерь, чтобы выследить врага и вернуть себе имя, но попал в плен к бледнолицым и навсегда покрыл себя позором. Поэтому он просит белых людей убить его. Краснокожий воин споет предсмертную песню и из его уст не вырвется ни единого жалобного стона. — Мы твои друзья и не сможем сделать, как ты просишь. Я взял тебя в плен, но только потому, что в темноте не разглядел, что ты сын Каманчий. У нас нет вражды с твоим племенем. Ты будешь жить и совершишь много великих подвигов и вернешь себе имя, услышав которое, твои враги будут падать замертво от страха. Ты свободен. С этими словами Олдед разрезал ремни на руках индейца. Мне казалось, что Краснокожий должен был сейчас же вскочить на ноги, но тот так и остался лежать на земле, словно все еще стянутый путами. — Сын Каманчий, — произнес он, — не может быть свободен. Он хочет умереть. Сади нож в его сердце. — У меня нет ни причин, ни желания убивать тебя. Почему ты хочешь умереть? — Потому что ты оказался хитрее и взял меня в плен. Воины Каманчий узнают об этом и изгонят меня из племени. Они скажут, сначала он лишился имени и лекарства, а теперь попался в руки к бледнолицым. У него слепые глаза и глухие уши. Он никогда не получит отличия воина. Краснокожий произнес все это таким грустным голосом, что мне стало жаль его. Правда, я понимал далеко не все, так как говорил он на ломаном английском, перемежая его слова языками Каманчий. Однако основную суть его речи я уловил верно. — Наш краснокожий брат не покрыл себя позором, — произнес я, вмешиваясь в его разговор с Олдетом. — Попасть в плен к великому белому воину Коша Певе не позор. К тому же сыновья Каманчии никогда не узнают об этом. Наши губы никогда не выдадут твою тайну. — Коша Певе может подтвердить твои слова? — спросил индеец. — Бледнолицый воин говорит правду, — ответил старик. — Мы скажем, что встретились и узнали друг друга. Я друг Каманчий, поэтому ты не совершил ошибки, открыто подойдя ко мне. — Слова моего славного, белого брата утешили меня. Я верю тебе. Теперь я могу вернуться к сыновьям Каманчий, не страшась, что меня изгонят из племени. И пока мои глаза видят солнце, я буду признателен бледнолицым. Он сел, глубоко вздохнул, и хотя густая боевая раскраска делала его лицо бесстрастным, как у истукана, мы почувствовали, что у него стало легче на сердце. — Наш краснокожий брат видит, — продолжал Олдед, — что мы его друзья и надеемся, что он тоже не считает нас врагами. Пусть он в знак дружбы ответит на наши вопросы. — Коша Певе может спрашивать, я скажу правду. Мой краснокожий брат ушел из стойбища, чтобы убить врага или зверя, и тем самым вернуть себе имя. Он шел один или с ним были другие. Со мною столько воинов, сколько капель в этой реке. — Мой брат хочет сказать, что все воины Каманчий покинули свои вегвамы. — Да, они идут снять скальпы с врагов. — Разве у Каманчий есть враги? — Собаки-апачи! Вонючие койоты напали на вегвамы Каманчий, и воины сели на коней, чтобы истребить подлых тварей. Старейшие воины на Совете решили выкопать топор войны. Потом шаманы спросили великого духа, и Маниту подтвердил волю старших. Копыта наших коней топчут земли от стоянок Каманчий до реки, которую белые называют Рио-Гранде. Четыре раза зашло солнце с тех пор, как топор войны пронесли от вегвама к вегваму. Наш краснокожий брат тоже выступил в поход с каким-нибудь отрядом. — Мы разбили лагерь выше по течению. Несколько воинов пошли на разведку, чтобы проверить, нет ли поблизости собак-апачий. Я поднялся вверх по реке и, учуяв лошадей бледнолицых, укрылся в кустах, чтобы посчитать вас, как вдруг на меня напал Коша-Певи и убил меня на короткое время. — Не стоит вспоминать то, что было, забудем об этом. Сколько воинов мужественного племени Каманчий в вашем отряде? — Ровно десять раз по десять. — А кто их ведет? — Ават Вила, Великий Медведь. — Я не знаком с ним и никогда не слышал его имени. — Он совсем недавно получил имя. В Великих Горах он убил серого медведя Гризли и принес его шкуру и когти. Он сын Ойо Колсы, которого бледнолицые называют Белый Бобр. — Я знаю Белого Бобра. Он мой друг. — Мне известно это, так как я видел тебя в его вигваме. Ты был гостем Ойо Колсы. Его сын, Великий Медведь, примет тебя с почестями. — Как далеко отсюда до вашей стоянки? — Мой Белый Брат будет ехать меньше половины того времени, какое вы называете часом. В таком случае мы попросим вождя, чтобы он пригласил нас к своему костру. Пусть мой брат отведет нас к нему. Несколько минут спустя мы уже сидели в седлах и ехали вслед за индейцем мимо лип с ободранным лыком, где раньше встретили следы винету, а потом дальше вверх по реке. Прошло полчаса, и перед нами вдруг, как из-под земли, выросло несколько темных теней. Это были караульные, расставленные вокруг лагеря. Наш проводник обменялся с ними несколькими словами и ушел, а мы остались ждать. Вскоре индеец вернулся и повел нас вглубь стоянки. Не было видно низги. Ни одна звезда не светила на затянутом тучами небе. Я вглядывался в окружающую нас тьму, но не мог ничего рассмотреть. Проехав совсем немного, проводник остановился и обратился к нам. «Пусть мои братья ждут здесь. Сыновья Каманчи не разводят огонь во время бояных походов, но сейчас они уверены, что поблизости нет врагов и разожгут костер для гостей». Он скрылся в темноте. Спустя мгновение я увидел невдалеке красную точку величиной с булавочную головку. «Это Пункс», — просветил меня Олдед. «Пункс? А что это такое?» — удивленно спросил я, притворяясь, будто не знаю, о чем идет речь. «Своего рода первобытная спичка. Кусочек дерева или палочка. В деревяшке сделано небольшое углубление, которое заполняется пунксом, то есть сухой лиственной или древесной трухой. Это лучшая в мире огнива. Палочку вставляют в дыру и быстро вращают между ладонями. От трения труха нагревается, начинает леть и вспыхивает. Смотрите». Пункс блеснул раз, другой — вспыхнул огонек. Когда он разгорелся, в него подбросили сухих листьев и веток, запылал костер. Однако индейцы поспешили потушить пламя, так как они не любят слишком ярких огней. Следует отметить, что костер, разведенный краснокожими, — призанятная штука. Сучьи укладывают вокруг таким образом, что только один их конец находится в пламени. Продвигая их ближе или отодвигая дальше, можно уменьшать или увеличивать огонь. В мерцающем свете костра мы рассмотрели, что стоим под сенью деревьев, окруженных воинами с оружием в руках. У некоторых я заметил ружья, остальные же были вооружены копьями, луками и томогавками, страшными в руках ловкого воина боевыми топорами. Нам приказали спешиться. Мы подчинились и сразу же наших лошадей отвели куда-то в сторону. Так что мы оказались в плену у краснокожих, ибо пеший человек в тех краях не выживет и дня. Правда, нам оставили оружие, но пятеро против сотни — не лучшее соотношение сил. Нам разрешили приблизиться к костру, у которого сидел лишь один краснокожий. Определить его возраст было невозможно из-за таких же, как у разведчика, черных и желтых полос, полностью скрывавших лицо. В волосах, стянутых узлом на затылке, торчало белое орлиное перо в знак вождя. У пояса висели два скальпа, на шее мешочек с лекарствами и трубка мира. Он держал на коленях старое ружье, изготовленное лет двадцать, а то и тридцать тому назад. Индеец внимательно осмотрел нас. «Он горд собой», — шепнул Олдед, стараясь, чтобы краснокожие его не услышали. «Мы должны показать ему, что мы тоже не простые воины, а вожди. Садитесь и предоставьте право говорить мне». Старик усился к костру напротив вождя, а мы последовали его примеру. Только негр, зная, что сидеть, привилегия вождя остался стоять. «Уф», — возмущенно воскликнул индейец и бросил еще несколько слов, смысл которых мы совершенно не поняли. «Разве ты не умеешь говорить на языке бледнолицых?» — спросил Олдед. «Умею, но не хочу. Мне не нравится язык бледнолицых». Прозвучал ответ вождя, который Олдед немедленно перевел нам. «И все же я прошу тебя говорить на нем», — настаивал Вестман. «Почему?» «Потому что мои товарищи не понимают языка Каманчий, а они должны знать, о чем мы беседуем». «Они пришли к Каманчам, и пусть говорят на их языке. Так велит вежливость». «Ты ошибаешься. Даже старый скво понятно, что человек не может говорить на языке, которого не знает. Кроме того, они гости Каманчий и вправе требовать от тебя вежливого обращения, как ты того требуешь от них. Ты сказал, что говоришь на языке бледнолицых. Докажи это на деле, иначе я подумаю, что ты лжец». «Уф!» — воскликнул еще раз индеец и перешел на ломанный английский. «Я не солгал. Вы не верите моим словам и оскорбляете меня. За это я велю убить вас. По какому праву вы осмелились сесть рядом со мной?» «По праву вождей? Чей ты вождь?» «Я вождь белых вестменов». «А вон тот бледнолицый. Он вождь кузнецов, которые делают оружие. А этот?» «Это его сын. Он делает ножи и томогавки. Кажется, индеец был удовлетворен таким ответом. «Если он действительно умеет все это, то не зря назван вождем. А вот он...» указал краснокожий на меня. «Этот славный белый муж прибыл к нам из далекой страны. Он не убоялся переплыть в Великую Воду, чтобы познакомиться с воинами Каманчий. Он обладает мудростью и знает множество вещей. И когда вернется в свою страну, расскажет всем о славном племени Каманчий. Поэтому он удостоен звания вождя». Такое объяснение выходило за рамки понимания индейца, он долго и озабоченно разглядывал меня, а потом заметил. «Ты утверждаешь, что он принадлежит к числу мудрых и опытных воинов, однако волосы его еще не побелели. В той далекой стране рождаются сыновья мудрее наших стариков. Очевидно, Великий Дух очень любит эту страну. Но сыновьям Каманчий не нужна мудрость бледнолицых. Они сами знают, как следует поступать. На этот раз, кажется, мудрость покинула бледнолицых, раз они осмелились перешагнуть нашу военную тропу. Воины Каманчий выкопали топор войны и не потерпят присутствие белых». «Похоже, ты не знаешь, что сказали ваши послы в форте Индж. Они заверили всех, что идут в поход только на Апачий и остаются добрыми друзьями белых мужей. Пусть послы сами отвечают за свои слова. Я же поступлю, как знаю». До сих пор Олдед отвечал вежливо на враждебные выпады индейца. Но сейчас он, по-видимому, решил, что на клеца пора поставить на место. «А кто ты такой, что осмеливаешься так говорить с Коша-Певе? Почему ты не назвал мне своё имя? Или у тебя нет имени? Тогда назови мне имя твоего отца». Вождь буквально остолбенел от дерзости старика. Долго всматривался в лицо Олдеда и, наконец, воскликнул с угрозой в голосе. «Берегись, бледнолицый! Стоит мне только приказать, и мои воины поставят тебя к столбу пыток. Я не боюсь тебя. Кто ты такой, чтобы угрожать мне?» «Я Ават Вилла, вождь Каманчий». «Ават Вилла? Великий медведь? Ещё мальчишкой я убил моего первого медведя. А с тех пор их было столько, что я мог бы обвешать когтями всё своё тело. Человек, убивший медведя, ещё не герой». «Тогда посмотри на скальпы у моего пояса. Если бы я снял скальпы со всех убитых мною врагов, то мог бы одарить ими всех твоих воинов. Скальпы не говорят о мужестве». «Я сын великого вождя Оья Колсы». «А вот это уже кое-что. Я выкурил с белым бобром трубку мира, и мы поклялись друг другу в вечной дружбе. И в том, что его друзья будут моими друзьями, а мои — его. И всегда мы держали данное слово. Я надеялся, что сын, так же как и отец, отнесётся ко мне дружелюбно. Ты мне дерзишь. Неужели ты считаешь воинов Каманчи и мышами, которые безропотно терпят лай собаки?» «Что ты сказал? Ты думаешь, что Коша-Певе — собака, которую можно убить палкой? Я сейчас же отправлю тебя в страну вечной охоты». «Уф, за мной стоят сто краснокожих воинов». И он махнул рукой назад. «Ну и что?» — ответил Олдед. «Здесь сидим мы». «А это ровно столько, сколько все твои Каманчи вместе взятые. Никто не успеет помешать мне всадить тебе пулю в живот. А потом мы ещё посмотрим, на что годится суть на краснокожих. Гляди, у меня два револьвера, и в каждом по шесть патронов. У моих товарищей тоже найдётся дюжина выстрелов. Я уж не говорю о винтовках и ножах. Прежде чем твои воины до нас доберутся, половина из них умрёт». Никто и никогда не говорил ещё так с вождём индейцев. Ават Вилла с упорством дикаря пытался понять причину отчаянной смелости старого Вестмана. «Наверное, у тебя очень сильное лекарство». «Да, моё лекарство сильнее твоего. Мой талисман всегда наказывал смертью моих врагов. И так будет всегда. Я спрашиваю тебя. Ты считаешь нас друзьями или нет?» «Я должен посоветоваться с воинами». «Впервые вижу, чтобы вождь спрашивал совета у своих воинов. Ну, раз ты так говоришь, значит, так оно и есть. Мы белые вожди. Поступаем так, как считаем нужным. А потому мы важнее тебя. Наша власть сильнее. Поэтому мы не можем сидеть вместе с тобой у одного костра. Мы немедленно седлаем лошадей и уезжаем». Олдед встал на ноги, всё ещё сжимая в каждой руке по револьверу. Великий медведь вскочил, словно ужаленный. Глаза его загорелись, зубы оскалились. Загнанный в тупик, он лихорадочно искал выход и, по-видимому, не находил его. В случае столкновения с индейцами, мы наверняка поплатились бы жизнью, задерживаясь старого Вестмана. Ну и многие каманчи пали бы от наших пуль, а другие были бы изувечены в рукопашной схватке. Молодой вождь со страхом смотрел на смертоносные револьверы. Он знал, что его первого ждёт пуля. Сын вождя отвечал перед отцом за всё, что предпринимал по собственному усмотрению. И хотя у индейцев никто никого не принуждает принимать участие в военном походе, тот, кто решился выступить, должен непременно подчиниться железной дисциплине и неумолимому закону. Кто покажет себя трусом или неумелым воином, кто не владеет собой и больше ценит собственные порывы, чем общее благо, того с позором изгоняют, такого не примет ни одно племя, и изгой бродит по безлюдным пространствам. У него есть только один путь – возвратить себе доброе имя, вернуться в родные места и покончить с собой на глазах у соплеменников, чтобы мучительной смертью доказать способность переносить физические страдания. Это единственная возможность попасть в страну вечной охоты, и индейец готов совершить любой подвиг, немыслимый для обыкновенного человека, лишь бы после смерти оказаться в своем дикарском раю. Именно так, скорее всего, и думал молодой вождь. Он не решался приказать убить нас, ведь в случае его смерти оставшиеся в живых скажут белому бобру, что сын не мог владеть собой, что он, пытаясь играть роль вождя, отказал в гостеприимстве старому другу отца и обозвал его и его товарищей с собаками. Похоже, для Олдета не было тайн в душе краснокожего. Он рассчитал точно и был совершенно спокоен. Старик стоял напротив индейца с револьверами на изготовку и смотрел прямо в сверкающие от гнева глаза молодого вождя. «Вы хотите уйти?» – воскликнул индейец. «Мы не вернем вам лошадей. Вы в ловушке». «Ви ты вместе с нами. Подумай о белом бобре. Если ты погибнешь от моей пули, он не покроет свою голову и не запоет траурную песню». «Ну, скажет, у меня не было сына. Тот, кого застрелил Коша Певе, был неопытный мальчик. Он не уважал моих друзей и слушался только голоса собственной глупости. Тени воинов, которых мы убьем вместе с тобой, закроют тебе вход в страну вечной охоты. Старые скво откроют беззубые рты, чтобы высмеять вождя, который не сберег своих воинов, потому что не умел владеть собой. Посмотри на меня. Разве я похож на человека, который боится? Я уговариваю тебя стать моим другом, не из страха, а потому, что ты сын моего краснокожего брата, которому я желаю только добра. А теперь решай. Одно неосторожное слово, одно неверное движение, и я стреляю». С минуты вождь стоял как вкопанный. Трудно было понять, что происходит у него в душе. Лицо, покрытое толстым слоем краски, оставалось бесстрастным. Потом он медленно опустился на землю, снял с шеи трубку мира и сказал. «Великий медведь выкурит трубку мира с бледнолицым». «И правильно сделает. Тому, кто выступил походом на апачий, не следует ссориться с белыми. Мы тоже сели». Великий медведь вынул из-за пояса мешочек с кинекиником, то есть табаком, смешанным с листьями дикорастущей конопли, набил трубку, раскурил её, встал и произнёс короткую речь, в которой часто повторялись слова «мир», «дружба» и «белые братья». Потом он затянулся шесть раз, пуская дым струёй к небу, к земле и на все четыре стороны света, и передал трубку Олдету. Вестмен произнёс ответную дружелюбную речь, повторил фокус с дымом и вручил трубку мне, предупредив, что каждый из нас должен затянуться именно шесть раз. Когда трубка обошла всех нас, поочерёдно, включая и Сэма, командчи уселись в некотором отдалении, образовав живой круг, а наш проводник подошёл к вождю, чтобы в подробностях рассказать ему о нашей встрече. Естественно, он умолчал о том, что Олдед взял его в плен. Когда разведчик закончил свой доклад, я попросил его провести меня к нашим лошадям и принёс сигары. К сожалению, я не мог угостить никого из краснокожих, кроме великого медведя, чтобы, будучи вождём, не встать на одну доску с простыми воинами и не потерять их уважение. Сигары были знакомы великому медведю. Я заметил, как просветлело его лицо при виде подарка. А при каждой затяжке вождь издавал звук, напоминающий голос тех милых животных, из которых получается превосходный окорок. Он стал очень учтив и справился о цели нашего путешествия. Благоразумный Вестман не счёл нужным открывать ему всю правду, сообщил лишь, что мы пытаемся догнать нескольких белых, следующих к Рио Гранде, оттуда в Мексику. — В таком случае мои белые братья могут ехать с нами, — предложил вождь. — Мы двинемся в путь, как только найдём след Апача, сумевшего уйти от наших воинов. Кто он? Один из вождей. Каманчи встретились с Апачами в том месте, которое белые называют Форт Индж. Несколько пуль попали в него, и он не сможет долго продержаться в седле. Скорее всего, он где-то тут поблизости. Мои белые братья случайно не встречали его следов? — Нет, — твёрдо ответил Олдед, не собиравшийся предавать Виннету. — Значит, этот койот скрывается где-то у реки. Он не мог далеко уйти из-за ран. К тому же, берег занят моими воинами, а они не дадут проскользнуть и мыши. Положение Виннету становилось угрожающим. Конечно, след в реке Каманчам было не найти. Его затоптали копыта наших лошадей. Однако охота на раненого Апача продолжалась уже три дня, и он вполне мог угодить в лапы воинов из любого другого отряда Каманчей. То, что великий медведь ничего не знал об этом, ещё ни о чём не говорило. Чтобы хоть чем-то помочь Виннету, хитроумный Вестман заметил. — Завтра мои краснокожие братья наверняка найдут то место, где мы переправлялись через реку. Там стоит липа, с которой мы сняли кору. У меня открылась давняя рана, и пришлось перевязать её лыком. Нет ничего лучше лыка, когда требуется остановить кровотечение. Мой краснокожий брат, наверное, знает об этом средстве. Мой белый брат не сказал ничего нового. Мы всегда перевязываем раны лыком. Тогда я пожелаю мужественным воинам Каманчей, чтобы им пришлось как можно реже перевязывать раны от ударов врага. Желаю им также победы и славы, потому что я друг им. — Сожалею, что не могу остаться с ними. Они пойдут искать след, а мы поспешим за бледнолицами. — Мои белые братья непременно встретят белого бобра. Мой отец будет рад видеть Коша-Певи. Я дам вам воина, чтобы он провёл вас к нему. — А где сейчас находится славный вождь Ойо-Колса? — Я назову место языком бледнолицых, чтобы Коша-Певи правильно понял меня. Если мои братья поедут туда, где садится солнце, они достигнут реки Тарки-Крик, плечо индюка, которая впадает в Рио-Нуэсес. Затем они должны перебраться через Чико-Крик, за которым начинается пустыня, тянущаяся до Элм-Крик. По её берегам расставлены отряды белого бобра, чтобы не пропустить через брод никого, кто направляется через Рио-Гранде-дель-Норте в Орлиное ущелье. Тысяча чертей недовольно вырвалась Уолдета. Но он тут же похватился и исправил свою ошибку. Именно туда мы направляемся. Наш краснокожий брат очень обрадовал нас этим известием. Я счастлив, что могу повидаться с белым бобром. А теперь пора идти отдыхать. Мы выезжаем завтра на рассвете. Я сам провожу моих белых братьев к месту, где им будет удобнее провести ночь. Он провёл нас под огромное раскидистое дерево и велел принести туда наши сёдла и одеяло. С тех пор, как мы выкурили трубку мира, он вёл себя гостеприимно и предупредительно. Как только вождь ушёл, мы проверили содержимое наших перемётных сумм и с удовольствием отметили, что всё оказалось на месте. Завернувшись в одеяло и пристроив под головы жёсткие сёдла, мы растянулись рядом друг с другом на земле. Каманчи улеглись вокруг нас плотным кольцом. «Пусть поведение индейцев не вызывает у вас подозрений», — сказал Олдет. «Они берут нас под свою защиту, а вовсе не пытаются помешать нам бежать. Если ты выкурил с краснокожим трубку мира, можешь смело ему доверять. И всё же следует избегать их общества и держаться на расстоянии. Я наврал им с три короба насчёт лыка и ран, чтобы сбить их со следа Апачей. Но, судя по обстановке, даже Винету будет нелегко перебраться через Рио-Гранде. Кому-либо другому не стоило бы и пытаться сделать это. Положение Винету трудно вдвойне. Он везёт раненого. Индейцы посылают на переговоры самых опытных воинов и вождей. Поэтому я думаю, что сбежавший Апач далеко не юноша. Путь им предстоит не близкий, а у старика от ран наверняка начнётся лихорадка. Ну всё, давайте отдыхать. Спокойной ночи. Несмотря на его пожелания, ночь для меня не была спокойной. Тревоги за судьбу Винету я не сомкнул глаз и разбудил товарищей, едва на востоке забрежевал рассвет. Наши поднялись без шума, но индейцы тут же вскочили на ноги. Теперь в свете встающего солнца мы могли рассмотреть их лучше, чем накануне вечером в мерцающем огне костров. От вида жутко раскрашенных лиц и невероятно одетых фигур краснокожих, мурашки побежали у меня по спине. Только на немногих было кое-какое подобие одежды. Большинство же навесило на себя немыслимые лохмотья. Но всё равно, каманчи производили впечатление сильных и страшных в бою воинов. Я уже слышал, что мужчины из племени каманчий – красивые и храбрые люди. Судя по первой встрече с ними, так оно и было на самом деле. Вождь спросил, не голодны ли его белые братья, и предложил нам на завтрак несколько кусков жёсткой конины. Мы поблагодарили его и отказались, объяснив, что у нас ни в чём нет нужды, хотя на самом деле запасы наши иссякли, и нам пришлось довольствоваться всего лишь несколькими ломтями без у него окорока. Великий медведь представил нам воина, который должен был стать нашим проводником. Пришлось прибегнуть к невероятным дипломатическим ухищрениям, чтобы отделаться от сопровождения. И только когда Олдед заявил, что такие опытные вожди, как мы, считают ниже своего достоинства пользоваться услугами проводника, Ават Вилла наконец согласился с нашими доводами и уступил. Наполнив водой кожаные фляги и увязав несколько охапок травы для лошадей, мы двинулись в путь. Было 4 часа утра. Вначале мы не торопили лошадей, чтобы дать им возможность размяться. Какое-то время мы ехали по равнине, поросшей травой, но растительность редела и блекла с каждой милей, пока наконец полностью не исчезла. Теперь наш путь пролегал через пески. Зелёный рай на берегах реки давно исчез из виду, и казалось, мы попали в Сахару. Впереди и вокруг нас расстилалась ровная, как блюдце равнина, а над нами висело солнце, лучи которого, несмотря на раннее утро, полили нещадно. «Надо проехать как можно больше до полудня, пока солнце у нас за спиной. Мы едем прямо на запад, и во второй половине дня солнце будет светить нам прямо в лицо. Вот тогда-то и начнётся настоящее пекло». «Мы не собьёмся с пути, на этой равнине нет никаких примет», — спросил я, всё ещё играя роль Гринхорна. Улдет снисходительно улыбнулся в ответ. «Ваши вопросы мне доставляют истинное удовольствие, сэр. В пустыне лучшая примета — солнце. Тарг и Крик, куда мы направляемся, находятся в шестнадцати милях отсюда. Если пожелаете, мы уже через два часа можем быть на месте». И он пустил лошадь сначала рысью, а затем галопом. Мы последовали за ним. Ехали молча. Скачка не оставляла места для беседы, так как всадник должен внимательно следить за бегом лошади и двигаться в такт её шагу. Мы проскакали час, затем пустили лошадей шагом, давая им передохнуть. Вдруг Улдет указал рукой вперёд. «Посмотрите туда, сэр, а потом на часы. Мы ехали два часа и пять минут. Я правильно оценил время путешествия?» «Да», — согласился я. «А это значит, что у человека часы в голове, даже в самую тёмную ночь. Я скажу вам, который час. Я ошибусь, самое большое на несколько минут. Когда-нибудь и вы этому научитесь». Впереди блеснула река. По её берегам зеленили кусты и трава. Вскоре мы нашли подходящий для переправы брод и без препятствий добрались до места, где Тарки Крик впадает в Рио-Нуэсес, впрочем, почти не отдавая ей воду. Оттуда мы направились к Чика Крик и вышли к ней около девяти часов утра. Чика Крик в это время года трудно назвать рекой. Русло пересыхает, только кое-где поблескивает грязная лужица, из которой тонким ручейком струится вода. Там не было ни кустов, ни деревьев, а редкая трава давно пожухла. Перебравшись на противоположный берег, мы спешились, за неимением ведра наполнили водой огромную флягу Билла Ланге, напоили лошадей, скормили им наш скудный запас травы и после получасового отдыха снова тронулись в путь по направлению Кэлм Крик. И все же короткий отдых не восстановился у животных, так что нам пришлось перейти на шаг. Солнце близилось к полудню и жгло немилосердно. Ноги лошадей утопали в глубоком раскаленном песке. В два часа дня мы отдали животным последнюю воду из наших фляг, не оставив себе ни капли. Так решил Олд Дед, считавший, что люди легче переносят жажду, чем лошади, несущие нас через пустыню. «Впрочем», — добавил с улыбкой старик, пытаясь подсластить пилюлю, — «вы хорошо держались. Знаете ли вы, сколько мы проехали? Я говорил вам, что только к вечеру доберемся до Элм Крик, тогда как в действительности мы будем на месте через час-другой. Лошадки у нас незавидные. С такими не всякий Вестман пустится в пустыню». Он гляделся в горизонт, взял несколько южнее и продолжил. «Невероятно, но мы до сих пор не встретили следов Каманчей. Похоже, они прошли вдоль реки. Ну и глупо. Потерять столько времени на поиске одного единственного Апача. Если бы они сразу направились к Реогранде, то уже давно захватили бы своих врагов врасплох». «Наверное, они думают, что еще не поздно», — вмешался Ланге. «Если Винету с раненым не успели добраться к своим, Апачи и не подозревают, что им объявили войну». «Может быть, вы и правы, сэр. Но именно то, что мы не встретили Каманчей, беспокоит меня больше всего. По всей видимости, Каманчи двигаются большим отрядом. Они разбились на мелкие группы, чтобы прочесать всю местность. Возможно, Апачи уже схватили». «И что в таком случае ждет Винету?» «Смерть. И самое ужасное, какое только можно себе представить. Его не прикончат сразу и даже не станут пытать во время военного похода. Не каждый день удается взять в плен верховного вождя Апачи. Для Каманчей это событие из ряда вон выходящее, и его следует отметить соответствующим образом. То есть изобрести самые изощренные пытки. Вождя переправят под надежной охраной в стойбище Каманчей, где сейчас остались одни старики, женщины и дети. Там за ним будут ухаживать. Женщина исполнит любое его желание. У него будет все, кроме свободы. Но вы ошибаетесь, если посчитаете, что Каманчей хлебосольный и гостеприимный. Они всего лишь будут заботиться о том, чтобы пленник, с которого они, кстати, глаз не спустят, был здоров как никогда и как можно дольше выносил страдания. Краснокожие просто лопнут от злости, если жертва погибнет в начале обряда. Уверяю вас, Винету обречен на смерть, но погибнет он ни сегодня и ни завтра. Его тело изрежут на куски, как если бы над ним трудились ученые-анатомы. И пройдет несколько дней, пока смерть не избавит его от живодеров. Вот конец достойной вождя. Не сомневаюсь, что Винету не издаст ни стона. Более того, он будет смеяться над своими палачами. Но тем не менее, я не желаю ему такой судьбы и заявляю вам, что при необходимости встану на его защиту и даже пожертвую собственной жизнью. Поэтому мы сейчас немного отклонимся к югу и навестим моего давнего друга, от которого узнаем, что происходит на Рио-Гранде. Вы думаете, они обрадуются нашему визиту? Ну, конечно. Иначе я не назвал бы его другом. Он ранчеро и настоящий мексиканец, но из испанцев голубых кровей. Одного из его предков удостоили дворянского титула, поэтому он с гордостью именует себя Кабальеро. Да и свою усадьбу называет Эстансия дель Кабальеро. Поэтому обращайтесь к нему уважительно, сеньор Атанасио. Тем временем мы двигались дальше. Лошади шагали с трудом, по колено погружаясь в песок. Однако вскоре мы заметили, что почва становится более твердой, а к четырем часам пополудни появились первые признаки растительности. Немного позже мы уже ехали по великолепной зеленеющей прерии, где то тут, то там виднелись тогда коров и отара овец, вокруг которых кружили верховые пастухи. Наши кони словно ожили и побежали резвой рысью, а вскоре показалась рощица, сквозь зелень которой просвечивало что-то белое. — Это и есть пристанище Кабальеро, — сказал Олдед. — Настоящая цитадель, образцом для которой послужили крепости индейцев, племен Моки и Суньи. Только в таком доме можно укрыться от набегов врагов. Подъехав поближе, мы по достоинству ценили своеобразие крепости. Пристанище окружала стена высотой почти в две сажени, с широкими воротами, которым вел мост, переброшенный через глубокий, но пересохший ров. Дом имел форму правильного шестигранника. Первый этаж был полностью стеной, а второй несколько смещен, так что вдоль края крыши тянулась галерея, завешенная белым полотняным пологом. Строение венчал третий этаж, такой же формы, но с основанием меньше предыдущего. И здесь также была галерея, крытая белым полотном. Выстроенный уступами дом, с выкрашенными белой краской стенами, сиял под солнцем. Подъехав поближе, мы заметили на каждом этаже ряд узких окон, больше похожих на бойницы. «Прекрасный замок», — корчился в гримасах Олдед. «Однако внутри он еще лучше, чем снаружи. Хотелось бы мне увидеть индейского вождя, который осмелился бы пойти на штурм этого дома». Тем временем мы въехали на мост и остановились у ворот напротив окошка, рядом с которым висел колокол величиной с человеческую голову. Олдед без колебаний ударил в него, и на полмиле вокруг раздался звон. В окошке тотчас же появилась физиономия индейца, спросившего по-испански, «Кто вы?» «Друзья хозяина», — отозвался Вестман. «Сеньор Атанасио дома». В окошко выглянула пара темных глаз, и мы услышали радостный возглас. «Какая радость, сеньор Олдед! Добро пожаловать! Сейчас, сейчас! Бегу открывать!» Послышался лязг засова. Ворота отворились, и мы въехали во двор. Пустивший нас индеец, одетый в белые полотненные штаны и куртку толстяк, был одним из тех краснокожих, что смирились с пришествием белых и приняли христианство и цивилизацию. Он закрыл ворота на все засовы, поклонился нам в пояс, торжественно пересек двор и дернул за железный стержень, свисающий со стены дома. «Пока он докладывает хозяину, у нас есть время объехать все здание и полюбоваться им», — сказал Олдед. «Стены первого этажа, ранее скрытые от наших глаз, были усеяны узкими щелями бойниц. Объехав широкий, поросший травой двор, мы не увидели ни окон, ни дверей, через которые можно было бы попасть внутрь». «Как же мы войдем в дом?» — спросил Ланге. «Сейчас увидите», — ответил Олдед. Вдруг из галереи второго этажа высунулся какой-то человек и внимательно посмотрел вниз. Увидев индейца-привратника, он тотчас же спустил нам деревянную лестницу с широкими удобными ступенями. Если читатель предполагает, что на втором этаже была долгожданная дверь, то он глубоко заблуждается. На галерее нас ждал другой слуга, по сигналу которого появилась еще одна лестница, и вскоре мы оказались на крыше дома, посыпанной песком, в центре которой было прямоугольное отверстие. Отсюда вглубь дома вела еще одна лестница. Вот так испокон веков индейцы Моки и Суньи строили свои поэбло. Дьявольски трудно даже проникнуть во двор, но если кому-нибудь удастся, то перед ним встает стена без лестницы. Если встать ногами на седло, то можно вскарабкаться на галерею, но я не советую и пытаться делать так в военное время. С крыши прекрасно простреливается и стена, и двор, а Сеньора Танасио держит не менее двадцати вакеро, пионов и слуг. Ружей, пули, пороха у него хватает, а двух десятков хорошо вооруженных защитников достаточно, чтобы уложить не одну сотню нападающих. Вы еще не раз увидите такие замки на границе с Мексикой, и поверьте, что местные ранчера только благодаря им смогли отбить не одну атаку краснокожих. Дом стоял на берегу Элм Крик, чьи воды превращали окрестную пустыню в плодородный оазис. Река хрусталем блестела под солнцем, и мне захотелось искупаться. Вслед за слугой мы спустились по лестнице и оказались в длинном узком коридоре, освещенном тусклым светом из двух бойниц. По обе стороны располагались двери комнат, а в противоположном конце я заметил распахнутый люк, ведущий на второй этаж. Помнится, мне еще подумалось, что несколько раз на дню карабкаться вверх по трем лестницам, а затем с таким же неудобством спускаться вниз, занятие не из самых приятных, но, видимо, собственный скальп человеку дороже всяких удобств. Слуга скрылся за одной из дверей, и вскоре вернулся с известием, что сеньор-капитаны ожидает нас. — Не удивляйтесь, — сказал Олдет, — старина Атанасио примет нас очень церемонно. Испанцы обожают этикет, а мексиканцам только покажи дурной пример. Они готовы весь день кланяться да расшаркиваться. Будь я один, он давно бы выбежал навстречу. Но сегодня я в обществе незнакомых ему людей, поэтому он не применет устроить что-то вроде маленького королевского приема. Боже вас упаси улыбнуться, когда он предстанет перед нами в мундире кавалерийского капитана мексиканской армии и при всех регалиях. Он сохранил их в память о днях бурно проведенной молодости и с удовольствием время от времени щеголяет в давно вышедших из употребления эпалетах. Кстати, это единственное причудо моего старого и милого друга. Нас провели в полутемную прохладную комнату, уставленную некогда дорогой, а теперь изрядно обветшавшей мебелью. Навстречу нам церемонно выступил высокий худой мужчина с седой гривой и такими же усами, одетый в красные брюки с золотыми лампасами, высокие начищенные до блеска сапоги и голубого сукна камзол, шитый на груди золотом. На плечах почему-то красовались золотые же генеральские палеты. У пояса висела сабля в стальных ножнах на ремне с позолоченными застежками. На согнутой в локте руке мужчина держал треуголку, обшитую золотым голуном, и с перьями, заколотыми сверкающей камнями булавкой. Он напоминал человека, вырядившегося на маскарад, но его молодые и добрые глаза на изможденном старом лице вызывали чувство расположения. Хозяин молодцевато выпятил грудь, звякнул шпорами и торжественно произнес «Рад вас видеть, сеньоры, добро пожаловать!» Его слова прозвучали несколько напыщенно, мы поклонились в ответ, а Олдед сказал «Благодарим вас, сеньор-капитан. Мы проезжали мимо вашей усадьбы, и я не мог упустить счастливую возможность представить моих товарищей знаменитому борцу за свободу Мексики, поэтому взял на себя смелость заглянуть к вам». Сеньор Атанасио улыбнулся и кивнул головой в знак согласия «Ну, конечно, сеньор Олдед. Я счастлив, что могу познакомиться с господами, путешествующими в вашем обществе». Олдед представил нас поименно, а кабальер удостоил каждого рукопожатием и пригласил присаживаться. Но Уэстман остался на ногах, исправился о здоровье сеньоры и сеньориты. В ответ хозяин распахнул дверь во внутренние покои, где нас ожидали дамы, величавая пожилая женщина, сохранившая следы былой красоты, и прелестная юная девушка. Это были жена и внучка хозяина осиенды. Затянутые в платье черного шелка, они, казалось, собирались на прием в королевском дворце. Олдед, семеня, подбежал к дамам и с таким восторгом принялся пожимать им руки, что я чуть не расхохотался. Отец и сын Ланги склонили головы, чтобы скрыть невольные улыбки, а простодушный Сэм, не сдержавшись, воскликнул. «Какие красивые миссис и мисс!» Я подошел к сеньоре, поклонился и поцеловал руку. В ответ на мою учтивость хозяйка подставила мне щеку для Бесо де Кортесия, то есть для поцелуя вежливости. Точно так же поступила и сеньорита. Мы чинно расселись и принялись обмениваться новостями. Владелица Сиенды спросил нас о цели нашего путешествия, и мы рассказали ему все, что сочли нужным, в том числе и о встрече с командчами. Нас слушали очень внимательно, время от времени обмениваясь понимающими взглядами, а затем попросили еще раз подробнее описать внешность людей, которых мы разыскивали. Как только я протянул им фотографии, сеньора воскликнула. — Несомненно, это они. Не правда ли, дорогой Атанасио? — Действительно, — согласился с ней Кабальера. — Эти люди были у меня прошлой ночью. — Как и когда они попали в ваш дом, и где они теперь? — спросил Олдед. — Их встретили ночью в прерии, один из моих вакеро, который привел их в Эстен-Сиедль-Кабальеру. Они были такие усталые, что проспали до полудня и уехали всего три часа тому назад. — Превосходно. Завтра, если мы их не догоним, то уж наверняка нападем на след. — Вы, безусловно, правы, сеньор. Они сказали нам, что направляются к Рио-Гранде, к броду между Рио-Моралес и Рио-Лас-Морос, что вблизи Орлиного ущелья. Не знаю, лгали они или нет, но вскоре это выяснится, так как я послал вслед за ними несколько вакера, чтобы проверить, куда те подались. — Ну зачем вам это понадобилось? Вы что-то заподозрили? — Они заплатили за гостеприимство неблагодарностью. Встретив по дороге табун моих лошадей, они послали пастуха передать мне якобы очень важное известие. А когда тот отправился с выдуманным поручением, увели шесть лошадей и были таковы. — Какая подлость! Выходит, те двое были не одни? — Да, с ними были переодетые наемники Хуареса, переправлявшиеся в Мексику. — Если так, то вашим людям не удастся отбить у них лошадей. Их отряд сильнее горстки вакера. — Мои пастухи — люди не из робких и умеют пользоваться оружием. — Говорили ли что-нибудь Гибсон и Уолерт о своих ближайших планах? — Ни слова. Гибсон был весел и болтал о пустяках, а Уолерт больше молчал. Они расположили меня к себе, и я доверился им. Показал весь дом и даже раненого индейца. — Раненого индейца? Что он здесь делает? — Кабальера с улыбкой ответил. — Я чувствую, что возбудил ваше любопытство, сеньоры. В моем доме действительно скрывается раненый краснокожий, вождь Апачий по имени Инда Нишо. Он был послом на встрече с командчами, о которой вы только что рассказали. Это его раны перевязал лыком Винету на Рио-Леоне. — Инда Нишо — значит добрый человек. Я слышал, это имя дано ему не зря. Он самый старый, умный и миролюбивый из вождей Апачий. Я должен его увидеть. — Боюсь только, что поговорить вам с ним не удастся. Старик очень плох. А известно ли вам, что прославленный Винету — добрый мой знакомый и всегда навещает меня, когда его путь пролегает через эти края? Он уже не раз имел возможность убедиться, что мне можно доверять. Выехав из форта Инш, Винету нагнал Инда Нишо. И, как вы сами догадались, по следам перевязал его раны на Рио-Леоне. Одна пуля угодила старому вождю в плечо, другая — в бедро. Несмотря на перевязку, рана старика воспалилась от бешеной скачки. У него началась горячка. Вокруг же сновали каманчи, пытаясь, словно ищейки, напасть на их след. Как Винету сумел пройти незамеченным, остается тайной. Это похоже на чудо, но ему действительно удалось привезти в эстансиедль-кабальера раненого старика. Инда Нишо уже едва держался в седле от потери крови. К тому же и возраст у него преклонный. И хотя краснокожие не ведут счет прожитым годам, думаю, ему уже за 70. Невероятно! Добраться сюда от форта Индж с двумя огнестрельными ранами. Они проделали путь более чем в 160 миль, но такое способен только краснокожий. И что же произошло дальше? Говорите же! Винету добрался до нас к вечеру и ударил в колокол. Я вышел к нему, он рассказал о случившемся и попросил укрыть старого вождя. Я обещал ему заботиться о раненом, пока апачи не пришлют за ним. Сам же Винету очень торопился известить свои племена по ту сторону Риогранды о войне и приближении к Аманчий. Я послал с ним лучших моих пастухов, чтобы узнать наверняка, перебрался ли он через Риогранды или нет. Ну и как? Полюбопытствовал Олдед. Что рассказали его провожатые? Он всех перехитрил. Каманчи толпой ждали его у брода выше устья Рио Моралис, а Винету спустился вниз по течению и перебрался в платье. Он умышленно выбрал место, где река бурлит и где никому и в голову не придет соваться в воду. Ну он и мои мальчики сумели доплыть до берега. Мои пастухи ребята тертые и не бросили в Винету, пока не убедились, что за ним нет погони. Так что я уверен, что Апачи уже знают о нависшей над ними опасности и успеют приготовиться к встрече врага. А теперь, сеньоры, если конечно вы желаете, пойдемте навестим старого вождя. Мы встали, простились с дамами и спустились этажом ниже. Пройдя по длинному коридору, как две капли воды похожему на предыдущий, мы открыли крайнюю дверь и оказались в просторной прохладной комнате. Внутри на ложе из одеял лежал старик Апач. Его глаза глубоко провалились в глазницы, щеки впали, лицо осунулось. О враче можно было только мечтать, но хозяин Асиенды не тревожился за здоровье больного, так как Винету, разбиравшийся в травах не хуже знахаря, сам наложил повязки и строго-настрого запретил трогать их, пока жар не спадет. Раненого вождя уже не лихорадило, а это означало, что его жизнь была теперь вне опасности. Когда мы покинули убежище Апача и подошли к лестнице, ведущей на верхний этаж, я вспомнил о своем желании искупаться в реке. «Конечно, конечно, но вам не стоит подниматься наверх», — ответил мне кабальера. «Я выпущу вас отсюда, прямо во двор». «Ну как, разве здесь есть выход?» Я самолично прорубил в стене тайный проход, чтобы можно было бежать, если вдруг краснокожие захватят дом. Я вам полностью доверяю, поэтому покажу, как это делается. Хозяин подошел к шкафу у стены, налег на него плечом, сдвинул в сторону и провел меня по подземному ходу во двор. Густой кустарник, посаженный во дворе, скрывал подземный ход от любопытных глаз. Указав на один из кустов, растущих прямо у стены крепости, кабальера объяснил. «Здесь начинается еще один ход, ведущий прямо в прерию. Его никто не знает и даже не догадывается о его существовании. Не хотите ли сократить путь и пройти к реке по нему? Да, тогда подождите здесь минуточку, я пришлю вам удобную одежду». В это мгновение ударил колокол, и хозяин поспешил к воротам. Я последовал за ним и увидел пятерых верховых, сильных и рослых мужчин, крепко, словно влитые, сидящих на прекрасных лошадях. Это были вакеры, посланные в погоню за конокрадами. «Ну что?» – строго спросил сеньор Атанасио. «Вы их догнали?» «Нет», – ответил потупившись один из пастухов. «Мы были уже совсем рядом. Еще четверть часа, и они оказались бы в наших руках. Но вдруг мы увидели по следам, что к ним присоединился большой конный отряд. Мы все же последовали за ними, и вскоре воочию убедились, что негодяи встретились с каманчами и прекрасно спелись. Только безумец рискнет встать на пути краснокожих, вышедших на охоту за скальпами. Поэтому мы и вернулись ни с чем. Вы поступили правильно, и я вас не виню. Даже целый табун не стоит человеческой жизни. Так вы говорите, что каманчи приняли их как друзей? «Мы были слишком далеко и не все рассмотрели, но нам показалось, что они поладили. Куда ведут их следы?» «В сторону Реогранды». «Значит, к нам они не пожалуют. Опасность миновала. Спасибо, парни. Возвращайтесь к своим стадам». И в Акера уехали. Как выяснилось позже, Кабальера серьезно ошибся в расчетах. Опасность вовсе не миновала, так как Гибсон, чтобы втереться в доверие к каманчам, сообщил им, что в Осиенде сеньора Атанасио скрывается раненый вождь Апачей. Поэтому один из отрядов воинственных каманчей уже несся, Костенсия дель Кабальеро, чтобы схватить Индонишу и примерно наказать хозяина за его помощь Апачим. Кабальер удалился и вскоре прислал ко мне слугу, который должен был провести меня к реке. Рядом с господским домом был брод. Чуть ниже по течению омут, возле которого слуга остановился, снял с плеча узелок с белой полотненной одеждой для меня и сказал, «Лучшего места для купания не сыщешь по всей округе, сеньор. Вашу одежду я заберу с собой, а когда вы лезете из воды, оденьтесь во все чистое. Я буду ждать вас у ворот, позвоните в колокол, и я вам открою». Он унес мою одежду. Я с разбега нырнул в воду и долго с удовольствием плескался и плавал после изнурительной многочасовой скачки. Через полчаса я, наконец, выбрался на берег и принялся одеваться. Мой взгляд невзначай упал на противоположный берег. И я увидел над излученной реки всадников, скакавших по обыкновению индейцев, след в след. Я опрометью бросился к воротам и ударил в колокол. «Скорее проведите меня к обольера», — приказал я слуге, ожидавшему меня у входа. «Вдоль того берега к осиенде движутся индейцы». «Сколько их?» «Около пятидесяти». Весть о приближении краснокожих поначалу испугала слугу, но узнав, что их не так много, он успокоился. «И только-то», — с бахвальством спросил он, — «нам нечего опасаться. Мы справимся с дикарями, даже если их будет вдвое больше, сеньор. Нам это не впервой. Я сейчас же помчусь собирать всех вакера, а вы поспешите к сеньору Атанасио и не забудьте убрать за собой лестницу». «А что будет с нашими лошадьми? Краснокожие до них не доберутся?» «Не беспокойтесь, сеньор, они пасутся в табуне под присмотром самого опытного из вакера». Он ушёл. Я запер ворота, взобрался на галерею и убрал за собой лестницу. На крыше я нос к носу столкнулся с вылезающими из люка Олдетом и сеньором Атанасио. Известие о приближении индейцев ничуть не смутило кабальера, сохранявшего невозмутимое спокойствие. «Индейцы? Какого племени?» Спросил он без тени беспокойство. «Не знаю. Они ещё слишком далеко, чтобы по раскраске определить, кто они такие». «Да, это и не столь важно. Подождём, когда они подъедут поближе. Возможно, Виниту уже добрался в своё стойбище и выслал отряд за раненым вождём. А может быть, это Каманчи, выехавшие на разведку. Но даже в этом случае нам нечего опасаться. Каманчи ограничатся тем, что спросят нас, не видели ли мы Апачей, и немедленно уберутся в освояси, как только мы в один голос заверим их, что, разумеется, ни один краснокожий не появлялся в округе». «Мне кажется, они настроены не слишком мирно», — заметил Олдет. «Мой вам совет. Поскорее подготовиться к обороне». «Мы уже готовы. Каждый из моих людей знает, что ему делать в случае приближения краснокожих. Смотрите. Вон по полю бежит пион. Сейчас он сядет на коня и помчится к пастухам. Не пройдет и десяти минут, как вакера загонят стада в кораль. Двое из них будут стеречь лошадей, остальные сражаться с индейцами. Мои люди в совершенстве владеют ласса, уверяю вас, это страшное оружие в их руках. Да и ружья их бьют дальше и точнее, чем старые хлопушки краснокожих. Поэтому нам не страшны ни полсотни, ни сотни нападающих. К тому же мы можем укрыться в Эстансея-дель-Кабальеро, чьи стены не сможет преодолеть ни один дикарь. В крайнем случае я рассчитываю на вашу помощь. Вас пятеро бывалых воинов, я тоже на кое-что сгожусь. Да еще восемь пионов. Всего нас будет четырнадцать готовых постоять за себя человек. Хотел бы я увидеть индейца, который осмелится высадить ворота. Нет, сеньоры, на штурм они не решатся. Краснокожие позвонят в колокол, расспросят об Апачах и оставят нас в покое. Как только Каманчи встретят у ворот четырнадцать хорошо вооруженных мужчин, они сразу присмиряют. Никакой опасности нет. По лицу Олдета было заметно, что он не столь убежден в нашей безопасности, как его друг. Вестон встряхнул головой и сказал. Мне все же кажется, что опасность есть и немалая. Я совершенно уверен, что к нам пожаловали не Апачи, а Каманчи. Что им здесь понадобилось? Зачем высылать на разведку целый отряд, да еще туда, где нет врага? Почему они не ищут следы Апачи в прерии, а прямиком направляются сюда, расспросить нас? Нет, у них другое на уме. Им нужен раненый вождь Апачи, которого вы скрываете на Сиенде. Откуда им знать, что Индонишу здесь? Кто мог им выдать нашу тайну? Гибсон, тот самый негодяй, которого мы преследуем, и которого вы так любезно приняли. Вы сами показали ему Апачи, а он, не задумываясь, рассказал все Каманчим, чтобы завоевать их расположение. Я нисколько не сомневаюсь, что вас предал именно он. Может быть и так, но в этом случае Каманчи попытаются принудить нас выдать им раненого. Так оно и будет. Каманчи от своего не отступится. Что вы намерены предпринять? Никакие угрозы не заставят меня предать гостя. Мой друг Винету доверил мне жизнь старого вождя. Я дорожу его дружбой и доверием, и никогда не пойду на подобную низость. Мы будем сражаться. Вы рискуете жизнью. Полсотни краснокожих нам действительно не страшны. Но они приведут подмогу, и тогда крепость не устоит. На все воля Божья. Как бы то ни было, я сдержу слово, данное Винету. Растроганный Олдед торжественно пожал руку сеньору Атанасио и произнес. Вы человек чести, сеньор, и можете рассчитывать на нашу помощь. Вождь Каманчий мой друг, и, может быть, благодаря этому обстоятельству мне еще удастся спасти жизни нам и десятку другому краснокожих. Надеюсь, вы не совершили двойную ошибку и не показали Гибсону потайную дверь. Я не спотыкаюсь дважды на одном месте, сеньор. Слава Богу. Пока краснокожие не пронюхали о потайном ходе, мы можем защищаться. Но довольно разговоров. Пора браться за оружие. Пока я плескался в реке, моим товарищам выделили комнаты, и они уже успели отнести туда всю свою поклажу. Не теряя времени, мы спустились вниз. Снимая со стены мое старое ружье, я выглянул в узкое окно бойницу. Отряд индейцев выезжал из-за рощицы, направляясь к броду. Минуту спустя они уже были на другом берегу и неслись в скач Костансье дель Кабальеро. Зрелище было устрашающее. Расписанные боевыми красками каманчи мчались в грозном молчании, вместо того, чтобы выть и улюлюкать, как это обычно делают все краснокожие. Только у их предводителя, скакавшего впереди, в руках было ружье. Остальные были вооружены копьями, луками и стрелами. Некоторые тащили за собой длинные жерди, которые я в первое мгновение принял за опоры для вигвамов. Но уже секунду спустя, догадавшись, что они замышляют, я опрометью выскочил за дверь. В коридоре я столкнулся с Олдетом, выбегающим из своей комнаты. «Скорее на крышу!» — крикнул Вестман. «Хитрые канальи привезли с собой стволы деревья всучьями, чтобы по ним, как по лестницам, перебраться через стены. Все наверх, быстро!» Однако быстро не получилось. Слуги находились этажом ниже, и собрать их оказалось делом не настолько простым, как казалось. «Да и мы сами, бросившись наверх, столкнулись с сеньором Атанасио, с двумя дамами, которые, узнав о нападении Каманчей, в панике выбежали из своих комнат. Нам пришлось потратить добрых пару минут на то, чтобы хоть как-то успокоить перепуганных женщин. И когда мы наконец-то выбрались на крышу, индейцы уже карабкались на нее со всех сторон. Промедление погубило нас. Мы стояли в окружении Каманчей, и остановить их можно было, только открыв огонь. «Мы должны выиграть время», — тихо произнес Олдет и приказал. «Цельтесь в них из ружей, но ни в коем случае не стреляйте, не позволяйте им сделать ни шагу вперед». Пока и мы, и Каманчи в молчании рассматривали друг друга, я быстро пересчитал нападающих. 52 мускулистых воина стояли неподвижно на краю крыши, сжимая в руках луки и стрелы. По-видимому, копья они оставили внизу, чтобы длинная древка не мешала карабкаться через стены. «Краснокожие застали нас врасплох, и хотя и не решались броситься в атаку, чувствовали себя хозяевами положения». Кабальяра собрался с духом, выступил вперед и заговорил на испано-англо-индейском наречии, употребительном в тех краях. «Что понадобилось краснокожим воинам в моем доме? Почему они вошли, не спросив моего позволения?» Предводитель, который до сих пор держал ружье на плече, взял его в руку, сделал шаг вперед и вызывающе ответил «Бледнолицый враг Каманчий, мы пришли, чтобы сегодняшний день стал последним днём его жизни». «Ты ошибаешься, я не враг Каманчим и живу в мире со всеми племенами краснокожих». Устал бледнолицый волгут, в его доме нашёл приют вождь Апачий, наших врагов, значит, и он сам наш враг, бледнолицый умрёт. «В моём доме я решаю, кого принимать, а кого нет. Мой краснокожий брат не вправе приказывать мне, здесь я хозяин». «Воины Каманчии захватили дом, и теперь они в нём хозяева. Выдай нам Апача. Я знаю, бледнолицый лжив, но сейчас ложь ему не поможет. Мне известно, что Апач здесь». «Только трус лжёт, а я не боюсь ни Каманчия, ни дьявола. Я открыто говорю вам, что Апач...» «Остановитесь, ради бога!» – перебил его Олдед. «Не наделайте глупости, сеньор». «Неужели я должен унизиться до лжи дикарям?» – удивился гордый кабальер. «Я и сам признаю, что ложь – дело прескверное, но в нашем случае правда – сущее самоубийство». «Самоубийство? Разве полсотни дикарей смогут устоять против наших четырнадцати оружий?» «Воины они умелые и не из робких, если судить хотя бы потому, как ловко они взобрались на крышу. Вы правы, дюжину другую мы пристрелим, но и нам не избежать их стрел и ножей. И даже если мы обратим их в бегство, уцелевшие в схватке приведут сюда пятьсот человек. Тогда нечего ждать пощады. Позвольте мне поговорить с ними». И Олдед обратился к предводителю индейцев. «Слова моего брата удивили меня. Откуда Каманчим стало известно, что в этом доме скрывается Апач?» «Сыновья Каманчей знают всё», – хвастливо ответил тот. «В таком случае они знают больше, чем мы. В доме нет никакого Апача». «Ты лжёшь». «Берегись. С твоих губ слетело слово, за которое ты заплатишь жизнью, если ещё раз осмелишься произнести его. Я никому не позволю называть себя лжецом. Наши ружья смотрят на вас, и стоит мне дать знак. Столько же твоих воинов, сколько нас здесь, окажется в стране вечной охоты». «Ружья не спасут, бледнолицых. Сюда придут новые воины Каманчей, много больше, чем десять раз по пять, и не оставят от этого дома камня на камне». «Мы уже знаем, что Каманчи стали нам врагами, и не позволим им перелезть через стены. Наши ружья бьют далеко и без промаха, ни один из пришедших не уйдёт живым». «Во рту бледнолицого очень много слов, но мне не досуг выслушивать его речи. Кто он такой, что говорит вместо хозяина дома? Как его имя? Почему он осмеливается угрожать славному воину и вождю Каманчей?» Олдед скорчил пренебрежительную гримасу. «Ты, славный воин и вождь Каманчей, разве совет старейшин внимает твоим словам? Почему я не вижу в твоих волосах ни орлиного пера, ни даже пера ворона? Из какого дальнего стойбища прибыли сыновья Каманчей, спрашивающие имя вождя бледнолицых? Я Коша Певе, и я курил трубку мира с ее колсой, верховным вождем Каманчей. Вчера я сидел у костра его сына, Ават Вилы. Я друг Каманчей. Но если они назовут меня лжецом, я отвечу им пулей». Индейцы сразу присмирели. Предводитель вернулся к своим воинам, и они, бросая полное уважение взгляда на Олдеда, устроили совет. Пошептавшись несколько минут, Каманчи повернулись к нам, и их предводитель сказал. «Воины Каманчей знают, что Коша Певе – великий воин и друг Оя Колсы. Но сегодня его речь – речь врага. Почему он скрывает, что в доме прячется Апач? Я ничего не скрываю от сыновей Каманчей. Апача в доме нет». Однако Бледнолицей, просивший у Каманчей защиты, поклялся, что Индонишу здесь. «Как его имя?» Язык Каманчей не в состоянии произнести его имя, но звучит оно как «Га-пи-ла-но». «Гавилан?» Коша Певе прав. Он назвался так. «Воины Каманчей мудры, но на этот раз они дали себя обмануть. Я знаю Бледнолицей, выносящего имя Гавилан. Он лжец и обманщик. Его язык не умеет говорить правду. Мои краснокожие братья еще пожалеют, что взяли его под свою защиту». «Мой брат ошибается. Бледнолицей сказал правду. Виниту привел сюда старого вождя, а сам переправился через Рио-Гранде. Но мы настигнем его и поставим у столба пыток, чтобы насладиться смертью врага и испытать его мужество. Мы знаем, что Индониша прячется здесь, что он ранен в плечо и бедро. Мы даже знаем, в какой из комнат он лежит». «Каманчей действительно знают больше меня. Пусть они расскажут все поподробнее». Бледнолицей сказал, что мы должны два раза спуститься по лестнице внутрь дома, пройти мимо множества дверей справа и слева, открыть последнюю дверь, и там мы увидим Апача, лежащего на ложе, подняться с которого он не в силах. Бледнолицей обманул себя. Там вы не увидите Апача. Тогда разреши нам спуститься туда, чтобы наши глаза убедились, кто из вас говорит правду. «Я не могу вам разрешить войти в дом. Вы пытались ворваться силой, поэтому никогда не переступите порог. Твои слова свидетельствуют о том, что Апач здесь. Ойя Колсе велел нам поймать старого вождя, и мы его поймаем, чего бы это нам не стоило». «Ты снова ошибаешься. Я отказываюсь исполнить твое желание не потому, что прячу в доме Апача, а потому, что ты оскорбляешь меня недоверием. Если я утверждаю, что вас обманули, значит, так оно и есть. Если вы попытаетесь, несмотря на наш отказ, проникнуть в дом, что же, пусть ваша кровь падет на ваши головы. Разве воины-команчи слепые котята и не видят, что достаточно одного из нас, чтобы защитить вход в дом? Стоя на лестнице, один человек может держать под огнем всю крышу и всадить пулю в каждого, кто попытается проникнуть внутрь. Вы ворвались к нам и вели себя, как наши враги, поэтому ваше желание не будет исполнено. Возвращайтесь за ворота, позвоните в колокол и попросите, чтобы мы вас пустили. Тогда, может быть, мы встретим вас, как друзей». «Коша Певе дает нам совет, хороший для него, но не для нас. Если у него совесть чиста, он разрешит нам немедленно пройти в дом и удостовериться в его правдивости. Если он откажется исполнить нашу просьбу, мы останемся здесь и пошлем гонца за новым отрядом, и тогда мы сделаем то, что собирались сделать». «Ты снова ошибаешься. Прибудь сюда хоть десять отрядов, вам все равно придется спускаться по одному, и вход в дом станет для вас входом в страну вечной охоты. К тому же, твой гонец не приведет подмогу. Как только он ступит на землю, я убью его. Я не желаю злокоманчим, но вы вынуждаете меня защищаться». Все время, пока Олдед пререкался с предводителем отряда каманчей, мы держали нападающих на прицеле. Глядящие прямо на них стволы наших ружей охладили боевой пыл краснокожих, и они решили снова посоветоваться. Однако и наше положение было далеко не блестящим. Олдед задумчиво почесал за ухом и сказал, «Мы попали в чертовски сложный переплет. Каманча от своего не отступится, а если мы окажем сопротивление, они приведут сюда еще несколько сотен головорезов. И тогда я ломаного цента не дам за наши скальпы, ума не приложу, где бы спрятать апача, чтобы они его не обнаружили». «Может быть, вынести его из дому?» предложил я. «Вынести?» удивился Олдед. «Уж не тронулись ли вы умом от впечатлений, сэр? Каманчи с нас глаз не спускают». «Вы забыли про потайную дверь. Отсюда Каманчи ничего не заметят. Я вынесу апача и спрячу его в зарослях у реки». «Мысль действительно неплохая, но боюсь, что краснокожие выставили часовых вокруг дома». «Вряд ли. Их немногим больше пятидесяти человек. Двоих, а то и троих они оставили с лошадьми. Остальные здесь. Маловероятно, что им пришло в голову отцепить здание». «Ну что же, давайте попытаемся. Возьмите одного из слуг и действуйте. А мы постараемся отвлечь Каманчей, чтобы они не заметили, что двое из нас отсутствуют. Да, пусть женщины не забудут поставить на место шкаф после того, как вы выйдете». «А нельзя ли посадить дам в комнате, где лежал раненый? Когда Каманчи увидят женщин, они скорее поверят, что Апача там нет и не было». «Вы правы», одобрил мой план сеньора Танасио. «Достаточно будет перенести туда несколько одеял и повесить гамаки. Пусть женщины лягут в них и отдыхают. А вы тем временем перетащите Апача к реке и спрячьте чуть выше того места, где сегодня купались. Там у самой воды растут цветущие кусты, и в их ветвях спрятана лодка. Уложите в нее старого вождя, там его никто не найдет. Возьмите с собой Педро. Он малый, ловкий и не трус. А когда вы вернетесь, мы позволим индейцам обыскать дом». Мы с Педро потихоньку, стараясь не привлекать внимание Каманчи, спустились вниз, где дамы в сильном волнении ждали дальнейших событий. Они с готовностью принялись помогать нам и в мгновение ока придали комнате вид женских покоев. Старый вождь, узнав, что за ним прибыли Каманчи, тихо сказал. «Индонишу видел много зим. А оставшиеся дни его жизни легко сосчитать. К чему бледнолицым братьям подвергать себя опасности ради старика? Пусть они предадут его смерти, а затем тело выдадут Каманчим. Индониша просит их об этом». Я отрицательно покачал головой, завернул раненого в одеяло и с помощью слуги вынес его из комнаты. Через потайной ход мы незаметно выскользнули во двор, через густой кустарник, надежно скрывавший нас от посторонних глаз. Пробрались к подземному лазу, прошли по нему под стеной и осторожно выглянули наружу. В нескольких шагах от нас сидело атлетическое сложение краснокожий, вооруженный копьем и луком со стрелами. «Придется вернуться, сеньор», шепнул мне Пион. «Мы не сможем убить его, иначе остальные не успокоятся, пока не отомстят нам». «Надо отвлечь его внимание и заставить его покинуть пост». «Вряд ли нам это удастся, сеньор? Он не уйдет, пока его не позовут». «Погоди, я, кажется, придумал. Ты останешься здесь с раненым, а я покажусь часовому, сделаю вид, что испугался и брошусь на утек. Он помчится за мной, и ты беспрепятственно вынесешь апача». «Это безумие, а если он пустит вас в стрелу?» «Я буду готов к этому и уклонюсь». «Каманчи стреляют из луков так же метко, как и мы из ружей. К тому же, убегая, вы повернетесь к нему спиной и не сможете уклониться от стрелы. Я брошусь в воду и поплыву вниз по течению, на спине. Как только он выпустит стрелу, я нырну, переберусь на тот берег и ему придется последовать за мной. А там я его оглушу и у нас будет достаточно времени, чтобы надежно спрятать апача». Слуга попытался отговорить меня, но я уже решился и не слушал его доводов. Чтобы не привлекать внимание индейца к лазу, я осторожно прополз к углу стены и только там встал во весь рост. Команч сидел все так же, глядя вдаль. Мне пришлось наступить на сухую ветку. Повернув голову на шум, часовой заметил меня и вскочил на ноги. Я бросился бежать, стараясь скрыть лицо, чтобы потом он не мог меня опознать. Огромными прыжками я несся к реке. И пока опешивший краснокожий доставал из колчана стрелу и натягивал лук, я был уже в зарослях на берегу. Не теряя ни секунды, я прыгнул в воду и поплыл на спине на другую сторону реки. Через несколько мгновений мой преследователь с ошалелым видом вылетел из кустов, остановился и прицелился. Зазвенела тетива, стрела со зловещим свистом ввилась в воздух и я поспешил нырнуть. Вынырнув у противоположного берега, я оглянулся и увидел, что краснокожий, готовый к прыжку, стоит у самой воды. В торопях он оставил колчану стены и теперь надеялся взять меня голыми руками. Увидев, что я не ранен, Команч отбросил уже ненужный лук и прыгнул в воду. Именно этого я только и ждал. Притворившись, что плохо плаваю, я позволил ему приблизиться ко мне и снова нырнул и поплыл вниз по течению туда, где у самой реки росла дубовая роща. Там я выбрался на берег и запетлял среди деревьев. Наконец, я увидел дуб, прекрасно подходивший для выполнения всего плана. Пробежав мимо него, я осторожно вернулся назад и спрятался за толстым, поросшим мохом стволом. Ждать пришлось недолго. Минуту спустя появился Команч. Он громко сопел от усталости, вода потоками стекала с его мускулистого тела. Всматриваясь в мой след, он пробежал мимо, а я особым образом на цыпочках и огромными прыжками метнулся за ним и всей тяжестью тела ударил его в спину. Краснокожий упал ничком. Я придавил его к земле и молниеносно ударил кулаком по голове. Он дернулся и затих. Переведя дух и оглядевшись, я увидел рядом поваленное бурьи дерево, чья крона нависала над водой, и решил воспользоваться счастливым случаем, чтобы замести следы. Пройдя по стволу, я прыгнул в реку, доплыл до спрятанной в зарослях лодки, о которой мне говорил сеньор Атанасио, сел на весла и поспешил за раненым апачем. Мы с Педро уложили старого вождя на дно лодки, укрыли его одеялом и Пион ушел охранять подземный лаз, а я спрятал апача за пологом из свисающих к воде цветущих веток. Выжав одежду и проверив по пути, не очнулся ли Каманч, я вернулся в дом. Мы отсутствовали не больше четверти часа, но все это время и женщины, и наши товарищи не находили себе места от волнения. Хозяйка дома, увидев меня, радостно вскрикнула и предложила сменить одежду, чтобы ни один Каманч не мог утверждать, что я выходил из дому, тем более плавал в реке. На крыше и Каманчи, и белые продолжали настаивать на своем. Когда я тихонько, не привлекая внимания индейцев, присоединился к друзьям, Олдед громко утверждал, что обыск дома равнозначен пощечине хозяину. Не переставая краснобайствовать, он бросил на меня вопросительный взгляд. Я в ответ едва заметно кивнул головой, и Вестмен мало-помалу стал уступать настояниям Каманчей. И, наконец, заявил, что пятеро из них могут пройти в дом и воочию убедиться, что никаких апачий, ни раненых, ни здоровых там нет. «Почему только пятеро?» спросил недоверчивый предводитель отряда. «Разве мы не равны? Что делает один из нас, то могут делать и все остальные. Каманчей не воры и ничего не тронут». «Ладно уж, пусть будет по-вашему. Вы все можете пройти в дом и пусть каждый из вас убедится, что Олдед не лжет. Однако я требую, чтобы вы оставили оружие здесь и дали мне право на месте наказать любого, кто без нашего разрешения прикоснется к чему-либо в комнатах». Краснокожие снова устроили совет и в конце концов согласились на условия Вестмена. Они оставили на крыше луки, ножи и колчины со стрелами и нетерпеливо бросились к люку. Тем временем, оповещенные о появлении индейцев в Акера, успели подъехать к Костансия дель Кабальеро. Теперь перевес был на нашей стороне. Полтора десятка крепких, видавших виды мужчин, сидели в седлах у ворот, готовые по первому знаку хозяина пустить оружие в ход. Двое из нас остались на крыше. Остальные спустились вниз с командчими и открыли им двери в комнаты. Я встал на нижнем этаже, возле бывшей комнаты Апача, где сейчас сидели женщины, полной решимости вмешаться при малейшей непочтительности со стороны краснокожих. Индейцы, не обращая внимания ни на что, направились прямиком туда, где надеялись увидеть старого вождя Апачи. Совершенно убежденные в своей правоте, они без колебаний перешагнули порог и застыли в изумлении. В гамаках, погруженные в чтение, безмятежно лежали две женщины. Уф! не сдержал возгласа удивления предводитель Каманчий. Это комната белых скво. Да, со смешком подтвердил Олдед, но по словам бледнолицого лжеца, здесь должен прятаться Апач. Войдите же и поищите его. Краснокожий окинул взглядом комнату и ответил, «Воин не заходит в Игвам женщин. Если бы здесь был Апач, мои глаза увидели бы его. Тогда проверьте другие комнаты». Целый час индейцы обыскивали дом, заглядывали в спальни, гостиные, кладовые. Не найдя нигде следов пребывания Индониша, они вернулись к женщинам, которые, притворно надув губы, удалились, чтобы не мешать непрошенным гостям. Краснокожие переворошили одеяло и постели и даже попытались отодрать половицы, подозревая, что под ними может быть устроен тайник. Наконец, они убедились, что в доме Апача нет, и их предводитель, хотя и с неохотой, признал свою ошибку. «Я сразу вам так и сказал», торжествовал Олдед, «но вы поверили не мне, старому другу Каманчий, а бледнолицому, чьи уста никогда не говорят правду. Как только я встречу белого бобра, я первым делом расскажу ему, как вы меня оскорбили». «Если наш белый брат хочет видеть ой-ё-колсу, пусть едет с нами». «Это невозможно, мой конь устал и должен отдохнуть до утра, а воины Каманчий еще сегодня покинут эти места». «Нет, солнце уже идет отдыхать, а мы не ездим ночью, поэтому мы останемся здесь и пустимся в путь только на рассвете. Наш белый брат поедет с нами». «Хорошо, но я не один, со мной четверо моих товарищей». «Белый бобр встретит их как друзей. Наши белые братья разрешат нам провести ночь возле стен их дома». «Ну, конечно», согласился непомнящий злака Больера, «я друг краснокожих воинов, если они приходят ко мне с миром. И в знак нашей дружбы я дарю вам быка, зажарьте его на костре». Подарок королевский в глазах индейцев мгновенно растопил лед враждебности. Каманчи окончательно поверили в нашу искренность и грозные до того лица приняли вполне дружелюбное выражение. Более того, они старались на каждом шагу оказывать нам знаки внимания, в меру своих понятий, разумеется. Видимо, в их поведении не последнюю роль сыграло и то уважение, каким Олдед пользовался среди индейцев. Они действительно ни к чему не прикоснулись и добровольно, без напоминаний, покинули дом. Мы уже опустили вниз лестницы и распахнули настишь ворота, чтобы показать краснокожим, как мы им доверяем. И все же хозяин поставил на крыше двух вооруженных пионов, береженого бог бережет. Вакера пригнали обещанного быка, запылал костер. Все командчи собрались у огня, предвкушая пиршество, позвали даже часовых, охранявших лошадей, и того незадачливого краснокожего, с которым я состязался в плавании. Он уже пришел в себя и вернулся на свой пост, но еще не имел «Теперь он первым делом приблизился к предводителю и принялся рассказывать, но так тихо, что мы, белые, не могли разобрать, как он излагает события. Внезапно его взгляд остановился на мне. И хотя на его раскрашенном лице не дрогнул ни один мускул, я понял, что краснокожий узнал меня. Он взмахнул рукой, указывая на меня, и выкрикнул несколько гортанных, незнакомых мне слов, смысл которых был, однако, совершенно ясен. Предводитель командчи грозно нахмурился и направился ко мне. «Правда ли, что бледнолицый?» с угрозой в голосе спросил он. «Переправился через реку и напал на воина командчий». Я скорчил недоуменную гримасу, а Олд Дед поспешил вмешаться и строго спросил индейца, в чем он меня подозревает. Тот пересказал происшествие с часовым, что только развеселило старого Вестмана. «Для краснокожих все белые на одно лицо. Думаю, сын командчий встретил какого-нибудь бродягу». «Это был он», уверенно заявил часовой. «Я видел его лицо, когда он бросился в воду и поплыл на спине. Я запомнил его. На нем была та же одежда». «Так он плыл в одежде? Но твоя рубаха все еще мокрая, а его совершенно сухая. Ты что-то путаешь». Бледнолицый мог сменить одежду. «Ну как он мог незаметно выйти из дома, а потом вернуться? Разве вы не оставили воинов у ворот? Разве вы не стояли с нами на крыше и не видели, что проникнуть в дом можно только по лестнице? Разве воины командчий слепы, как старое скво?» Не согласиться с доводами Вестмана было невозможно. И даже пострадавший от моего кулака часовой, поразмыслив, признал, что верно он обознался. Кабальера, человек, как мы уже убедились, находчивый, тоже внес свою лепту и рассказал, что в окрестностях появилась шайка конокрадов и, скорее всего, тот белый из их компаний. Казалось, командчи снова поверили нам. Однако оставалось загадкой, куда ушел тот человек и почему нигде нет его следов. Несколько командчий во главе с предводителем переправились вброд через реку в надежде отыскать следы и поутру пуститься в погоню за нападавшим. К счастью, уже наступили сумерки, да к тому же и моя проделка с поваленным деревом удалась на славу. Конокрад исчез бесследно. Тем временем хитроумный Олдед пригласил меня прогуляться вдоль реки. Поглядывая на командчий, сновавших по противоположному берегу, мы неспешно подошли к цветущему кусту, нависшему над водой, под ветвями которого скрывалась лодка с раненым вождем Апачи. Остановившись с видом человека, любующегося цветами, Вестман тихонько произнес «К Индониша пришли Коша-Певе и молодой бледнолицей. Моему краснокожему брату придется всю ночь провести в лодке. По силам ли ему это?» «Да», последовал еле слышный ответ. Каманчи поверили, что вождя Апачи здесь нет, а на рассвете они уйдут. Сможет ли мой брат продержаться до восхода солнца?» Индониша хорошо чувствует себя у воды. Жар спал, и воздух освежает его раны. Но вождь Апачи хотел бы знать, как долго Коша-Певе и его друзья останутся в Осиенде. Мы уезжаем завтра поутру вместе с Каманчими. Уф, почему мой белый брат собирается в путь вместе с нашими врагами? Потому что мы едем по следу врагов, которые нашли приют у Каманчий. Возможно, мои белые братья встретятся с воинами Апачий, вышедшими на тропу войны. Коша-Певе стар, как сама смерть. Но опытный воин и сумеет избежать опасности. А молодому воину, который спас меня от врагов, я хочу подарить тотем, чтобы Апачи принимали его в своих вигвамах как брата. Коша-Певе умеет ходить бесшумно, как тень, поэтому я прошу его принести мне ночью нож и кусок белой кожи. На рассвете он заберет готовый тотем. Я выполню твое желание. Принести тебе еще что-нибудь? Нет. Индониша доволен. Да хранит тебя и молодого бледнолицего воина, доброй монету. Также неспешно мы вернулись домой. Наша минутная задержка у куста осталась незамеченной. Исключительное везение для Гринхорна, удивился Олдед. Мыслимо или дело, чтобы вождь краснокожих подарил белому тотем племени. Вам очень повезло, сэр. Тотем Индониша еще сослужит вам службу. А вы действительно сумеете незаметно пронести нож и кожу? Если часовые Каманчи и вас заметят, и вас и Апача поставят к столбу пыток. Глупости. Я бывал в переделках и похуже. Остаток дня и ночь прошли спокойно. На рассвете Олдед разбудил меня и с торжествующей гримасой вручил прямоугольный кусок белой кожи. Я долго разглядывал его, но не заметил ничего особенного, кроме нескольких надрезов, сделанных в непонятном мне порядке. Это и есть тотем? Спросил я. Не вижу в нем ничего особенного. Обыкновенный кусок кожи. Покажите этот обыкновенный кусок кожи первому встречному Апачу, и он вам доходчиво объяснит, каким сокровищем вы обладаете. У Индониши не было краски, поэтому полностью рисунок еще не виден, но любой индейец из племени Апачи узнает, как надо раскрасить надрезы, чтобы изображение проступило. Только ради Бога, если вам дорог ваш скальп, спрячьте тотем подальше от глаз Каманчи. А теперь одевайтесь и спускайтесь вниз. Каманчи уже собираются в дорогу. Я последовал его совету. Индейцы сидели у стены и доедали остатки вчерашнего быка. Подкрепившись, они сняли путы с лошадей и повели их на водопой. К счастью, несколько выше того места, где скрывался в лодке раненый вождь. Кабальера тоже был на ногах и вышел сопровождаемый дамами попрощаться с нами. Увидев, что мы седлаем лошадей, сеньор Атанасио сокрушенно покачал головой и обратился к Олдету. Эти клячи не для вас, сеньоры. Вы слишком хорошо знаете, каким должен быть конь Вестмена. Мой старый друг, вы полюбили этого молодого человека, мне он тоже пришелся по душе, поэтому позвольте подарить вам пару достойных вас лошадок. И тут же по его приказу Вакера отбили от табуна и зарканили двух полудиких горячих коней. Мы с благодарностью приняли дар щедрого кабальера и после короткого прощания тронулись в путь. Солнце еще не встало над горизонтом, когда мы переправились через Эллм Крик и ровным галопом помчались на запад. Во главе Кавалькады скакал предводитель Каманчей и мы. Полсотни краснокожих неотступно следовали за нами. Восседающие на маленьких и косматых лошаденках индейцы вели себя беспокойно и не вызывали у меня доверия. Меня не покидала мысль, что мне в спину в любой момент может ударить копье или стрела. Однако Олдед сумел рассеять эти опасения, объяснив, что Каманчи озабочены лишь тем, как найти следы своего главного отряда. Ведь белый Бобр, узнав от Гибсона, что в Винету удалось ускользнуть и переправиться через Рио-Гранде, решил не терять времени и напасть на Апачий, пока те не успели подготовиться к войне. Отправив полсотни воинов в Эстансе и Дель Кабальеро с приказом захватить раненого вождя, сам он поспешил вторгнуться во владение Апачий. Через два часа пути индейцы напали на след своих главных сил. Следы тянулись на юг, в обход Орлиного ущелья, к форту Дункан. Прошло еще два часа и под копытами наших коней появилась трава. Пустыня Нуэсес оставалась позади. А вскоре на горизонте показалась темная полоска леса, верный признак того, что мы приближались к Рио-Гранде Дель Норте. Уф! С облегчением вздохнул предводитель отряда. Великий Маниту хранит воинов Каманчий. Мы не встретили бледнолицых из форта и теперь никто не помешает нам переправиться через реку. Уже завтра собаки Апачи взвоют от страха, когда увидят нас в своих стойбищах. Белый Бобр был опытным вождем. Прямой, как стрела, след его отряда привел нас к Броду. Широкая Рио-Гранде была в этом месте неглубока, кое-где виднелись песчаные отмели. Однако, быстрое течение размывало их и неосторожный путник рисковал угодить в глубокую яму. Судя по следам, главный отряд Каманчий провел ночь на этом берегу реки и только с рассветом, так же, как и мы, тронулся в путь. Отпечатки человеческих ног на песке говорили о том, что несколько воинов шли впереди и отмечали переправу ветками. Мы воспользовались оставленными передовым отрядом Каманчий знаками и легко переправились на другой берег. Я надеялся, что мы нагоним Белого Бобра. По моим расчетам, он не мог двигаться так же быстро, как мы, из-за опасения угодить в засаду. Но время шло, а ничего не указывало на скорую встречу. Зеленый оазис близ реки кончился. Мы снова оказались среди песков на широкой равнине с редкими кактусовыми зарослями. К полудню миновали цепь небольших холмов. Я удивлялся выносливости индейских лошадей, бежавших все так же резво. Ланге с сыном и слуга-негр на своих хваленых конях с трудом поспевали за отрядом. В то время, как наши солдатам лошади без устали шли и шли ровным галопом, подтверждая тем самым ценность подарка сеньора Атанасио. Уже смеркалось, когда мы пересекли дорогу из Сан-Фернандо на Байю, за которой след повернул к юго-западу. Но уже через четверть часа обнаружилось, что главный отряд резко изменил направление. Почему? Олдед и предводитель отряда Каманчий соскочили на землю, чтобы как следует рассмотреть следы. «Здесь они останавливались», объяснил мне Олдед. «Прибыли два всадника, скорее всего разведчики, и принесли вести, которые заставили белого бобра пойти в обход». Понукая измученных лошадей, мы повернули на юг, по следу, покуда он еще был виден, стараясь покрыть за день как можно большее расстояние. Каманчи торопились нагнать своих, а я с нетерпением ожидал встречи с негодяем Гибсоном. Но когда окончательно стемнело, нам все же пришлось остановиться и подумать о ночлеге. Мы уже собирались спешиться и расположиться в неприютной пустыне прямо на песке, как вдруг мой конь фыркнул и, жадно втягивая ноздрями воздух, понес меня в темноту. Я догадался, что животное почуяло воду и отпустил поводья. Остальные, без слов, последовали моему примеру. Вскоре мы уже были на берегу небольшой реки. Что может быть желание для путника, для изнуренного скачкой коня, чем глоток воды? Утолив жажду, краснокожие выставили часовых вокруг своего лагеря, а мы устроились несколько поодаль. Олдет долго гадал, к какой реке мы вышли, и в конце концов пришел к выводу, что это Моралес, впадающий в Рио-Гранде у форта Дункан. Едва забрежил рассвет, мы переправились на другой берег. Снова вышли на след и погнали лошадей. Около полудня впереди показались голые скалы. Не могу взять в толк, ворчал Олдет с озабоченным видом. Какого черта белый бобр повернул в эти края? Вы представляете, куда нас занесло? Нет, но я полагаюсь на вас. Вам приходилось слышать о пустыне Бальсон-де-Мапиме? Никогда. Испокон веков пустыня Мапиме была пристанищем диких орд, откуда они совершали набеги на соседей. Но не думайте, что мы попадем в рай земной с плодоносными пашнями и цветущими садами. История учит нас, что пустыни периодически становятся прибежищем воинственных племен. До разбойников и головорезов, населяющих это плоскогорье с его ущельями и перевалами, невозможно добраться, чтобы наказать их за грабеж. Я слышал от знающих людей, что здесь есть и стойбище апачей, и если командчим вздумается напасть на них, то вряд ли белому бобру удастся унести ноги. Наверняка Виниту уже приготовил им мышеловку. О боже! Но ведь в нее попадем и мы! Пусть вас это не пугает. Мы не ссорились с апачами, войну им не объявляли, и я надеюсь, что они отнесутся к нам как к друзьям. В крайнем случае мы покажем им тотем Индонишу. Может быть, стоит предупредить об опасности командчей? Попробуйте, сэр. Искренне желаю вам успеха. Вы можете сколько угодно твердить им, что они дураки, но командчи вам не поверят. Они всегда верят только себе. Я уже переговорил с предводителем отряда и высказал мои опасения. На что он мне ответил, что последует за белым бобром хоть в страну вечной охоты, а бледнолицые трусы, то есть мы, могут катиться куда угодно. Какая наглость! Да уж, командчи не учили вежливости и хорошим манерам, но отступать нам некуда, даже если там, в горах, нам готовят горячую встречу. Не вешайте нос, сэр. Мы покинули пределы Соединенных Штатов. Но каким образом и когда сумеем вернуться обратно? Отнеситесь к будущему как к книге. Чтобы узнать, о чем она, надо прочесть ее до конца. Субтитры создавал DimaTorzok